Мы начинаем немножко необычно для наших секционных заседаний. Мы сделали совместное маленькое заседание обеих секций, третья и четвертая. Третья и четвертая, но они тематические, они очень близкие, поэтому здесь нет никакого препятствия. Хотелось, чтобы о женском образе в живописи и в музыке послушала та и другая секция. Очень хотелось, потому что не так часто мы с этой темой встречаемся. Именно женщина в культуре, образ женщины в культуре. Мы можем начинать? Карина Львовна, вы готовы? Да, конечно, спасибо. Мы можем начинать. Давайте мы будем начинать, хорошо? Значит, секция наша, объединенная, повторяю, называется «Женщина в культуре и в обществе». То, что мы сейчас будем слушать, это будет тема «Женские образы в европейской опере как зеркало изменений общественных настроений середины 19-го, начала 20-го века». Видите, какая социокультурная постановка вопроса. Докладчик, профессор кафедры теории и истории музыки и музыкально-сценических искусств Российского института театрального искусства, Карина Львовна, Мелик Пашаева. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день еще раз, Людмила Георгиевна. Я благодарю за приглашение, участие в вашей... Немножко погромче, немножко ближе к аппарату. Да, отлично. Вот так, да, 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 еще ближе. Еще ближе, вот так. Вот так, вот так. Слышно? Слышно так? Тогда еще раз я начинаю с благодарности, Людмила Георгиевна, лично вам, участникам конференции, институту, в котором вы нас сегодня собрали, университет УМГИМО и всем коллегам. Ну, а тема уже названа, поэтому, чтобы не задерживать долго присутствующих, я, пожалуй, начну. Дело в том, что на протяжении 19-го и 20-го века очень серьезно меняется положение женщин, отношение к женщинам, и в особенности, конечно, серьезными явлениями являются разные появления образов, появление участия женщин, собственно, и обрисовывание их образов в литературе и в искусстве. Конечно, прежде всего, ну, чуть-чуть отдалюсь, буквально на секунду от 19-го века, конечно, существенные события 1789 года, они, конечно, повлияли на будущее развитие всего ментального, нравственного, морально-этического, военного, ну, политического, какого угодно, вот, состояния мира в Европе на следующий век. И даже более того, на начало последующего века, уже 20-го века, который привел к очередной мировой катастрофе, европейского, конечно, масштаба. И вот после событий 1789 года была, как известно, принята Декларация прав человека и гражданина, это тот же самый 1789 год, но она не отразила проблем женщин ни в какой мере. Тут же последовал отклик Мэри Олстон Крафт, она же, вот, является матерью Мэри Шелли. И эта Мэри Олстон Крафт написала целый панфлет, находясь в Париже, который назывался «Защита прав женщин». И она рискнула даже вступить в спор с Жан-Жаком Руссо. И она говорила о том, что, вот, цитирую, «женщина самостоятельна и разумна, способна здраво мыслить и контролировать свои эмоции, обретя достоинство, почувствовать себя зависимой лишь от Господа Бога». Ну, известно, что в ту пору женщины зависели от своих отцов, от своих мужей или от членов, так сказать, мужского пола своей семьи. Соответствующим образом стремление к самореализации в этот период возрастает у женщин так или иначе, в той или иной степени. Иногда совершенно незначительно, иногда довольно-таки явственно происходит очень в среде такой, ну, скажем так, интеллигентствующей на тот период и такой интеллектуально подвинутой дамской аудитории. Ну, достаточно упомянуть несколько имен, которые вместе с тем брали себе псевдонимы. Эти имена известны, я просто их быстро сейчас перечислю. Жорж Сант, Аброр Дюдеван, затем Мари Дагу, Даниэль Стерн, Дельфина Дежарден, Викон Де Луне, Мэри Эн Эвенс, Джордж Элло, Джанна Лапос, Даниэль Лесерк. Ну, второе имя каждый раз – это их мужской псевдоним, потому что иначе они не мыслили на своей самореализации, вот, ну, доведения своих мыслей до современников. Вот, и в этот же период происходит очень много серьезных явлений таких социокультурных, но все равно женщина, женское тело все равно выставляется на показ. В литературе доходит иногда, извините, до показа вот образов, связанных, как сейчас говорят, с поведением дам с пониженной социальной ответственностью. Живописи, скульптуры, в анатомических иллюстрациях, в словаре «Ля Рус», в инсценировках, которые представлял даже такой психотерапевт, как Шарко. Ну, мы с вами знаем душ Шарко на сегодняшний день очень хорошо. Женщины себя активно проявляют как художницы. И, вот, например, Берта Моризо, портреты, которые рисовал очень часто Эдуард Мане, но ни разу, 22 портрета он написал, но ни разу он ее не представил на портреты в образе художника. Все равно она оставалась вот женщиной со всеми приходящими обстоятельствами. Так вот, сама Берта Моризо, которая была изрядной художницей, она написала портрет своей дочери, причем сзади, на заднем плане, с левой стороны, она выставила очень небольшой узкий кусок портрета ее мужа Кисти Дега, а слева она полностью дала один из собственных портретов, который когда-то написал Эдуард Мане. Женщина реализует себя иногда в живописи в совершенно неожиданном ракурсе. Ну, например, рисунки животных, которые необычайно были популярны в тот период, делались Розой Боннер, и в особенности ее картина «Лошадиный рынок» вообще была продана за обоснословные деньги, но это под собственным именем. И, конечно, всем известна Беатрис Поттер. Беатрис Поттер, которая рисовала, конечно, очень наивным образом, и ей принадлежит известная детская книга о кролике, Питере Кролике, Питере Рэббет. И вот до сегодняшнего дня эти рисунки необычайно популярны, и даже ей было оказано уже совсем недавно, года три назад, в честь ей был предоставлен в Национальной галерее даже отдельный стенд и постоянная экспозиция. Соответственно, меняется положение женщин и во внешнем выражении. Но женщинам всегда свойственно как-то стремиться себя приукрасить, и соответствующий вид они имеют в своей одежде. Приведу только несколько примеров. Ну, например, очень хорошо мы можем судить по картине «Дверя». «Дверя» написал картину, где представляет собой эгалитарный и элитарный салон, в котором присутствуют разного рода художники, писатели, музыканты, литераторы. Ну, среди музыкантов там был Ференс Лист представлен на портрете и Фредерик Шопен. Но тут же две дамы, причем две дамы, резко отличающиеся своим внешним видом. Жорж Санс с сигаретой в руках и в мужском костюме, как известно, и Мари Дагу. То есть тот самый, вот, она все-таки писала, очень резко писала под своим псевдонимом, а внешне она выглядела совершенно в взящном таком дамском платье, никак не выделяющиеся из общего колорита женских персонажей. Ну, и должна сказать, что на балетной сцене появляются образы вот в 30-х, 40-х годах 19 века, совершенно преображающий образ женщины, делающей ее иногда феей, которая может воспарить совершенно в иных пространствах. Это 1832 год Сильфида, в которой выступала Мария Итальоне, впервые вставшая на пуанты и преодолевшая как бы силу земного притяжения в этих больших полетах, гранжете и в очень сложной пуантной технике. И, конечно, известнейший балет до сегодняшнего дня, очень популярный. В 1841 году появляется Жизель Аданов, в которой выступает Карлотта Грязи. Тоже очень известная балерина и тоже танцующая на пуантах и представляющая, самое главное, с точки зрения вот обе танцовщицы, они в таких муслиновых платьях, в таких пачках, которые доходили до середины икры. И когда они взмывали воздух в положении гранжете или каких-то других артикуляций балетных, они представали вот такими возвышенными, совершенно неземными персонажами, неземными феями. Это что касается балетной сцены. Но вот еще, прежде чем перейти к основному содержанию собственного сообщения, я хочу все-таки коснуться образов в живописи. Образов в живописи остановиться, их очень много, но я хочу остановиться об одном, самом скандальном поначалу. Ну, как известно, в 18... Сталина Львовна, вы теряете свою музыку, у вас осталось 10 минут. Сейчас я к ней перейду. Значит, я просто хотела сказать об Олимпе и Мане. Я понимаю, да, но у вас музыка. Спасибо, я поняла. Сейчас пойдем к музыке. Значит, что касается замечательной музыки и образов женщин на музыкальной сцене. Их очень много. В противовес тому, что было прежде, ну, как известно, опера родилась в 17 веке, развивается дальше, опера, конечно, базировалась на том, что поначалу в 17-18 веке она использовала мифологические, историко-мифологические сюжеты. Это было основным и самодостаточным, пока не началось развитие комедийных жанров. Но когда появляются комедийные жанры, все меняется. Ну, первая комическая опера – это «Служанка госпожа» Джованни Батиста Перголези. А дальше развивается совсем другая история, уже начиная с 19 века. И так как все-таки в Европе самые главные оперные школы – это итальянская, французская, затем немецкая и австрийская, мне хотелось хотя бы вкратце назвать те произведения, которые вот с точки зрения темы сегодняшнего сообщения являются очень важными. Это, естественно, травиата Джузеппе Верди, Кармен Жоржа Безе, затем Соломея Рихарда Штрауса и Вотцик Альбана Берга. Пожалуй, разброс между всеми этими произведениями в 70 лет. 70 лет, начиная вот с 1953 года с травиаты Джузеппе Верди. Конечно, образы совершенно непривычны для сцены, тем более для сцены музыкальной. И поначалу каждое из этих произведений вызывало скандальные отклики. Здесь я даже не буду останавливаться, просто скажу в общем плане. Первое представление у каждой оперы было необычайно скандальным. Но затем со второго представления начинался восход в такой всемирной славе. Ну, это мы знаем и сегодня, сочинения эти очень известны. Но если посмотреть на этих персонажей, тех, которые самые главные персонажи, женские образы, собственно, они вынесены и в заголовке, в названии оперы. Травиата – женщина падшая, дама полусвета. Кармен, естественно, мы знаем новеллу Мэри Мэй, можем себе представить, что это за образ. Затем, значит, Соломея тоже известна по Оскару Альду, написана опера. Я не буду ее характеризовать, потому что это всем понятно. И в Оцике есть персонаж очень важный, который тоже движет интригу. Это супруга, невенчанная супруга, в Оцике Мэри. Образы, как правило, начиная еще со средневековья, женские образы в литературе, живописи, в искусстве, они такая у них очень четкая линейка. Либо это высочайшие порывы, так сказать, святости, чистоты, невинности. Либо это грешница, либо это раскаившаяся грешница. И вот в этих самых произведениях, которые я назвала, как раз вот именно последняя чаще всего явно выражается. За исключением в Оцике, потому что в Мэри, хотя она и согрешила, хотя она изменила собственному супругу, и она безумно раскаивается. Она раскаивается, и если у меня будет возможность еще пять минут показать иллюстрацию, то мы сможем посмотреть, как это происходит. Она читает Библию, она читает отрывки, которые связаны с раскаянием Марии Магдалины, она готова повторить ее путь, она состраждет всей душой. И самое главное, рядом с ней находится ее малыш, ее еще не разговаривающий сын, возраста двух-двух с половиной лет, которого поначалу она отталкивает, а затем она его прижимает к груди. И действительно, именно этот образ и именно материнство является, ну, может быть, высшим оправданием для этого персонажа, который достаточно трудно ведет свою жизнь и трагически ее заканчивает. Все эти персонажи, которых я назвала, перечисляю просто очень быстро, на Виолетта, затем Кармен, Соломея и Мари из Водсака, они все кончают свою жизнь трагическим. Как правило, ну, можно сказать, что убийство было, значит, трое из них, простое убийство, что называется, разными способами. Ну и, пожалуй, Виолетта. Даже сейчас это, может быть, модно сказать, что Виолетту погубили бактерии. Ну, сейчас у нас вирусы, как известно, а Виолетта умерла от чахотки, это тоже известно. Значит, трагический конец, трагические обстоятельства конца, они в этих операх необычайно точно выражены. И если для 1953 года это был трагизм, гасающий Виолетты и раскаивающихся жермонов, обоих отца и сына, то следующие произведения, они заканчиваются очень брутально, прямо на сцене, чего раньше не было. На сцене происходит убийство Кармен, Хозе ее закалывает, как известно. Затем Соломей давит щитами прислуга царя Ирода, а Мэри убивает ножом тоже изнемогающей от ревности ее муж. Причем ее жизнь заканчивается, ну, это очень красиво, эта сцена очень красивая, если можно сказать, что убийство – это красиво. Просто музыка тишайшая. И как хрустальная ваза разбивается ее жизнь, и дальше происходит еще большее нагнетание событий. Воцик сходит с ума, и он уходит в пруд искать нож, обогренный кровью, и говорит о том, что вода стала кровью, да с вас разблют, говорит Воцик, и тонет. Значит, такое вот двойное убийство и самоубийство, оно здесь необычайно явственно выражено. Эти персонажи явились брутальными для своего времени, но они по-своему показали и проблемы существования женщин, и проблемы отношения к ним, и проблемы преодоления вот той самой триады святое, грешная и раскаившаяся, совершенно в другом ключе. Когда грешницы, они могут и не раскаиваться, или когда они раскаиваются и даже обретают, ну, я не могу сказать, что ойол святости, но ойол благородства, как в случае, например, с последним персонажем, с Марией из оперы Воцик. Дорогая Людмила Георгиевна, у нас, у меня есть пять минут, чтобы показать эту сцену. Мы слушаем, мы очень ждем иллюстрацию. Нет, не меня слушать, я могу замолчать, но музыку послушать мы можем пять минут или нет? Музыку нельзя отменять, музыку мы хотим не слушать. Спасибо, тогда, коллеги, я замолкаю, потому что говорить я могу бесконечно, но время... Да, лучше музыка. Да, лучше музыка. Значит, сейчас у нас будет, если можно, вот эта первая сцена третьего акта, Воцик сложнейшая опера, но она замечательная по своему посылу. Это опера социального сострадания. Значит, третий акт, первая сцена. Мари у себя в комнате, возле нее ребенок, и она читает Библию. Она в состоянии смятения, потому что она понимает, что она согрешила, она понимает, что она понесет расплату. И вот как она выглядит здесь. Это пять минут. Пожалуйста, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 презентации чтобы я сама кадры листала я думаю что да 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 конечно значит тема выступления мари леонид на участие женщин формирование и развитие королевской академии художеств королевская это значит английская так я понимаю совершенно верно на самом деле королевская академия художеств это академия художеств великобритании в лондоне и у нее иного названия нет как royal academy собственно говоря само за себя говорит название что это именно британская академия художеств а начну наверное самого начала с того что британская академия художеств как ни странно возникла одной из последних на пространствах европы даже позже чем российская академия художеств санкт-петербурге которая была основана десятью годами ранее королевская академия художеств великобритании свой свое основание ведет 10 декабря 1768 года за несколько дней до этого 22 художника среди которых было две женщины что является основополагающим моментом для нашего с вами сегодняшнего общения обратились к петиции королю тогдашнему королю георгу третьему спрашением его высочайшего соизволения основать позволите ему строить академию художеств которые бы будущие академики имели возможность обмениваться опытом официально изучать искусство воспитывать новые поколения и иметь действительно официальную серьезную организацию с возможностей официальных ежегодных выставок что было королем георгом третьим и исполнено королевская академия художеств получила здание на улице полмел это одно из самых первых зданий академии потом для нее будет построен так называемый somerset house куда она переселится потом еще два других здания послужат домом для академии художеств таким образом это будет целый комплекс зданий первые академии неофициальные академии появились в англии в лондоне в 1711 году и прежде всего здесь стоит назвать академию знаменитого художника неллера первую публичная выставку искусства произошла лишь спустя практически полвека в 1760 году и в это же время было основано два общества первых так сказать любительских обществ общество художеств и чуть позже общество художников именно из этих обществ выпистывались первые английские академики так сказать отцы и женщины и матери основатели академии художеств которые мы сегодня с вами имеем счастье наблюдать в лондоне академия копировала примеры римской академии художеств флорентийской и балонской а предполагалось на тот момент что число академиков достигнет 40 сейчас в наше время в академии 80 академиков и самого начала предполагалось что среди академиков будут художники скульпторы и архитекторы интересно отметить что о женщинах не было сказано ни слова будут они среди членов или нет как если будут каково будет их положение в рамках академического института было неизвестно вообще стоит сказать что очень мало данных сожалению существует о состоянии первоначальном состоянии академии и самое главное роли женщин и возможности участия женщин в академической жизни документов на данную тему к сожалению очень ограниченное количество очень интересно заметить что отмечу сначала тот факт что джошуа рейнольдс как наверняка все присутствующие знают был президентом академии художеств да это не сколько за его талант и заслуги скажем так в портретной живописи великобритании сколько за его организационные и внутренние характеристики то есть считалось что на тот момент это была самая подходящая кандидатура для президентства в академии художеств но интересно обратить ваше внимание на вот этот вот портрет иоганна йозефа софани художника который в 1771 72 годах нарисовал первый первую скажем так полномасштабную картину изображающую всех членов академии художеств на тот момент первый премьер-министр великобритании роберт волопол писал что софани мастерский создал композицию и все присутствующие на ней академики написаны живо и похоже сами на себя среди первых академиков а их было 34 человека помимо непосредственно британцев были четыре итальянца один француз один швейцарец и один американец самым же интересным фактом для нас с вами является тот что среди них было две особо женского пола мэри мозер и ангелика кауфман интересно отметить что женщины на данном портрете присутствует в качестве портретов это не фигуры полномасштабные фигуры академиков а два портрета которые вы можете видеть сверху в правом верхнем углу этой картины ангелика кауфман расположена слева портрета мэри мозер написан висит справа сама эта композиция говорит за себя положение женщин в академии было весьма странным с одной стороны они числись членов академии они присутствовали на всех занятиях кроме рисовального класса с натуры они не участвовали в ежегодных официальных обедах на которых на самом-то деле как мы знаем клуарно решали все основополагающие вопросы также они были лишены участия в основных в дискуссиях да по основным моментам во встречах академиков это было весьма печально потому что их таланты и их заслуги были отнюдь не меньше и не ниже чем таланты остальных членов академии мужского пола мэри мозер и ангелика кауфман были самодостаточными серьезными яркими художницами однако академия тепло приветствовала обнаженных натурщиц чего нельзя было сказать об одетых художницах и мы можем видеть исключительно портреты на этой картине но не их самих истории их становления членами академии плохо задокументировано и до конца неясно дебаты какого рода велись относительно их участие в будущей академической деятельности ангелика кауфман вероятно должна была добавить в дух академии европейского флора так как она хорошо была известна в европе на тот момент а мэри мозер как ее отец тоже основатель академии пользовались королевским расположением и это помимо того что они обе были прекрасными мастерами исторической живописи и пользовались художественной среде серьезным авторитетом мэри мозер специализировалась на написание натюрмортов с цветами ангелика кауфман на исторических и аллегорических завописных сюжетах. Обе они выросли в семье художников. Художественное образование обеих женщин базировалось на их занятии с отцами, так как женщины на тот момент в Европе в очень ограниченном количестве институций могли иметь допуск к серьезному художественному образованию. Обе эти художницы были известны как в Лондоне, так и в других европейских столицах, имели положение и репутацию, что вполне давало им право стать частью академического сообщества. Несмотря на те моменты, которые я подчеркнула ранее, об их крайне неполноценном, скажем так, участии в жизни академии, все-таки они занимали достаточно серьезные положения и к их мнению прислушивались. Так, в 1778 году Ангелика Кауфман получила от академии заказ на создание серии полотен, изображающих элементы искусства, и эти картины можно увидеть в здании академии до сих пор, то есть это был серьезный заказ. И также ее мнение имело большой вес при отборе картин на ежегодную выставку, потому что бойкотируемые ей полотна на выставке не выставлялись. Непосредственно портрет Ангелики Кауфман, это ее автопортрет, мы можем с вами видеть на следующем кадре. Очень романтичная и при этом сильная, самодостаточная и крайне талантливая дама была, это английская художница. Вот та самая четверка полотен, это серия росписей на потолке здания академии, они путешествовали с тем, как здание академии переезжало из одного места в другой, сама институция академии, так и эти росписи переезжали с одного потолка до другой. Соответственно, четыре этих полотна символизируют замысел, цвет, композицию и рисунок, все по Джошу Рейнольдсу, который, как мы знаем, с вами был первым президентом и теоретиком, во многом теоретиком живописи на тот момент. Ангелика Кауфман родила в Швейцарии, была самородком, с раннего возраста она проявляла незурядные художественные способности и удивительно то, что она до приезда в Англию была членом уже флорентийской, римской и венецианской академии. Она разговаривала на четырех языках, была талантливой певицей, была одинаково успешна в написании портретов, исторических картин и пейзажей. И гравюры по ее работам имели широкую популярность по всей Европе. Она получала заказы от таких выдающихся лиц, как император Российской империи Павел Первый, австрийский император Иосиф Второй и папа римский Пи Шестой. А салон ее был местом встреч художников и поэтов, которым часто можно было встретить даже Геота. Ее живопись была крайне революционна в том плане, что вне стен академии она, тем не менее умудрялась писать с натуру, что было запрещено делать официально. И в частном порядке она это делала под назором отца, писала лишь кисти рук, плечи и ноги моделей мужского пола. Но тем не менее она отважилась на такие революционные действия. И стоит отметить, что была она похоронена с особыми почестями. Последние годы своей жизни, 25 лет она провела в Риме, и за гробом шли представители всех трех академий римской, французской и португальской. Членов английской академии там не было. Тем не менее, стоит отметить тот факт, что она действительно была выдающимся художником своего времени, художником-каспополитом. По поводу картин хотелось бы отметить тот факт, что на этих четырех росписях мы с можем видеть акт созидания, который символизируется рисунком и цветом. И замыселы композиции у нас олицетворяют акт размышления. Видите, тут дама сидит на нижнем рисунке, обочаянись на руку, призадумавшись. На потолке росписи организованы попарно, и вот в этой работе у нас явно прослеживается отсылка к ренессансным росписям. Стоит отметить тот факт, что Ангелика Кауфман много путешествовала по Европе с своим отцом до того, как они приехали в Англию, и конечно же, она была очень хорошо осведомлена о живописи старых мастеров, о школе старых мастеров. Следующим объектом нашего с вами внимания будет художница, интересный еще тоже момент, два портрета. Джошуа Рейнольдс особенно благоволил к Ангелике Кауфман, и у них было два портрета созданы. Сначала он написал ее в 66-м году, потом Ангелика Кауфман написала Джошуа Рейнольдс в 67-м году. Он был на 18 лет ее старше, им приписывался роман, но на самом деле кто знает. Интересен тот факт, что это был очень плодотворный и интересный творческий тандем, что вовсе не уменьшает и не умаляет их значимости как художник. Интересен тот факт, что Ангелика Кауфман была знакома с выдающимися деятелями того времени, и тут, пожалуйста, вам хотелось бы представить портреты Людвига Первого Баварского и Оганна Вольфенга фан Гёте, портрет справа, Дэвид Геррик, портрет слева внизу, знаменитый английский поэт, и Фердинанд четвертой семьей, чудесная композиция в левом правом углу. То есть это художница, зарекомендовавшая себя во всех отношениях чудесным образом, во всех домах Европы. Мэри Мозер, её соратница, которой было всего лишь 24 года на тот момент, когда она стала вторым членом Академии женского пола. Тут мы видим два её портрета. Первый портрет, который слева, это как раз портрет со стены картины Цофани, а портрет справа был написан известнейшим тоже художником Джорджем Ромни в 70-71 году. Мэри Мозер была также совершенно чудесным художником. В 14 лет она получила первые награды Королевского общества искусств, и в 24 года, как я уже говорила, стала академиком. Давала уроки рисования дочери короля Георга III, принцессы Елизавете, также его жене, короле Шарлотте. И, как мы с вами знаем, такое именование, как Фрогморхаус, известный в наше время как резиденция бывшая принца Гарри и его жены до того, как они уехали из нее в Америку. Так вот, это чудесное место было расписано как раз росписями Мэри Мозер. Фрогморхаус находится неподалеку от Виндзорского замка, и в 1792 году она создала великолепный интерьер в цветочном стиле. Ее называли художницей-цветочницей, хотя она была отмечена в портретном жанре, исторической живописи, но она больше всего специализировалась на написании цветочных натюрмортов. Вот, пожалуйста, два из них, это лето и весна. Обе художницы пользовались большим авторитетом. Интересно отметить вот это вот произведение голландского художника Наталья Хона «Чародей». Это произведение, написанное в 1975 году, вызвало чрезвычайно огромный ажиотаж в Академии художеств и чуть не грозило выходом Ангелики Кауфман из рядов членов Академии и отсылка ее полотен с ежегодной академической выставки. На этой картине был ехидным образом изображен Джошуа Рейнольдс в виде вот этого чародея-старика, а на его коленках якобы сидит молоденькая Ангелика Кауфман, соответственно, таким очень понятным подтекстом. Не очень хорошо видно, но на заднем плане тут обнаженные тела, бушующие в огне здания. В общем-то, все это намекает на какую-то достаточно нереспектабельную картину. И когда Наталья Хон решил выставить на выставке это полотно, Ангелика Кауфман сказала, либо это полотно, либо я. К ее мнению прислушались. Полотно не было выставлено на всеобщее обозрение. Так она избежала скандала, возможного позора, неприятной ситуации. И для нас с вами интересен тот факт, что, несмотря ни на что, мнение этой дамы в рядах Академии было учтено и было велико. В 1879 году Совет Академии пришел к заключению, что женщины не могут выдвигаться в Академике. Позже данное положение было пересмотрено, и женщины стали допускаться члены Академии, но на ограниченных правах. Первой студенткой Академии стала Лора Херфорд в 1860-м. Можно сказать, что это вышло случайно, так как на своей конкурсной работе она поставила лишь инициалы, что заставило думать о ней, как о художнике мужского пола. Снятие запрета на принятие в Академии особо женского пола произошло лишь в конце XIX века, но женщины по-прежнему не допускались к членству в Академии. И подобный однодойкий подход к принятию члена Академии вызвал немало споров и действий суфражисток. Так, в 1914 году была атакована картина Веласкеса Робека Ро, Венера Рокеби в Лондонской национальной галерее, а другая суфражистка бросила стеклянный стакан в портрет писателя Генри Джеймса Кисти Сарджента. То есть это были достаточно серьезные и яркие попытки женщин добиться равенства в признании своих талантов. Первая женщина-академик была Лора Найт, которая обрела статус полноправного члена Академии в 1936 году. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию 1906 года. Здесь мы с вами видим членов Королевской Академии, среди которых очень много дам. То есть они могли быть студентками, но не могли быть членами Академии до 1936 года. Считайте, как предвоенное время. Но даже имея членство в Академии вплоть до второй половины 20 века, женщины не были полностью допущены до всех мероприятий, проводившихся в ней. В 1966 году в своем письме одна из академиков Гертруда Гермес описывала, как три женщины-академика, приглашенные на встречу по случаю выбора нового президента Академии, не были допущены к последующему за церемонии официальному обеду. Она писала, что это была самая оскорбительная и унизительная ситуация в ее жизни. Всего в истории Академии была 71 женщина-академик до сего момента. Однако активно женщины-академики стали избираться лишь с конца 90-х годов 20 века. В 21 веке количество студентов мужского и женского пола в академической среде уравнивается, чего все же нельзя сказать о профессуре. Лица женского пола составляет менее третий академиков и менее четверть среди представителей старшего академического состава. На данный момент из 124 академиков 37 женщин, то есть получается одна третья. Поистине историческое значение имел для Академии 2019 год. На пост президента впервые была избрана женщина, художник-гравер Ребекка Солта. К сожалению, начало ее президентского срока пришлось на период пандемии, все возможные проекты не имеет планов осуществиться в запланированной ранее сроке. Тем не менее, она занимает активную позицию в продвижении как проектной работы, так и дальнейшего решения вопроса о расширении возможностей для женщин быть в рядах академиков. Разумеется, я не могу позволить себе занимать ваше время, описывая всех действительно исторических, интересных, талантливых дам членов Королевской Академии Художеств, я для себя решила выбрать трех из них, которые бы персонифицировали три основные ветви академической деятельности, а именно художественную, скульптурную и архитектурную. Буквально если у меня есть пять минут времени, я бы хотела познакомить вас с тремя одиозными, важнейшими историческими личностями, которые в 20-м и в 21-м веке для нас имеют поистине краеугольное значение, как представители женщин в рядах академиков. Прежде всего, конечно же, это Лора Найт, с которой началась, по сути дела, история, современная история женского академического созидания. В 1936 году она была избрана членом Академии Художеств, и вот ее автопортрет 1913 года, она была совершенно удивительнейшей личностью, которая пробовала себя во всех возможных сферах живописи. Она писала портреты, пейзажи, батальные сцены во время обеих мировых войн, декорации для театров и цирковых представлений. Она стала первой женщинам-академикам, имеющей персональную выставку в стенах Академии. Более того, она была единственным художником со времени основания Академии, который непрерывно выставлялся в течение 67 лет, за исключением двух лет, 18 и 22 год соответственно. Тем не менее, лишь спустя 30 лет после принятия члены Академии она была допущена к этому одиозному официальному обеду в Академии, разрушив тем самым 200-летнюю традицию допуска лишь мужчин. Хотелось бы показать несколько вещей. Этот автопортрет, автопортрет с обнаженной, вызвал грандиознейший фурор в рядах Академиков. Дама, которая писала себя в фас, еще к тому же с обнаженной натурой, это было поистине революционным действом на тот момент, что вызвало массу критики и, конечно же, безумного интереса к ней. Далее интересный момент, что когда одягилевские сезоны проходили в Лондоне, она написала портреты и картины, зарисовки, скетчи, так называемые backstage sketches знаменитых балерин, русских балерин. Это Анна Павлова, это Карсавина. Мы видим с вами гримерку в театре и на нижней картине слева, и Катерину Ла Роуз, известнейшую балерину того времени. Еще к интересным вещам, которые стоит отметить, ее кисти, это же, конечно, тематика военного времени, например, подъем аэростата в Ковентри, картина, написанная во время Второй мировой войны, и очень известная картина Рубил Лофтус «Взвинчивание казенника» 43-й год. Это были такие агитационные картины, призывающие женщин активно участвовать в общественной деятельности, несмотря на военное время. Очень важно отметить ее присутствие в возрасте 68 лет на Нюрнбергском процессе 1946 года. Туда она была послана военным художественным обществом, и там она написала это полотно «Нюрнбергский трибунал». Когда в Лондоне проходила уже в наше время выставка полотен Лоры Найт, и она также, конечно, в большей своей части посвящена ее военным картинам и скетчам, в ней также присутствовали дневники Лоры Найт, в которых она описывала свои ощущения от общения с людьми военного времени. Она описывает Геринга, она описывает многих политических деятелей того времени, как с нашей стороны, как союзнической стороны, так и со стороны фашистской Германии. И эти полотна, конечно же, крайне интересны, историчны и важны. Она никогда не уставала экспериментировать и на протяжении всей своей жизни вела очень активную жизнь, стараясь выходить за рамки своих возможностей. У вас еще три минуты. Да, я уже практически готова. У меня почему-то не работает дальше. Будьте любезны, можно следующий кадр? Да. Ее портрет Елизаветы Второй. Она была человеком, что называется, Jack of all trades. Во всех сферах старалась художественной живописи себя проявить. Дальше. С точки зрения скульптуры необходимо ответить английского скульптора нашего 20 века нашего времени. Это Элизабет Фринг. Совершенно потрясающая скульптор, которая известна как в Великобритании, так и во всем мире. Ее скульптуры геометричные, ее скульптуры просты, но за ними стоит огромная мощная энергетика настоящего мастера. Удивителен тот факт, что это была первая женщина, которой предложили президентство в 1972 году стать женщиной президентом Академии. Она отказалась. Она считала, что ее призвание – скульптура. Она была первым скульптором, кстати говоря, в академических средах женского рода. И она всю себя посвятила именно этому виду деятельности. Ну и раз у меня мало времени, мне очень бы хотелось закончить на самом интересном, с моей точки зрения моменте, а именно на потрясающем архитекторе, женщина-архитектор Заха Хадид, которая умерла пять лет назад и которая абсолютно перевернула мир архитектуры нашего времени. Ее строение известно во всем мире. Родившись в Ираке, в Багдаде, в средней такой семье, среднестатистической семье, но у нее мать была, правда, художницей, но тем не менее. Заха Хадид, то, что мы называем self-made person, она сделала себя абсолютно до очень-очень позднего времени, долгое время она была не популярна, не понята людьми. И только в 21 веке к ней приходит действительно огромнейшая популярность. Несколько слайдов здесь предлагают вам рассмотреть ее основные потрясающие строения, которые характеризуются плавностью линий, потрясающим вписыванием в ландшафт, пониманием замысла, пониманием топонимики, пониманием ментальности людей, для которых она делает свои здания. В первую очередь это центр Гейдара Алиева в Баку. На следующем слайде можно увидеть оперный театр Гуанчжоу, я прошу прощения, что немножко слайд здесь сместился, в Китае совершенно грандиозное, апофеозное строение, построенное в 2010 году. Международный центр культуры и искусств в Чанша, Хунань, опять же, Китай, необыкновенно красоты постройка, какие-то совершенно инопланетные здания, линии и планы представляет нам это архитектор. Что касается России, то в Москве и Московской области у нас есть пара зданий, которые также относятся к проектам Захи Хадид. Это Доминин Тауэр или Пересвет Плаза в Москве на улице Шарико-Подшипниковская метро Дубровка, которое представляет собой необыкновенно красивое строение, семиэтажное, с потрясающими внутренними интерьерами и переходами. И еще интересно отметить здание резиденции Кэпитал Хилл. В 2006 году построено единственное на данный момент частное строение как дом для русского миллионера Доронина, который он хотел преподнести, видимо, Наоми Кэмпбелл, известной манекенщица, да, фэшн-индустрии представительницы, но они расстались, и вот он остался в владении хозяина. Это потрясающая конструкция необыкновенной красоты, напоминающая, как мы с вами видим, самолет. Ее можно наблюдать в наши дни. Я считаю, что это совершенно грандиозное строение, которое она нарисовала на салфетке во время встречи непосредственно с заказчиком, с Дорогином, и когда он увидел этот проект, он решил, что непременно должен быть воссоздан в Подмосковье, и в наше время мы можем его наблюдать. На самом деле, конечно же, про Заха уходить говорить можно совершенно бесконечно, как и про любую из женщин-художниц и скульпторов, про которых сегодня рассказывала. Ангелика Кауфман, Мэри Мозер, Лора Найт, Элизабет Фринг, Заха Хадид. Это очень малая толика тех женщин, которые несли необыкновенный вклад не только в британскую, но и в мировую культуру. И я уверена, что и в дальнейшем будут происходить попытки поиска, переосмысления, переоценки значимости женщин в Королевской академии художеств Великобритании и не только в ней. Спасибо огромное за внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, Мария Леонидовна. Так, у нас выступает Зинаида Евгеньевна Фомина. Мы ее давно ждем. Германская концепция Анне де Стальгонштейн и ее вклад в развитие культурного диалога между немцами и французами. Спасибо, дорогая Львна Георгиевна. Уважаемые коллеги, всех приветствую. Слышно меня, да? Слышно? Хорошо? Да, да, слышно. Замечательно. Итак, Львна Георгиевна объявила уже тему моего доклада. Я приступлю. В золотую легенду консульства и империи, речь идет о Франции, разумеется, вписаны имена трех замечательных женщин. Это Жозофина и империатрица. И далее идет мадам де Сталь, обратим внимание на иерархию, империатрица. Второй идет мадам де Сталь по значимости. И третья – Жюльетта Рекамье, красавица Франции. Уже один этот факт говорит о том, какое большое значение во Франции имела эта фигура. Фигура Анне-Луизе Жермен де Сталь. Итак, я два слова скажу о ней. Прежде всего, Анне-Луизе Жермен Некер. Ее папа, у ее папы была фамилия Некер. И она была родом из очень богатой, состоятельной семьи. Достаточно сказать, что ее отец был министром финансов при Людовике в 16-м. И бывали времена, когда он королю давал возможности, влазначимость. Мать Сюзанна Куршут была владелицей литературного салона. И этот салон пользовался в Париже невероятно популярным. Можно сказать, что сама она знала Вольтера, активно с ним общалась. И что касается других легендарных личностей, например, таких как Даламбер, Дидро, Руссо, это были завсегдаты литературы Сюзанна Куршут. Впоследствии, или не впоследствии, а став уже достаточно такой взрослой особой, Анна Луиза Жермена выходит саму со шведского подданного и получает фамилию Десталь-Вольштайн. И с этого момента мы уже начинаем говорить о ней как о мадам Десталь. Надо сказать о том, что это невероятная фигура особого размера во всех отношениях, потому что это был невероятный интеллект, невероятная эрудиция, незаурядные способности. И, конечно, в конечном счете о ней знала вся Европа, это не только Париж. Но что еще отличала мадам Десталь? Она была исключительно смелым, напористым человеком, и она не боялась вступить в диалог, в политический диалог с Бонапартом. И когда, следуя примеру своей матери, она создала салон, тоже литературный салон, он также, как и салон ее мамы, пользовался невероятной популярностью. Туда входили и были форжи, и художники, писатели, поэты, и ученые, самые крупные ученые того времени, и, конечно, иностранные дипломаты, и в том числе родственники Парижа. И как сказал Стендеаль, который тоже был и другом мадам Десталь, и входил в этот литературный салон, он сказал, «В конечном счете, литературный салон Десталь превратился в мощную политическую трибуну». Это был своего рода политический клуб, деятельность которого во многом была направлена против Наполеона. И, собственно говоря, в чем возникла конфликтная ситуация, что не мог принять Наполеон? Наполеон говорил, цитата, научит думать людей, которые раньше никогда не думали или позабыли, как это делается. И, соответственно, дальше он добавляет, женщине лучше заниматься вязанием. Но, разумеется, это отношение Наполеона к женщине. В ответ же, что предпринимало, какие усилия предпринимала Десталь? Десталь активно боролась за спасение людей, потому что множество людей было после Французской революции приговорено к казни. Она использовала свое мощное влияние, делала все для того, чтобы спасти людей от казни. Более того, она написала брошюр в защиту Марии Стюарт. В конечном счете вся активная деятельность Мадам Десталь настолько мешала реализации планов действий Бонапарта, что, в конце концов, она принимает решение об изгнании Мадам Десталь из Парижа. Она покидает в целом из Франции. Она покидает любимую Францию на 10 лет. 10 лет находится в изгнании. Но, тем не менее, вся эта жизнь ее, все эти 10 лет, невероятно насыщены. Она ведет активный образ жизни. Она посещает Англию, Италию, Россию. Она встречается в России с Александром I, причем неоднократно. Побывав в Италии, она пишет замечательный свой роман карьеру, пиццелью ее, все-таки была Германия. Она была восхищена, прежде всего, веймерским культурным центром. И, соответственно, ей очень хотелось познакомиться непосредственно с Гете, с Шилером и с другими выдающимися немецкими умами. Надо сказать, что отзывы о мадам Дисталь, вот о чем я уже сказала, что она была активной, посетила много стран, отзывы о мадам Дисталь были весьма противоречивые. Например, батюшка, поэт батюшка сказал, дурна как черт, умна как ангел. То есть у мадам Дисталь была непривлекательная внешность, но этот человек был невероятной эрудицией, невероятного интеллекта. И она поразила и Пушкина, и Александра I, и лорда Байрона, который с ней встречался. И надо сказать, что Кутузов вел непосредственно с ней переписку. И она принимала участие в переговорах во время нашествия Наполеона на Россию. Она участвовала в переговорах между русскими и французами. Александра Пушкин говорила о ней так, что мадам Дисталь наша, не трогайте ее, потому что у нее очень хорошее было отношение к России и глубокое понимание этноса, культуры русского народа. Таким образом, в конечном счете, как я уже говорила, вся ее надежда возлагалась на Германию. Надо сказать, что Гёте еще в 795 году начал переводить на немецкий язык ее труд опыта литературе. То есть она тоже привлекала его интерес. Однако, прежде чем первоначально с ней встретился Шиллер, и когда Шиллер с ней побеседовал, то он, конечно, был ошеломлен. Ошеломлен от встречи с ней во всех отношениях. И в частности, в письме Гёте, он пишет так о ней. Да, мадам Дисталь предстанет перед вами точно такой, какой вы себе ее представляли. Она все хочет познать, она все хочет увидеть, она все хочет измерить, она везде хочет направить свой факел туда, где темно, и все осветить. Но что меня невероятно огорчает, так это ее необычайный язык. Это, он говорит, для того, чтобы ее воспринимать, необходимо каждую клетку своего организма превратить в сплошное ухо. И только тогда можно следовать мадам Дисталь, успевать за ней, за ее мыслями. Тем не менее, сама мадам Дисталь о немцах отзывается глубоко положительно и выражает свой полный восторг. Итак, в 1850 году появляется ее труд, который так и называется «Германия». Генри Гейне по значимости, по весомости материала сравнивает ее книгу с трактатом Тацита «Германия». Как мы знаем, что этот трактат является единственным древним источником, откуда можно подчеркнуть древнейшую информацию о германских временах и в целом о становлении германского этноса. И на что надо обратить внимание германской концепции мадам Дисталь, которая была изложена в названной мною книге. Прежде всего, это такой всесторонний охват страны. Она дает характерологический портрет Германии, идейно-интеллектуальный, литературный, философский, этический, пространственный и коммуникативный. Во всех ипостасиях подробнейшим образом описывается Германия. И, собственно говоря, мадам Дисталь открывает Германию не только французам, но и всему миру. И что я, конечно, по причине временного лимита не могу осветить все аспекты. Я думаю, что подробнее я об этом скажу в статье. Но в моем докладе остановлюсь на характерологическом аспекте Германии. Прежде всего, что следует отметить. Германия поразила мыслительная сторона Германии. Она называет Германию отечеством мысли. То есть мысль рождается... Далее она называет и сам Веймер, в котором она была, в котором жили и творили Вилан, Гёте, Шиллер и многие другие, афинами Германии. Этот термин был ранее употреблен, но по значимости прибегает и напоминает о том, что Веймер – это не просто Веймер, а это афинами Германии. Ее город Йену называют местом учености. Она поражается тому, в какой степени герцог саксонско-веймерским искусством поддерживает ученых. И поэтому не случайно, что именно Веймер стал этим центром. Бесталь пишет буквально следующее. Смело можно сказать, что нет страны в мире, где просвещение было бы столь всеобщим, как в Саксонии и в Северной Германии. Что удивило в первую очередь мадам Бесталь? Она создает портрет немецкого ученого. Очень любопытно, как ей виделся немецкий ученый в тот момент, когда она приехала, познакомилась, встречалась, общалась с немцами и так далее. Она выделяет несколько главных факторов. Они необычные. Прежде всего, она пишет, немецкие ученые рассеяны по всем регионам своего отечества. Они не концентрируются в столице. Немецкого крупного ученого можно увидеть в любом уголке Германии. Второй момент. Они не видят друг друга и не сообщаются между собой иначе, как через письма. То есть они не предпочитают встречи непосредственно друг с другом, а предпочитают общение только через письма. Третий момент. Это на самом деле так, это длится до сих пор. Третий момент. Каждый немецкий ученый сам себе прокладывает дорогу, выбирает свое поприще и остается этому поприщу верным до конца. И в этом плане можно будет вспомнить притчу Руми о том, который говорил о колодцах. Так, например, речь идет о том, что мастер посылает своих учеников в пустыню и говорит, что сделайте свои наблюдения о пустыне. И то, что вы увидите, вы потом расскажете мне. Они приходят в пустыню и видят, что один человек роет колодцы. И таких колодцев великое множество. И в конечном счете они подходят к нему и говорят, зачем же вы так много роете колодцев? А он говорит, я ищу воду. Ученики возвращаются и говорят мастеру, да, мы видели человека, который изрыл все пустыню и сказал, что ищет воду и рой колодцы. И на что мастер заметил. Если бы он начал рыть только один колодец, единственный, и рыл бы его до конца, он бы давным-давно уже нашел воду. Вот по этому принципу работали немецкие ученые. Если они брались за какое-то конкретное дело, они им оставались верными до конца. и прилагая все усилия к тому, чтобы достичь результата, найти эту благостную воду. Следующий момент, на который обращает внимание мадам Десталь, каждый открывает себе новое поле в неизмеримых краях древностей. Метаферские ученые того времени активно занимались именно изучением древностей. И можно назвать множество примеров. Это и Гердер, и Франц Гопп, и Якоб Гримм, и так далее, и так далее. Причем это не просто был выбор изучения древности. Это были фундаментальные труды. Так, например, как Якоб Гримм со своим братом Вильгельмом создали толковый словарь немецкого языка, который охватывал 16 томов и сегодня является непревзойденным. Какую бы информацию вы не хотели получить, а все самые точные информации, самые подробные, она будет именно в этом словаре. Потому что Гримм поставили перед собой задачу сделать не просто словарь, в котором будет дана семантика, грамматические особенности отражены. А прежде всего, каждое слово – это история слова. Каждое слово – это отдельный словарь. И в конце жизни Гримм, например, говорил о том, что да, слова как снежинки сыплются мне на голову безостановочно. Я хочу полюбоваться каждой и обязательно запечатлеть, запечатлеть ее образ. Вот такое отношение к древностям, отношение к истории слова и так далее. Тут можно говорить о цвете, охватывать две тысячи страниц. Фундаментальный труд начинается описание с альтичных примеров. Одним словом примеров, тому не числа. Далее она наряду с трудолюбием немецким отмечает еще очень важный фактор – уединение. Немцы не любят общество, немцы не любят общаться, они не любят публичные места, предпочитают работать в кабинете, в уединении. И отсюда развито, невероятно развито воображение, глубина мысли, склонность к созерцанию и так далее. И поэтому на этом основании Маганда Сталь делает такой вывод, что немецкая нация – это нация философов, это нация философии. Это мнение потом было широко распространено в Европе. Далее, что ее поражает? Поражает порядок, любовь к порядку. И она приводит в этой связи весьма интересный пример. Она говорит, что в Литибе один человек посадил яблоню, и на яблоне прикрепил записку, что он является хозяином этого дерева. Но яблоня была посажена в самом людном месте, где прогуливались люди. И самое интересное заключается в том, что ни один человек на протяжении десятков лет так и не сорвал ни одного яблока. Достаточно было напоминания, что у этой яблоны есть хозяин. И она говорит, яблоки берегли так, как будто это были золотые яблоки из гисперийского сада. Мы знаем в древнегреческой мифологии гисперийский сад, золотые яблоки, которые охранялись драконом. И одиннадцатый подвиг Геракла как раз заключался в том, чтобы достать эти золотые яблоки. А вот в Лепсике золотыми яблоками стали просто яблоки на обычной яблоне. Отмечать смирение. Дальше время у вас еще пять минут. Хорошо, спасибо большое за напоминание. В связи с этим, как я уже сказала, она, мадам Десталь называет их домашними людьми, немцев. И что самое интересное, какую характеристику добавляет мадам Десталь еще к немецкому портрету, что это люди неземные. Почему они неземные? Что такое? Пропали. Что такое? Пропали. Уважаемые коллеги, пока нету Зинаиды... Да, пока связи нету, я хотела бы добавить пару деталей к портрету Жермену Десталь. Во-первых, она была довольно кокетливой женщиной и заигрывала с Наполеоном, чего он категорически не принимал. И был такой диалог у них вдвоем. Она спросила Наполеона, какую женщину Наполеон любит больше всех или уважает больше всех. Разная версия. И Наполеон ответил ей, ту, что родила больше солдат. Вот это один исторический анекдот. А второй исторический анекдот, то, что действительно Пушкин настолько ценил мнение Жермена Десталь, что он от ее имени выдумал цитату, которую якобы он перевел на русский язык. «Самодержавие в России ограничивается только куда». Вот эти два случая я хотела вам рассказать пока о связи. Спасибо большое. Спасибо. Слышите меня, Лидия Афельдовна? Я слышу, слышу. Можно говорить? Да, конечно. Продолжать можно? Да, продолжать можно. О том, что немцы созерцают, любят созерцать на звездный мир. И примеров тому очень много. Мы знаем, что и Канн говорил. Есть две вещи, которые поражают мое воображение. Звездное небо на головой морали закону две нас. Бомбальд рассуждает в облаках, сравнивает мысль человека с облаком, самого человека сравнивает с облаком. И подчеркиваю тем самым, что человек – это хрупкая, немалютная, изменчивая субстанция. Собственно говоря, вся сущность человека подобна облаку, подобна дымке, которая возникает и тут же исчезает. То есть немцы мыслят в образах надзвездного мира. И, соответственно, на это обратил внимание известный французский писатель Эль Мкаро, который подверг критике во многом германскую концепцию Матемпи Сталь, сказав, что она представляет идеализированную Германию, и в том числе, что немцы – это люди не от мира сего, они идеалисты, они живут понятиями надземного мира, они не смогли найти себе счастья в мире земном и так далее. И на самом деле еще более остро относительно германской концепции Мадемпи Сталь выразился Генрих Гейне, который говорил о том, что Мадемпи Сталь представила некую туманную страну духов, где ходят бесплотные существа, состоящие исключительно из добродетели, гуляющие по бесконечным снежным полям в беседе о древностях и метафизике. Разумеется, мы знаем, что Генрих Гейне был выдающим не только поэтом, но еще выдающимся филитонистом, у него был невероятно острый метафорический язык, и он буквально в двух-трех словах мог сразу создать целый образ книги в том числе. Но, тем не менее, если согласиться с Криво, она только идеализировала и не видела никаких отрицательных черт у немцев, это было бы не совсем верно, потому что Мадемпи Сталь отмечает, например, с одной стороны, французский патриотизм, французскую социабельность, которая способствовала созданию, людей, которые преклонялись перед всем иностранцам. Далее, что она сказала, при всей нравственности и неподкопности немцев, тем не менее, они каждый раз демонстрировали потрясающую угодливость, что оставляло такое тягостное, производило тягостное впечатление. И, наконец, из-за того, что они постоянно, по выражению, достали и талии в облаках, они далеки были и смотрели на все то, что происходит на земле сквозь призму больших расстояний, они не в состоянии были проявлять здравый смысл к вещам и принимать правильные решения. И, в конечном счете, она ссылается на паризм Жанна Поля Риктера, англичане владеют морем, французы суши, а немцы воздухом. То есть, этим она хотела подчеркнуть, что умозрение слишком захватило дух немцев, и что немцам следовало бы дать центр и границы своей замечательной способности мыслить. А к чему же приводила эта способность мыслить? С одной стороны, способность мыслить приводила к тому, что мысль взлетает и теряется, уничтожается в силу СПВБ, и, в конечном счете, запутывается в бесконечном анализе. Это достаточно меткая характеристика, это тоже имело место духом. Пока. Алло. Опять Зина или Евгения пропала? Евгения пропала. Очень плохо слышно, невозможно просто. Слышно теперь, да? Говорите. Слышно, слышно, да? Ага, сейчас получили. Хорошо, хорошо, я сейчас сделаю показ. Опять пропадала, да, опять пропадала, и вот сейчас вот и восстанавливается. Хорошо. И самая такая, главная, неестная характеристика заключалась в том, что мадам Дестальского сказала... Пропадает связь с Воронежем. Пропадает связь, да? Очень жаль. Но я тогда, тогда, может быть, я ограничусь и уже скажу такую заключительную фразу, что в той или иной степени слышно меня, да? Что касается книг... Я понимаю, да? Да, я тогда уже прекращусь. Я понимаю. Просто скажу заключительную фразу. О значимости книги мадам Десталь, тем не менее, сказал Гёте буквально следующее. Книга мадам Десталь была тараном, пробившим широкую брешь в китайской стене из старых предрассудков, возвышавшихся между Францией и нами. Благодаря этой книге пробудился интерес к нам как по ту сторону Рейна, так и по ту сторону Ла-Манша. И вот я от себя еще хотела бы такую вещь сказать. Используя известную метафору, что... Да, можно сказать о том, что во время своих перечисленных встреч с людьми, во время путешествий по многим странам мира, мадам Десталь сеяла добро в виде знаний, идей, мыслей, суждений, которые давали прекрасные всходы. И это желание сделать мир добрее, мудрее и прекраснее, рассказать о нем других, можно сравнить с поступками немецкого гения Гёте, который облагораживал мир человека не только с помощью ума, с помощью духа, но и флористическими средствами. Гуляя по окрестностям Веймара, он разбрасывал везде семена фиалок, которые давали всходы и в конечном счете превратили весь Веймар и его окрестности в фиалковый город. Впоследствии то же самое проделывала Елена Блавацкая, о чем мы хорошо знаем. Она тоже везде носила с собой сумку с травами и цветами, и где бы она ни находилась, она разбрасывала семена. И когда ее спросили о том, зачем же вы это делаете, она сказала, меня не будет, а мир будет прекрасен, мир будет свистеть. И, конечно, мне кажется, что мадам Десталь – это был человек, который видел мир в добром, в красивом, в прекрасном свете. И здесь я хотела бы опять заключить притчей Руми. У Руми есть такая притча. Исходная позиция какая? Мир – это наше отражение. Мы видим мир таким, каким мы сами. Какой наш внутренний мир? Как мы ощущаем сами себя? Если Руми говорил, то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. И, соответственно, что искала мадам Десталь? Согласно притче Руми, если мы проведем такие параллели, притча такая, что ночь стоит сухое дерево. Выходит ребенок, увидел это дерево, и оно ему показалось призраком. Он испугался. Выходит юноша и увидел прекрасную возлюбленную с ее прекрасным станом. Увидел вор и страшно испугался, потому что в дереве увидел погоню. Один и тот же объект, но восприятие совершенно разное. И вот тогда Эль Мари Каро, французский писатель, критикует мадам Десталь о том, что она идеализирует Германию. Она ее не идеализирует. Она просто видит народы, страны в прекрасном лучшем свете. Это ее желание. Это ее мир. Вот такое ее восприятие. Огромное спасибо, коллеги, за внимание. Извините, пожалуйста, что за вот такие технические сложности помешали полностью послушать доклад. Спасибо большое. Спасибо. Нас немножко подвел интернет. Это Воронеж сейчас вот нам немножечко прервал все. Ну, слава Богу, мы закончили. Спасибо большое, Зинаи Евгеньевне. Мы перемещаемся на восток. Выступает Андрей Владимирович Штанов. Он будет говорить об эволюции роли женщины в турецком обществе. Спасибо, Людмила Георгиевна. Меня хорошо слышно? Хорошо слышно, да. Спасибо, уважаемые коллеги. Немножко ближе к аппарату, говорите. Все далеко и очень иногда фонит звук. Хорошо. Уважаемые коллеги. Совсем другое дело, да. Да, уважаемые коллеги, я абсолютно уверен, что тема нашего сегодняшнего семинара, она абсолютно оправдана. По крайней мере, роль женщин в лингвосторноведении МГИМО, она просто неоценима. Вот и состав нашей конференции тому наглядным подтверждением является. Ну уж позвольте мужской голос подать в оценке роли женщины. Я, как всегда, о своей любимой Турции. Тем более, что вчера, как вы знаете, открыто авиасообщение с Турцией. И первые 12 тысяч наших страждущих граждан ринулись изучать на месте роль турецкой женщины в турецком обществе. Но несколько слов все-таки хотел бы, наверное, больше в эмпирическом плане и буду стараться быть максимально кратким, чтобы самую основную суть передать. В принципе, постановка, как таковая постановка вопроса о возможности оценки роли женщины в турецком обществе, она в Турции состоялась только в начале 20 века, когда появились первые ростки движения, получившего название вестернизации. Это реформы, проводимые молодотурками в начале 20 века. Затем с образованием Турецкой республики в 1923 году данную тенденцию, направленную на вестернизацию, продолжил основатель Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Но в этом смысле Турция является по-своему уникальной страной, по многим вопросам уникальной. Но и здесь уникальность заключается в том, что в Турции параллельно реализуются две важные глобальные и взаимоисключающие друг друга стратегии. Это исламизация и вестернизация. И вот все те шарахани, которые наблюдаются в турецком обществе на протяжении, по крайней мере, республиканского периода, все вот эти шарахани, они как раз и связаны с этим перетягиванием каната между двумя этими стратегиями. Но в целом следует отметить, что консерватизм в турецком обществе, он все-таки побеждает. И это обусловлено, во-первых, тем, что Турция не имеет серьезных исторически сложившихся, закрепившихся традиций светского уклада. Потому что, так сказать, светский или относительно светский образ жизни в Турции присутствует с момента образования Турецкой республики. А это еще меньше века. В историческом плане это крайне незначительный период. Поэтому вот такой легкий переход Турции от периода более светского образа жизни к консервативным периодам, так называемым периодам исламизации, в Турции происходит достаточно легко. Именно в связи с тем, что нет вот этих исторических закрепившихся устоев и традиций светского уклада. И, во-вторых, серьезным сдерживающим фактором на пути вестернизации, я не говорю, что это отрицательно, это просто реально сдерживающий фактор, это религия, ислам. И вытекающие из нее архаистичные для внешнего, может быть, восприятия, для нашего восприятия, но не всегда для турецкого общества, традиции турецкого домостроя. И данные ценности, они являются абсолютно востребованными в турецком обществе. Поэтому после периода такой достаточно огульной вестернизации, которую Турция переживала в конце 20 века, в начале 21 века в Турции к власти пришла консервативная, клерикальная, или ее еще называют, исламистская партия справедливости и развития. Во главе с Реджепом Таипом Эрдоганом, нынешним президентом Турции, и в течение практически 20 лет данная политическая сила остается абсолютно незыблемой и востребованной, что, в принципе, говорит о востребованности тех ценностей, которыми оперирует данная политическая сила. А эти как раз ценности, они являются абсолютно консервативными и ориентированными как раз на традиционный турецкий семейный уклад домострой. Роль женщины в турецком обществе я бы хотел вкратце рассмотреть в трех аспектах – юридическом, социально-политическом и концептуально-лингвистическом. Юридический аспект, он в первую очередь связан с узакониванием роли женщины в турецком обществе, а именно в таком основополагающем юридическом документе, как Турецкий гражданский кодекс. Надо отметить, что первый турецкий гражданский кодекс с момента образования Турецкой республики был принят в 1926 году. Интересно, что именно этот гражданский кодекс 1926 года в Турции просуществовал до 2002 года. Надо понимать, что сам по себе этот закон, он был изначально мыслился как такой переходный закон от устоев Османской империи к республиканским устоям. Хотя в Турции дважды в 1971 и 1984 годах была предпринята попытка принятия нового гражданского кодекса, но турецкое общество, я так полагаю, в первую очередь мужская половина этого общества, были принципиально не готовы к тому, чтобы признать за турецкими женщинами какой-то более широкий спектр прав и свобод. И данные попытки, они не имели успеха. И вот новый турецкий кодекс был принят в 2002 году. И это не есть заслуга Р.Д.П. Эрдогана, потому что он в 2002 году только его партии пришли к власти, а к тому времени уже кодекс был принят. На самом деле парламент за него проголосовал в конце 2001 года. Какие же интересные новшества имели место в этом кодексе? Когда я буду говорить о каких-то равных правах в каких-то вопросах, следует полагать, что это означает, что до этого у женщин по этим вопросам прав не было никаких. А что это за права? Супруги имеют равные права в выборе жилища. Принцип «мужчина – глава семьи» отменен, потому что в предыдущем гражданском кодексе это было законно прописано, что мужчина есть глава семьи. Введена равная финансовая ответственность между супругами, а также равные права на детей. В предыдущем гражданском кодексе в случае развода женщина не имела юридических прав на детей. Вопрос измены. Ранее лишь измена со стороны жены считалась основанием для расторжения брака. По нынешнему гражданскому кодексу по решению судьи даже может быть изменена как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Измена принимается как основание для расторжения брака, а также основание для сокращения доли имущества при его разделе или в полном отказе в доле имущества. Если при заключении брака не был составлен и подписан брачный контракт, то автоматически включается принцип совместно нажитого имущества, а раздел имущества определяется ныне решением судьи на равных правах. Женщины и мужчины уравнены в правах на детей. Брачный возраст установлен одинаково для мужчин и для женщин 18 лет. В исключительных случаях по решению судьи 17 лет. Раньше возраст для женщин составлял 14 лет. Женщина приобрела возможность при разводе возвращать себе девичью фамилию. Ну и что немаловажно, теперь оба супруга свободны в выборе профессии или рода деятельности. До этого времени женщина такого права не имела. То есть она должна была, ну по крайней мере по Турецкому гражданскому кодексу, заручаться согласием своего супруга на выбор профессии или рода деятельности. Не могу сказать, что принятие нового гражданского кодекса сразу же в одночасье все в турецком обществе поменяло. Но в принципе были заложены определенные юридические основы для того, чтобы, ну по крайней мере, женщины чувствовали определенную защищенность в обществе. Хотя по сей день в турецкой Фемиде очень много случаев, когда большая часть судей это мужчины, когда даже при наличии определенных канонов в новой редакции Турецкого гражданского кодекса решение принимается в пользу мужчин. Социально-политический аспект буквально вкратце. Здесь есть тоже интересные факты. Так, например, именно в год образования Турецкой республики в 1923 году женщины, активная часть, феминистическая группа женщин, подала запрос на создание первой политической партии турецких женщин. Но в данном запросе было благополучно им отказано. Но женщины создали общество под названием «Союз турецких женщин», которые, в принципе, они имитировали деятельность политической партии. И уже в 1930 году женщины получили право избирать и избираться в муниципальные органы власти. Людмила Георгиевна может меня поправит, но, насколько я посмотрел, во Франции женщины такого права добились только в 1945 году. Совершенно верно. Но, опять-таки, наличие года, 1930 год, это еще вовсе не означает, что все женщины ринулись, так сказать, избираться в муниципальные органы власти. Хотя именно в 1930 году первые несколько женщин были выбраны в городские советы из мира и Стамбула. И была в этом же году первая женщина, мэр, избрана в районном центре местечка провинции Артвин на северо-востоке Турции, в достаточно консервативной провинции. А вот уже в 1919 году в выборах местные органы власти из 1400 мэров городов 43 мэра уже, так сказать, были избраны женщины. В Европе по статистике средний процент мэров женщин составляет 15, хотя, допустим, во Франции это порядка 40 процентов. В Турции данный процент составляет всего-навсего 3,2 процента, хотя в 2009 году этот процент составлял всего 0,9 процента. Определенный рост есть, но, как вы видите, он абсолютно незначительный. Турция являлась инициатором Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Более того, эта конвенция имеет название Стамбульская конвенция. Она была подписана в 2011 году, но при этом Турция, кстати, Россия в эту конвенцию не подписала и не вошла, потому что, в принципе, считается, что данная конвенция на самом деле является ширмой для официальной легализации гомосексуализма. Но и Турция явилась страной, которая как инициировала данную конвенцию, так и 20 марта текущего года вышла из этой конвенции. Говоря о социальном аспекте роли женщины в турецком обществе, наглядным является в данном случае такая группа женщин, как супруги турецких военных. Это традиционно всегда считалось наиболее эмансипированной частью турецких женщин. И был такой интересный случай, когда мне в силу определенных причин долгое время довелось работать с турецкими военными делегациями в качестве переводчика. И как-то встречая здесь в военном аэропорту Чкаловском турецкую делегацию, я как переводчик вместе с таможниками поднимался на борт, мне таможники приглашают, говорят, слушай, посмотри, пожалуйста, если ты найдешь 10 различий, мы, конечно же, пропустим эту пару. И, так сказать, в паспорте, в загранпаспорте фотография молодой девушки, ну, абсолютно такого крестьянского склада во всей, так сказать, мусульманской амуниции, так сказать, в платках, замотанной. Перед нами сидит молодая, так сказать, девушка с прекрасным макияжем, с прекрасной прической. Вот. И, честно говоря, вот какие-то даже различия найти было. Два абсолютно разных человека. И вот это все произошло. Я потом с этими ребятами близко познакомился. И мы, так сказать, долго смеялись по поводу этого случая, что их чуть-чуть за малым мне не пустили в Россию. Говорю, ладно, пускайте под нашу ответственность. Оказалось, что вот такое кардинальное отличие произошло всего за три месяца. Вот. Они только три месяца как поженились. Вот. И паспорт, загранпаспорт эта девушка делала еще до свадьбы. Вот через три месяца после свадьбы мы перед собой имели совершенно другую картину. Вот такая резкая, так сказать, резкая. Но это, на самом деле, очень такие внешние признаки эмансипации, потому что, на самом деле, принцип, когда мужчина, говорят, женщины молчат, он сохраняется. Принцип мужской, ну-ка, сбегай, принеси, он абсолютно сохраняется. И мне всегда было как-то немножко неловко, но я своим цепким взглядом всегда пытался уяснить. Думаю, ну как, получит в итоге он сковородкой по голове или нет. Нет, абсолютно нормально, как само собой разумеющееся. Ну-ка, сбегай, принеси. Вот эта эмансипированная девушка подскакивает и бежит в номер, чтобы ему, так сказать, чего-то принести. Там он забыл телефон или еще что-то. Поэтому вот в турецком, у турецких высшего генеральского состава у них есть, как говорится, свои генеральские клубы. И вот они мне тоже расскажут, что мы в этих клубах встречаемся с семьями, но дабы дать возможность нашим дамам спокойно общаться, мы общаемся за разными столами. Потому что, если мы будем сидеть за одним столом, они будут вынуждены молчать, чтобы они все-таки общались, женщины сидят. Эти эмансипированы женщины с сигаретой, с бокалом вина. Вот они сидят за отдельным столом, чтобы иметь возможность общаться. Мужчины общаются отдельно. Наглядный здесь тоже пример кардинального изменения. Я видел собственными глазами в лице своей выпускницы, которая съездила на практику в Турцию. И результатом этой практики было знакомство с очень таким европейского склада турецким журналистом, так как девочка она не из Москвы, из Челябинска была. Поэтому первое, с кем она своего будущего избранника познакомила, это со мной, приведя его на занятия. Но я ему, конечно, на пустые Джунейту дал. И буквально через пять лет они еще раз приехали к нам на наш языковой вечер традиционный. И мы в переписке с Надей были. Но на самом деле я через пять лет увидел уже совершенно другую перед собой, так сказать, женщину, молодую женщину, исключительно изменившуюся по канонам турецкого домостроя. Пока мы с Джунейтом разговаривали, это хохотушка-щебетушка Надя. Она стояла, молчала, опустив глаза вниз. Я говорю, Джунейт, что ты сделал с нашей Надей? Он говорит, да нет, это не совсем я, а еще, так сказать, она живет вместе с его родителями. Поэтому здесь все такие строжайшие каноны турецкого домостроя были включены. И человек действительно кардинальным образом внешне изменился. Турки стараются не упоминать об этом, но вопрос многоженства в Турции тоже сохраняется. И это, так сказать, мы называем это проблемой, но для них это реалия. Она существует, особенно на востоке, на юго-востоке Турции. Данные проблемы есть, вернее, данные явления есть. И интересно, в лингвистическом плане, честно говоря, этимологически я не смог до конца раскопать, но вот женщины, жены-многоженцы по отношению друг к другу имеют социальный статус, который именуется словом кума. Вот кумушка-кума. Это слова турецкого лингвистического общества подтверждают, что слово кума – это славянизм. Но почему вот этот славянизм попал именно в такой плоскости, в турецкий язык, честно говоря, остается загадкой моей попытки у, так сказать, коллег-турок это как-то выяснить. Результатов не дали, нет четких сведений этимологических о происхождении данного слова. Ну и буквально несколько сюжетов по концептуально-лингвистическому аспекту роли женщины в турецком обществе. Мы с Людмилой Георгиевной, когда накануне конференции общались, как раз на эту тему и говорили, что если уже что-то попало и закрепилось в языке, это уже фактически приговор. Значит, данное явление имеет большую актуальность, закономерность и значимость в данном обществе. Естественно, в первую очередь легко данные сюжеты проследить на примере пареми в турецком языке. Здесь надо единственное сразу же разделить концепт женщина именно в гендерном плане, женщина, жена, дочь и концепт женщина как мать, потому что это два абсолютно разных концепта. Я, так сказать, приведу примеры, которые характеризуют социально-ролевые оценочные компоненты именно концепта женщина, жена, дочь именно в гендерном плане. И надо отметить, что абсолютное большинство составляющих данного концепта в турецкой паремии имеет отрицательную коннотацию. Какие же здесь выделены вот эти группы? Это низкий социальный статус. Я буду сразу же в дословном переводе. От наложницы женщины не может быть, так же, как не получить дров от пусторозы. Запятнанное лицо женщины – это хна на руке мужчины. То есть мужчина имеет свойство хвастаться незаконными отношениями с женщиной, в то время как для нее это элемент бесчестия. Хитрость – плутовство. Плутовство женщины победило мужчину. Болтливость. Есть такое выражение – баня полная женщины. Это место, где все болтают и очень шумно. Склочность. Мед происходит от пчелы, причем пчела ассоциируется с мужчиной, а ссора и ругань от женщины. Презрительное отношение к работе, которую выполняет женщина. Работа, которую выполняет женщина, похожа на то, как курица в земле роется. Беда – несчастье. Не выходи в путь женщины, обязательно на тебя свалится беда. Одна женщина – это прекрасно, две – это уже беда. В доме, где правит женщина, счастья не бывает. Необходимость в управлении женщиной. Женщина без мужчины, что лошадь без поводьев. Склонность к гульбе. Если кто-то сказал, что на небеса гуляет свадьбу, женщина примется строить туда лестницу. Большая проблемность. Тот, кто рожает девочку, быстро стареет. Если у тебя есть дочь, то у тебя есть проблемы. Тот, кто не бьет свою дочь, бьет себя по коленям. То есть потом будет раскаиваться. Огорчение раскаяния. Тот, кто рожает сына, пусть хвастается. Тот, кто рожает дочь, пусть сокрушается. Материальная несостоятельность. Имущество женщины – это защелка от калитки. Имущество женщины, что подкова осла. Пусть даже подсвечник женщины золотой, свечку все равно ставит мужчина. Порочность красоты. Некрасивая женщина дом держит в порядке, а красивая жена шарахается по свадьбам. Транжирство, ненасытность. Если в кисе для денег проникла женская рука, изобилие уходит. Корабль можно оснастить, девушку оснастить нельзя. Отсутствие ума. Волосы длинные, ум короткий. Коварство. Злодеяние женщины равно злодейству шайтана. Женщина – это шайтан для мужчины. Обязанность трудиться обслуживать мужа. Нет толку от проса, посеянного по прошествии августа, равно как и нет толку от жены, просыпающейся после мужа. Обязанность рожать детей. Бездетная женщина, сродни дереву, не дающему плоды. Даже старая циновка лучше, чем женщина, не имеющая сына или дочь. Недоверие к женщине. Не ищи верности у женщины, равно как и радости у должника. Женщина-вдова, дьявольская женщина, обманет, заберет себе холостяка. Экономность, бережливость. Мужчина должен уметь принести, а женщина – сэкономить. Мужчина – это бурный поток, а женщина – озеро. Андрей Леонидович. И буквально в завершение могу сказать, что, на мой взгляд, серьезной динамики в изменении роли женщины в турецком обществе в обозримой перспективе не ожидается, хотя это во многом связано в том числе и с политической конъюнктурой в Турции. И уход на второй план нынешней консервативных партий может привести опять к усилению тенденции вестернизации. Между тем, сильные позиции ислама и традиционная консервативность турецкого общества, тяжелое восприятие иных ценностей в системе «свой-чужой» говорят о том, что нынешние ситуации будут сохраняться и впредь. И здесь надо отметить еще один важный фактор, оказывающий объективное влияние на место и роль женщины в турецком обществе – это смешанные браки между турками и женщинами славянского происхождения. По неофициальной статистике, в Турции сегодня проживает в браке с турецкими гражданами порядка полумиллиона русских женщин. Но это уже совершенно иная тема. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы заканчиваем на этом наше первое заседание. Мы отдыхаем до 12-15 и затем будем продолжать. У нас очень насыщенная программа. Так, мы продолжаем. Каждая из наших секций заняла свое географическое полагающееся ей место. И мы уже работаем в традиционном режиме. У нас сейчас мы должны заслушать выступление о роли женщины в дипломатии, в дипломатической жизни. Богатенкова Анастасия Федоровна. Здесь? Богатенкова. Ася, микрофон. Да, 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 включила. Я здесь. Добрый день, коллеги. Богатенкова Анастасия Федоровна. Так, говорите близко, наклоняясь к аппарату. И вы нам рассказываете о трансформации роли женщин в дипломатической эмунире. И у вас 15 минут точно. Да, хорошо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Если с подключением все в порядке, меня слышно, то я приступлю к докладу. Итак, трансформация роли женщины в дипломатической жизни. Тема выбрана неспроста. Сегодня дискуссия о включенности женщин в решение внешнеполитических вопросов набирает обороты. И я бы хотела остановиться на сфере дипломатии. Вы тут мнение, что дипломатия — это искусство подвластно исключительно мужчинам, ибо требует жесткости, умеренной доли цинизма и идеализма, сочетания выносливости и беспристрастности. Женщинам же до недавнего времени отводились второстепенные позиции во внешнеполитическом ведомстве, если вообще отводились. И принято считать, что дипломатическая служба, в особенности, если речь идет о высоких постах, не женское занятие. Поскольку в некоторых странах представляет реальную угрозу жизни, где-то женщин не воспринимают как полноценных коллег и не считают правильным вести переговоры со слабым полом. Однако так и это в действительности. Я сейчас не могу говорить. Современная международная практика свидетельствует об обратном. Так, например, посольства Италии, США, некоторых скандинавских стран на Ближнем Востоке возглавлялись именно женщинами, что, в общем-то, свидетельствует об обратной тенденции. Если обратиться к истории, то Россия стала пионером в предоставлении права голоса женщинам. В 1906 году в Великом княжестве финляндском слабый пол был допущен в парламент. Двумя годами позже, в 1908 году, в России состоялся первый женский съезд. В 1917 году произошла Октябрьская революция, в результате которой был пересмотрен подход к гендерным ролям, что значительно ускорило процесс эмансипации как в России, так и в остальном мире. И, наконец, в 1918 году в Конституции РСФСР было закреплено равенство полов. И одной из первых женщин, допущенных к работе на дипломатическом поприще, стала Александра Калантай. Ее карьера развивалась стремительно и крайне успешно. Свой путь она начала в 1922 году возглавив дипломатическое представительство в Норвегии. Позже, в 1926 году, ее направили в должности полномочного председателя СССР в Мексику. И еще через четыре года, в 1930 году, Александра Калантай возглавила посольство в Швеции, поработав в этой стране 15 лет. И одним из высших признаний работы Александра Михайловны стало выдвижение норвежским парламентом при поддержке женских организаций Швеции ее кандидатуры на получение Нобелевской премии мира. К сожалению, премию Александре Калантай не вручили, но, на мой взгляд, важен сам факт признания ее работы. Однако пример Калантай стал скорее исключением из общего правила, поскольку последующий период стал робким затишьем с редкими вкраплениями, если можно так сказать, женского присутствия. Так, Зоя Миронова, чрезвычайный полномочный посол, с 1966 по 1983 годы занимала должность постоянного представителя СССР при отделении ООН в Женеве и Нью-Йорке. Валерия Калмык в рамке чрезвычайного полномочного посланника первого класса служила послом в Коста-Рике. В должности посла, прошу прощения, в Швейцарии с 1987 года по 1992 работала Зоя Новожилова. С 1991 по 1994 годы Валентина Матвиенко в рамке чрезвычайного полномочного посла, была послом Российской Федерации в Республике Мальта. С 2004 по 2011 годы послом России на Маврикии стала Ольга Иванова. И с 2010 года по 2015 Людмила Воробьева занимала пост посла России в Малайзии. Важно, тем не менее, подчеркнуть, что в большинстве перечисленных случаев речь идет скорее не о карьерных дипломатах, то есть получивших соответствующее образование и проделавших путь от самых низких дипломатических должностей до вершин карьерной лестницы, а о политических назначенцах. И одной из основных причин подобного неравенства можно назвать доступ к профессиональному образованию. Когда в 1944 году был образован МГИМО, МКИД СССР, первыми студентами стали исключительно молодые люди. Несколько позже на учебу стали принимать и девушек, однако они были в абсолютном меньшинстве, и логично предположить, что до работы в МИД допускались лишь редкие исключения. Обращаясь к зарубежному опыту, можно отметить, что и там условия для работы женщин на дипломатическом поприще не всегда были благоприятными. Сегодня ходят споры о том, кого считать первой женщиной-дипломатом в Европе, с какого периода вообще можно вести отчет. В МИД Великобритании хранится документ, который свидетельствует о том, что первая женщина-дипломат была испанкой. В 1507 году Фердинанд Арагонский отправил свою овдовевшую дочь Катерину в качестве посла в Англию для переговоров с Генрихом VII в отсрочке свадьбы. Если обращаться к более современной истории, то некоторые исследователи утверждают, что первой женщиной-дипломатом стала в 1920 году Диана Абгар, заняв должность посла Армении в Японию. Во Франции женщины получили возможность работать в системе Министерства иностранных дел с 1928 года. Однако лишь в 1962 году, то есть через 40 лет после Александры Калантай, представительница слабого пола сумела стать послом. В Швейцарии внешнеполитическое ведомство открыло свои двери для прекрасной половины человечества в 1956 году. Тогда же был введен экзамен, который, собственно, и уравнял женщин и мужчин возможности претендовать на работу в МИД в Швейцарии. До этого кадровые вопросы в ведомстве решались по принципу старых приятелей, так называемой Old Boys Network, иначе говоря, посредством Кумаста. И до 1972 года женщинам-дипломатам запрещалось выходить замуж, создавать семью, поскольку это могло отрицательно сказаться на профессиональной карьере. И в одном из интервью Франческо Пуметто, первая женщина-посол в Швейцарии, вспоминала, «Когда меня в 1977 году назначили на должность посла, то окружающие относились ко мне как к объекту. И это, признаться, шокировало меня, потому что к мужчинам на дипслужбе относились тогда совсем по-другому». Надо, тем не менее, отметить, что Франческо Пуметто оставалась на своем посту целых 10 лет. В Италии с 1919 года действовал так называемый закон НИТИ, запрещавший женщинам занимать государственные должности, в том числе и дипломатические. Но в 1960 году решением Конституционного суда закон был отменен, и уже в 1963 году вступил в силу новый закон, позволивший женщинам занимать дипломатические должности. В первое время речь шла только о консульской работе, и лишь в 1985 году женщине впервые удалось занять должность посла. Возвращаясь к сегодняшнему дню, нужно отметить, что кадровая ситуация в дипведомствах разных стран, в том числе и в России, к счастью, стала меняться. Еще в 2002 году во время выступления на расширенном совещании в Министерстве иностранных дел с участием глав дипломатических миссий за рубежом Владимир Владимирович Путин отмечал, что по-прежнему в подборе дипломатических кадров незаслуженно слабое внимание уделяется женщинам. Между тем, сама современная действительность успела вырастить в России немалое число квалифицированных женщин и госслужащих, и надо понимать, что отсутствие так называемого слабого пола в российской дипломатии может стать слабым местом в нашей внешней политической службе. Если обратиться к статистике, то можно заметить, хотя и слабый, но все-таки рост присутствия женщин в зарубежных дипломатических миссиях России. Так, по данным за 2010 год доля женщин-дипломатов составила 10,8%, в 2017 году 16%, а в 2019 году цифра выросла уже до 40,5%. Но необходимо при этом учитывать, что количество женщин, поступающих на госслужбу, и количество женщин, остающихся работать в системе, может отличаться. И причины могут быть разного рода барьеры, о которых в рамках вот этого исследования рассказали действующие сотрудники МИД разного уровня, пожелавшие, тем не менее, быть неназванными. Так, например, молодые сотрудницы центрального аппарата МИД и российских загранучреждений отмечают, что еще во время учебы в отделе по работе со студентами и в департаменте кадров не всегда были заинтересованы в помощи девушкам при устройстве на преддипломную практику в МИД. И никоим образом не поощряли их желание начать карьеру в департаменте. Ну, на то есть определенные причины. В частности, девушек, которые оказывались на практике, начальство часто не воспринимало всерьез. Отмечались случаи грубого, оскорбительного отношения со стороны коллег мужчин, а также объективация. К сожалению, хотя и не систематично, сегодня происходит и такое. Однако следует подчеркнуть, что это все-таки не общая практика, а скорее какое-то печальное ей исключение. Что касается более объективных препятствий к продвижению женщины на дипломатической службе, следует отметить необходимость выезда в длительной загранкомандировки, что является неотъемлемой частью службы. И некоторые девушки отмечали, что переезд в другую страну на длительный срок сопровождается бытовыми неудобствами, стрессом, испытываемыми при разлуке с близкими и друзьями, переменой привычного образа жизни и, безусловно, ненормированным графиком работы. Ситуация усугубляется еще и сложностями в построении семейной жизни. Далеко не каждый мужчина, в особенности, особенно в обществе с преобладающими патриархальными ценностями, готов отказаться от роли главы семьи, встать на второе место и пожертвовать своей карьерой ради профессиональных успехов жены. Более того, сложно представляется рождение детей в период загранкомандировки. А в случае, если в семье оба супруга дипломаты, то ситуация становится еще сложнее и неоднозначнее. Часто складывается так, что кто-то должен все-таки отказаться от дипломатической карьеры. И, как это не прискорбно, именно женщины жертвуют своим профессиональным успехом ради сохранения семьи. Теперь давайте посмотрим на статистику поступающих МГИМО. В качестве примера я взяла факультет международных отношений, отделение регионоведения. И здесь можно сделать вывод о том, что количество девушек все-таки растет. Так, по итогам приемной кампании 2017 года, общее число девушек, поступивших на факультет международных отношений, составило 49%. В 2018 году 50%, а в 2019 уже 55%. Это, безусловно, позитивная тенденция. Тем не менее, надо понимать, что получение качественного образования – это лишь одна из первоначальных ступеней на пути к работе во внешнеполитическом ведомстве. И при этом, как мы понимаем, как мы помним, на дипломатических должностях по состоянию на 2019 год, женщин работало меньше половины. То есть число сокращается. На руководящих же должностях МИД женщин можно вообще пересчитать по пальцам. Так, из 40 департаментов на сегодняшний день только два возглавляются женщинами. Это историко-документальный департамент, которым заведует Надежда Михайловна Баринова. А во главе департамента информации и печати стоит Мария Владимировна Захаровна, который в 2020 году был присвоен высший дипломатический ран чрезвычайного и полномочного посла. То есть мы можем наблюдать, что при поступлении в университет больше половины девушки. В МИДе работает уже около 40%, а на руководящих должностях оказывается меньше 5%. Таким образом, упомянутые барьеры в действительности существуют. То есть можно констатировать наличие некого стеклянного потолка. Но все же женщины играют все более заметную роль в российской дипломатии. Так, например, дипломатический состав генерального консульства в Генуе сегодня полностью составляет так называемый слабый пол. Это генеральный консул, вице-консул и атташе. Посольством Болгарии управляет женщина. И даже в тех странах, которые традиционно считались опасными и нежелательными, сегодня работают женщины. Среди них Демократическая республика Конго, Мавритания, Ангола, Зимбабве, Республика Чад, Колумбия, Гватемала и многие другие. За рубежом наблюдается та же тенденция. Так, в МИД Франции работает порядка 28% женщин. И среди французских дипломатов в 2015 году числилось 48 женщин-послов. Что было рекордом, как отмечал британский журнал The Economist, и многие из них представляли страну в наиболее престижных точках, таких как Лондон и Рим, равно как и в стратегических точках Украина, Патистан и так далее. В Италии цифра немного ниже, это 23%. Из 1108 сотрудников Фернезина, так называется внешнеполитическое ведомство Италии, 232 женщины. Из 138 послов 18 представительницы так называемого слабого пола. Ярким примером можно назвать Федерико Маггерини. В 2014 году министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, а с 2014 по 2019 годы высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, то есть глава дипведомства ЕС. В Нидерландах статистика показывает, что уже порядка 30% послов за рубежом, послов за рубежом, прошу прощения, женщины, и схожие показатели в Исландии. Таким образом, при меньшем количестве женщин на дипслужбе, чем в России, их присутствие на руководящих должностях куда более ощутимо, что может быть связано, возможно, с иными подходами к построению семьи. Вообще вопрос гендерного неравенства в дипломатических ведомствах в зарубежных странах решался по-разному. 21 век был ознаменован внедрением системы КВОД с целью изменения доли участия женщин в политической жизни почти половины стран-участниц ООН. Так, например, согласно законодательству Франции, вне зависимости от государственной структуры должно сохраняться гендерное равенство. В Канале число женщин, принимаемых ежегодно на дипслужбу, благодаря котам, составляет порядка 50%. На сегодняшний день, помимо введения таких норм регулирования, как гендерные КВОД, во многих странах существуют инициативы различного уровня. Так, например, в Италии, начиная с 90-х годов, развивается так называемая феминистская дипломатия, подход, направленный на гарантию равного доступа женщин и мужчин к сфере внешней политики. И прежде всего речь идет об обеспечении доступности к образовательным ресурсам среди девочек. К проведению этой дипломатии в 2014 году присоединилась Швеция, с 17-го года Канады, с 18-го года Франция. И как следует из доклада о феминистской дипломатии, проведение этой дипломатии требует принятия комплексного подхода к гендерному равенству, который применялся бы ко всем областям внешней политики, дипломатии в строгом смысле слова, и в других областях. Тем не менее, несмотря на проделанную работу, отмечается, что паритет на руководящих постах в дипломатических ведомствах и министерствах все еще не достигнут. Возможно, этот факт объясняется тем, что пока не во всех из вышеназванных стран существуют просто специалисты, которые бы занимались исключительно урегулированием вопросов, связанных с новой инициативой. В Швейцарии тем временем была создана Ассоциация женщин-дипломатов. В России за укрепление роли женщин в политике взялась бывшая посол на Мальте Валентина Ивановна Тургенко в 2015 году Советом Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеи и государств. Участниц СНГ был создан Евразийский женский форум. Мероприятие проводится раз в три года, и основной его целью является обсуждение новой роли и возможности женщин в условиях вызова в 2021 веке. Если обратиться к изучению трансформации роли женщин-дипломатов на международном уровне, то нельзя обойти вниманием резолюцию Совета безопасности ООН 1325, которая была принята в 2000 году и стала своего рода отправной точкой в решении проблемы включенности активного участия женщин во внешней политике. Я не могу ждать. Буквально пару минут. С 30 июня по 2 июля 2021 года в Париже пройдет форум поколения радостного с участием глав государств и правительств. И инициатором данного форума стал орган ООН под названием ООН-женщины. И подводя краткий итог к вышесказанному, все, я завершаю, одна минута, следует отметить, что на сегодняшний день все еще существует ряд препятствий на пути женщин к дипломатической карьере, о которых уже говорилось ранее. Процесс интеграции женщин во внешнеполитическую деятельность в России и Европе происходит, как представляется, по-разному. В России это движение скорее снизу вверх, когда женщины оптимно поступают на дипслужбу и постепенно разбивают так называемый стеклянный потолок. На Западе же это движение происходит сверху вниз путем ведения квоты каких-то целенаправленных политик. Сегодня с уверенностью можно сказать, что все-таки женщин во внешнеполитической деятельности государств безусловно становится больше. Можно предположить, что положительные перемены в данном вопросе стали возможны вследствие размывания гендерных ролей в семье. Можно обнаружить зависимость этого процесса и характер его протекания от распределения гендерных ролей. В России общество более патриархально, тогда как в западных странах границы между мужчинами и женщинами размываются. Безусловно, вытеснение мужчин с ведущих позиций на данный момент речи не идет. Однако уже можно говорить о появлении здоровой конкуренции, о равенстве в конкурентной борьбе за места в дипломатических ведомствах разных стран, включая Россию. Все, благодарю за внимание. Прошу прощения, что немножко задала. Спасибо. Спасибо большое. Мы в, так сказать, нескольком ускоренном режиме работаем. Вот. И мы переходим. Значит, Татьяна Анатольевна Чеснокова. Да, я здесь. Людмила Георгиевна, здравствуйте. Я успела. Спасибо большое. Я успела. Вы не опаздываете. Вы продолжаете тему. Да. Вы рассказываете о мужском и женском языке. И мотивируя своим любимым шведским языком. Да. Спасибо большое. Но должна сказать, что вот для вашей секции роль женщины, я все-таки выбрала языковой аспект. И, как выясняется, действительно, стратегии речевого общения в том, что касается мужчин и женщин, все-таки различны. Современная шведская социолингвистика представлена целым рядом исследований, посвященных гендерным различиям мужской и женской речи. Особенностям репрезентации мужчин и женщин в речевой, преимущественно публичной устной коммуникации. И эти работы, конечно, имеют важное значение для понимания процессов, происходящих в языке и его функционировании в обществе. Гендер или социально детерминированные представления о специфической роли мужского и женского как соотношение определенных социальных статусов выступает одним из основных измерений структуры общества наряду с возрастными характеристиками, классовой и этнической принадлежностью. Гендерные представления и стереотипы влияют на словоупотребление, синтаксический строй и стиль в ходе речевой коммуникации. Но сразу должна сказать, что в своем докладе я оставляю в стороне вопросы истории феминистской критики языка. Существует много работ в этой сфере. Оставляю в стороне также проявление дискриминации образа женщины в языковой картине мира и ограничиваюсь рассмотрением особенностей речевого поведения мужчин и женщин на материале шведского языка, выделенных и описанных шведскими социолингвистами. Разумеется, не следует делать слишком широких обобщений в вопросе о мужских и женских моделях речевой коммуникации. Правильнее было бы говорить о существующих в этой сфере тенденциях, которые более или менее явно выражены в использовании различных коммуникативных стилей и стратегии общения. Эти тенденции также могут оказывать влияние на успешность коммуникативного процесса наряду с влиянием социокультурной, профессиональной принадлежности участников коммуникации, их возраста и прочее. Обычно в языке выделяется четыре аспекта личностной идентичности. Это диалект, как проявление происхождения общей территории, социолект, как принадлежность к определенной социальной группе, хронолект, который отражает возрастные особенности, принадлежность к конкретной демографической группе, ну мы знаем молодежный жаргон, допустим, да и прочее. И вот гендерлект, особенности гендерные. Гендерлектом принято называть особенности языка мужчин и женщин в пределах одного национального языка. И крупнейшим шведским социолингвистом Яном Эйнарсоном был введен в шведский научный обиход понятие сексалект, что примерно соответствует русскому термину гендерлект, то есть наличие особенностей в речевом поведении мужчин и женщин, выбор лексики, темы для обсуждения, стиль, коммуникация и прочее. Ян Эйнарсон почти полвека занимался скандинавскими языками, не только шведским, в аспекте социолингвистики, разговорной речи, гендерных и классовых различий, то есть связью между языком и условиями его бытования в обществе, социальными вариациями. Среди его научных работ в этой области такие книги, как «Выступление», как «Речевая ситуация», «Устный и письменный шведский», «Доброе утро, мальчики и девочки». В дальнейшем он занимался изучением устной речи, гендерных различий в использовании языковых средств, и вот классическим учебником его стала монография по социолингвистике 2004 года, которая была переиздана в 2009 году. Ян Эйнарсон отметил еще вот в своей книге, посвященной школьникам «Доброе утро, мальчики и девочки», что существует асимметрия в построении беседы в классе между девочками и мальчиками, или так называемое правило двух третей, согласно которому девочки занимают одну треть, а мальчики две трети от речевой коммуникации. Вот настолько активны шведские школьники. Вместе с тем было показано, что мальчики пытаются использовать язык в качестве инструмента для доминирования, тогда как девочки скорее выступают так называемыми добрыми помощниками в ходе беседы. И его наблюдения затем были подтверждены результатами исследований и других представителей шведской социолингвистики, но при этом используются такие методы и приемы, как фиксирование и анализ речевых актов, моделирование речевой деятельности, опрос, анкетирование, интервьюирование, социологический эксперимент и обработка их результатов. То есть весь арсенал, собственно, социологии и социолингвистики. Некоторые социолингвисты выражают мнение, что гендерные различия в языке возникли и продолжают сохраняться в большей или меньшей степени, по причине высокого социального статуса мужчин в обществе. Вследствие этого, я цитирую, мужчины и женщины проявляют себя в речевой коммуникации различными способами, каждый из которых не лучше и не хуже другого. Так, темы для обсуждения в группе и стиль беседы мужчин и женщин были изучены Чешти Нуденстам. Она проанализировала особенности беседы в 18 группах. Шесть групп, состоявших из мужчин, шесть групп из женщин и еще шесть смешанных групп. И она отметила, что женщины чаще проявляют заинтересованность в словах собеседника. Мужчины же ограничиваются более короткими репликами. Здесь я привожу примеры на шведском языке. Кроме того, мужчины в своей речи прибегают к более длинным предложениям и при этом редко комментируют собственные слова, в отличие от женщин. Женщины же, напротив, часто вставляют в свою речь вопросы, проверяя реакцию собеседника, не так ли, не правда ли. То есть Нуденстам делает вывод, что женщины более настроены на контакт с собеседником, чем мужчины, и проявляют большую солидарность и поддержку собеседника в диалоге. Ее выводы подтверждаются также социологом и лингвистом Карин Миллес, которая изучала особенности ведения диалога между мужчинами и женщинами в деловой обстановке. Она также приходит к этому выводу. Женщины, в большей степени, чем мужчины, склонны поддержать своего собеседника, помочь ему в ходе беседы, задают наводящие вопросы, активнее проявляют интерес к предмету обсуждения. Шведские исследователи неоднократно подчеркивали, что имеются существенные различия между мужской и женской устной речью в выступлениях, беседах, деловых встречах, переговорах, то есть в публичной сфере. Типичным для мужского языка является частое употребление слов из официального стиля, которое служит выражением уверенности говорящего в ходе устной коммуникации. Мужчины смотрят на переговорный процесс как игру между победителем и проигравшим. В своей речи обычно концентрируются на одной теме. В свою очередь, женщины часто прибегают к вводным словам и предложениям, которые выражают предположения, неуверенность, вероятность, выбирая при этом повседневно окрашенную лексику. Дискуссии или переговоры не являются для них игрой или соревнованием. Основная их цель – создание хороших отношений. Женщины могут говорить одновременно на разные темы и чаще прибегают к ассоциациям. Анализ гендерных различий в речевом поведении представителей разных профессий также приводит к сходным результатам. И следует выделить здесь две значительные работы шведских исследователей уже десятых годов, одна из которых посвящена языку политиков, другая – языку журналистов. Мац Даллёв из Упсельского университета, эксперт в области компьютерной лингвистики, провел исследование выступлений депутатов Риксдага шведского парламента, в результате которого обнаружилось, что существуют серьезные различия между женским и мужским языком политиков, относящихся к разным парламентским фракциям в шведском Риксдаге. Но при этом необходимо напомнить просто, что шведская многопартийная система традиционно делится на два блока – социалистический и буржуазный. И как оказалось, что устная речь представителей буржуазных партий отличается от речи социал-демократов левых и зеленых в плане слова употребления. Свою роль играет также возраст. В старшей возрастной группе, рожденной до 1953 года, различия между речью мужчин и женщин были выражены сильнее, чем в других группах. И еще одна работа, выполненная в Гетеборгском университете в 2018 году, была посвящена критическому анализу гендерных различий в языке журналистики. Авторы приходят к выводу, что женщины-журналисты пишут более конкретно эмоционально, тогда как тексты, написанные мужчинами, отличаются более аналитическим, абстрактным стилем. И детальное изучение большого корпуса газетных текстов показало, что авторы-мужчины склонны к употреблению более сложных слов и более длинных предложений. Ну и шведские исследования последних лет в области социолингвистики подтверждают ошибочность многих распространенных стереотипных представлений и предрассудков вокруг языка мужчин и женщин. Так развенчивается ложное утверждение о том, что женщины болтливее и многословнее мужчин. Это оказывается не так, что они менее склонны к юмору, чем мужчины в своей публичной речи, и что они чаще, якобы чаще извиняются. Таким образом, на основании исследований мужского и женского речевого поведения в Швеции можно сделать некоторые выводы о том, что в процессе публичной устной коммуникации проявляются гендерные различия ее участников. Женщины больше стремятся к установлению доверия и взаимопонимания, готовы поддержать диалог и выразить солидарность с собеседником, тогда как мужчины ориентированы на сохранение дистанции и контроль в ходе словесного общения. Мужчины чаще перебивают, игнорируют собеседника более категорично, склонны к прямому выражению своего мнения и стремятся управлять тематикой диалога. В отличие от распространенного мнения о якобы женской болтливости, мужчины говорят больше, чем женщины, согласно целому ряду проведенных социологических исследований в Швеции. Между тем, женская речь содержит большее количество эмоционально-оценочной лексики. Мужская оценочная лексика чаще стилистически нейтральна. С точки зрения синтаксических особенностей, мужчины склонны формулировать более длинные предложения, чем женщины, а также употребляют больше официальной лексики, тогда как женщины чаще используют вопросительные и восклицательные предложения и лексика разговорного стиля. Вот этот учет гендерных особенностей наряду с другими позволяет обеспечить более успешные условия ведения диалога, а также выстроить более эффективную линию поведения для достижения цели межличностной коммуникации. Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Спасибо, Ива во времени уложилась и тему донесла до публики. Спасибо большое. Если есть вопросы, Татьяна Анатольевна, можно... Вы знаете что, я уже подумала о том, мы все время идем без всяких вопросов и всяких обсуждений, что нехорошо, потому что это намного дороже, чем высказать все по своему тексту. Я думаю, что вот в конце мы перед тем, как уйдем на обед, три-четыре минутки посвятим тому, чтобы обобщим, вот что мы услышали и, так сказать, что мы думаем по этому поводу. Поэтому я просто передаю слово сейчас. Инна Николаевна Кошникова здесь? Да, здесь. Пожалуйста. Добрый день у вас. Да, она будет говорить о материнстве. Да. Да, и лидерстве, как, вероятно, фактору, обеспечивающей лидерство в современном обществе. Так ли это? Так ли я поняла? Да, все верно. Родительство и материнство в частности всегда было... Пожалуйста, вы очень тихо говорите, приблизитесь к аппарату. Спасибо большое. Так меня лучше слышно, да? Вот, прекрасно. Видимо, я в стороне была. Родительство и материнство в частности всегда было предприятием, ориентированным на будущее. Его сущность подразумевает, скорее всего, не некий результат, а, скорее всего, процесс. И, таким образом, воспитание ребенка связано со сознанием, взаимосвязанностью различных этапов его жизни и особенностей раннего детства с последующими годами. Да, так трудно переоценить роль матери на жизненном пути каждого человека. Да, и поэтому в своем докладе мне хотелось бы поговорить о социальной роли женщины, которая заключается в том, что здесь можно выделить два аспекта. Во-первых, это создание благоприятных условий для развития ребенка. И второе, это личностная сфера женщины, куда входит развитие потенциала, раскрытие каких-то личностных ее качеств, которые заставляют ее меняться, и тем самым происходит трансформация ее мозга. И также мне хотелось бы остановиться поподробнее на тех задачах, которые стоят перед современными женщинами, в частности, западными женщинами. Объясню чуть ниже, почему я останавливаюсь именно на западных женщинах. по мере взросления их детей. И, соответственно, те задачи, которые приходится решать, они дают возможности женщинам, создают такую некую прочную основу для развития, для раскрытия потенциала женщины, творческих способностей и формирования лидерских качеств. Почему я останавливаюсь на западных женщинах? Потому что, на мой взгляд, тема лидерства женщин, тема материнства, она лучше всего раскрыта в американской, ну, западной, скажем так, американской социологической мысли. И поэтому свое выступление я также связываю с учением Сары Радик, которое возникло в 1980-х годах, в годах прошлого века. Что-то они переключаются. Так, вы пропали. Вот. Далее я хотела бы остановиться на соци... Не забудьте, что нужно говорить громче. Хотелось бы остановиться поподробнее на социально-культурных предпосылках о создании этой теории. Очень схематично. Да, мы пройдемся по этим пунктам. Так, в 1930-х годах женщины занимали роль домохозяек. Да, все было успешно. Мужчины работали, женщины занимались воспитанием детьми и вели хозяйство. Положение дела резко изменилось во время Второй мировой войны, особенно для женщин, когда ей пришлось совмещать роль свою и мужскую, когда ей приходилось работать вместо мужчин. Но, слава богу, с окончанием войны произошел возврат к гендерному разделению ролей. И можно сказать, что это время можно считать идеалом традиционных семейных ценностей и гендерных разделений ролей. В 1960-е годы они отмечены уже сексуальной революцией и рост феминистического движения. Известны работы американской феминистки Бетти Фриден, ее известная работа «Загадка женственности», в которой утверждалось, что материнство, оно разрушает женщин и пробощает их. Далее, 1970-е годы. Чем же они ознаменованы? Как уже было отмечено в первом докладе, все больше и больше число женщин выходит на рынок труда и также получает высшее образование. Но стоит отметить, что при этом роль матери она не рассматривается как престижная, а скорее всего вызывает восхищение. Далее, 1980-е годы. Что здесь такого особенного произошло? Как раз-таки и возникает вот это движение Сары Радик. Это первая ученая-социолог и философ, которая отметила, что, возможно, в материнстве скрывается интеллектуальный потенциал и так известен ее труд материнское мышление. Таким образом, она была убеждена, что у матерей развивается особый в некоторых отношениях продвинутый образ мысли, как результат каждодневного погружения в конкретные задачи заботы о детях. И в 1990-е годы уже идет развитие этой концепции. Так очень кратко мы отметим, что, например, в 1997 году журналистка Камиль Перри, редактор интернет-журнала «Салон» запустила регулярный раздел под названием «Матери, которые думают». И все больше и больше ученые приходят к выводу, что повторяющийся изо дня в день эмоциональный ответ усиливает нейронные контуры в мозгу, как бы происходит обогащение мозга новым опытом, сопряженным с материнством. И далее... Прошу прощения, почему-то... Не переключайтесь быстро. Вы пропали. Да-да-да. Далее мы рассмотрим по конкретней именно те задачи, с которыми сталкиваются западные женщины в современном мире. Я условно здесь выделила четыре сферы. Это первая – психология развития ребенка, образование, здоровье и взаимодействие с обществом потребления. Ну, поскольку мы живем в эпоху обилий разнообразия информации, касающейся родительства, то женщина-мать стоит перед сложным выбором, что пойдет ей на благо, а что может навредить ее ребенку. И вот, например, что касается области здоровья, нынешним мамам приходится оставить под сомнение авторитеты врачей, близких родственников, в частности, старшего поколения, школьных учителей. И так женщины все больше и больше опираются на свое критическое мышление и постоянно находятся в поисках надежного экспертного мнения. Что касается пример образования, стоит отметить интересный факт, что согласно исследованию, проведенному в 2019 году, американские мамы тратили около 21 минуты в день, помогая детям с уроками. Это, очевидно, не вызывает радости родителей. И по их утверждениям, дети за всех сил стараются выполнять школьные задания, но у них не получается. И, соответственно, часто женщины оказываются в безнадежной ситуации и считают своим долгом выполнить ее, таким образом, не желая перегружать своих отпрысков и выполнением сложных задач. Что касается сферы психологии развития детей, здесь можно говорить очень-очень долго, но, на мой взгляд, интересным является тот факт, что американский социолог Шерон Хейс в конце 20-го столетия выделила такой интересный стандарт материнства, как интенсивное материнство. И суть его сводится к тому, что современные мамы вкладывают очень много финансов, времени, энергии в воспитание детей. Это напрямую связано с развитым капитализмом, с увеличивающимся количеством женщин, ставших участницами рынка труда. И при этом ослабевает поддержка старшего поколения. Но семья, она становится именно тем местом, где можно почувствовать близость, теплоту, любовь от родных людей. Именно поэтому современные западные мамы, возможно, и не только западные, но и наши отечественные, прикладывают очень много сил, чтобы выбрать хороших специалистов, читают много книг по психологии развития ребенка. Далее дадим краткий комментарий в сфере взаимодействия с обществом потребления. Тут можно отметить, что женщинам с детьми приходится тщательно анализировать содержание программы определенных каналов, возможно, с последующим отказом от пользования гаджетами, интернетом, так, например, телевидение наносит вред подрастающему поколению тем, что отвлекает от других более хороших занятий, таких как чтение и спорт. И далее, на мой взгляд, основа моего доклада составляют именно те качества, которые формируются у женщины после рождения детей. Лучше, чем бизнес-школа или путь к лидерству. Опыт, приобретенный за годы материнства, наделяет женщину творческим подходом к решению проблем, ангельским или безграничным терпением, способностью пробуждать и видеть в людях лучшее и повышенным уровнем эмоционального интеллекта. Более того, американский социолог, сама дважды мама, Кэтрин Эллисон, выделила четыре полезных навыка, которые формируются в процессе материнства. Первое, это способность координировать выполнение различных задач в трессовой ситуации. Второе, это надежность. Третье, искусство управления и четвертое, заботливость. Что же позволяет женщине вырабатывать способность координировать выполнение различных задач в трессовой ситуации? Именно установление определенных сроков для выполнения определенной работы, обладание голосами выдержкой, удержание внимания, несмотря на какие-то отвлекающие факторы, владение основами метаменеджмента, многозадачность. Надежность, здесь стоит отметить, что после рождения детей отмечается, что женщина становится, ну не всегда, конечно, но есть такое мнение, что женщина становится довольно-таки ценным сотрудником. Как это происходит? Ну, во-первых, многие мамы, они не сидят продолжительное время с детьми, поскольку есть финансовая необходимость выходить на работу. Второй фактор это благодарность. Благодарность быть нужной и полезной еще кому-то за пределами своей семьи. Третий фактор это возможность сменить деятельность, чтобы отвлечься от забот по уходу за ребенком. и четвертая привычка к цельности. Это такой термин, который был изобретен Валерий Хадсон, американским профессором политологии. Она отмечает, что по мере воспитания детей родители стараются быть примером. Мы завершаем наши движения. И, соответственно, они отличаются непоколебимостью своих взглядов и моральными какими-то ценностями. Искусство управления. Здесь я отмечу очень кратко особенности материнства, которые способствуют приобретению лидерских качеств. Это улаживание конфликтов между детьми, помощь в понимании позиции другого, смягчение эмоционально заряженных столкновений и поддержка ребенка в расстроенных чувствах. Доканчиваем. Да-да-да-да. Сейчас мне два слайда осталось. Уставление правил и границ, поддержание дисциплины, отслеживание примерного поведения и поддержание его. Команда образования, умение делегировать часть своих особенностей. Также матери отличаются, после того, как мать рождает ребенка, она сталкивается с непреложным фактом, что уже мир не вращается вокруг нее, соответственно, у нее появляется возможность смотреть на мир под другим углом, а именно проявлять чувство сострадания, сочувствия, тонко чувствовать потребности ребенка, улавливать оттенки его настроения и самочувствия. И все это делает женщину более чуткой, отзывчивой и более эффективной в общении. И завершить мне хотелось бы таким тезисом, что материнство по праву является тренировочной базой для лидерства, укрепляющей практики взаимоотношений между людьми и способствующей раскрытию их потенциала и развитию талантов. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Мы переходим к Ирине Михайловне Шапилевой, которая нам рассказывает о женщинах в политике Великобритании. 15 минут. Ирина Михайловна, здесь? Нет, Ирина Михайловна? Не видим ее. Какие-то звуки непонятные, да? Да, да, не видим ее. Ирины Михайловны нет, по всей видимости. Ирины Михайловны нет. А Ирина Феликсовна здесь? Овчаренко Ирина Феликсовна тоже нет? А, вот она. Ну, так что? Давайте вас послушаем. Известные женщины Квебека. Так, давайте, давайте. Плохо слышим. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, слышно? Вот сейчас получше. Так, сейчас. Да, да, да. Нет, опять пропало. Вырубить. Все, вот так, слышно? Слышно меня? Да, да, да. Так, хорошо. Известные женщины Квебека. В быстром темпе покажу всего несколько слайдов. Так, да даже. За свою долгую историю единственная франкоговорящая провинция носила несколько названий, вернее, целый ряд названий. Это была и Новая Франция, и Нижняя Канада, и Восточная Канада, и, наконец, Нижняя Канадская Конфедерация получила современное название, но во все эти периоды женщины в Квебеке играли совершенно особенную роль, несмотря на патриархальный уклад общества и огромное влияние католической церкви. В Квебеке очень трепетно относятся к своей истории, и сегодня уже известно имя первой женщины, которая решила поселиться, рискнула поселиться в Квебеке с мужем и с тремя детьми. Это была француженка Мари Роле, и случилось это в 1617 году. А теперь я вам представлю групповой женский портрет на фоне 17 века. Можете мне помочь переключить? Невесты короля. Дело в том, что королевские интенданты требовали присылки только солдат и земледельцев, тем самым создав новой Франции демографическую проблему. И поэтому в 17 веке по приказу короля и за счет королевской казны были направлены в Квебек, тогда еще новую Францию. Молодые женщины и девушки, которые жили в монастырях или происходили из дворянских семей, из буржуазных, из семей ремесленников и военных. Цифры называются разные, но где-то тысячи или даже больше. Вот на экране вы видите картинку такой ярмарки невест. Их пропускали между двумя рядами мужчин, населявших Новую Францию. Это, конечно, тяжко. Большая часть из них происходила из Парижа или провинции Ильды-Франс, поэтому они несли своим детям и в семье чистую французскую речь, парижское произношение, удерживали своих мужей от бродяжнического образа жизни, от охоты и были прекрасными хозяйками и хорошо воспитанными. Заметим, правда, что к вебекским историкам разных эпох несколько раз приходилось опровергать домыслы о том, что в Канаду посылали и женщин девиц легкого поведения. В 1640 году монах, отец Бимон, уже тогда возражал находившие в Париже слухи, что в Канаду отправили корабль, как он пишет, полностью загруженный девицами, на их, чье целомудрие не было освидетельствовано ни одним врачом. Это ложный слух, писал монах. Я видел все прибывшие корабли и ни одного заполненного таким товаром. Напротив, мы можем сказать, что в Новой Франции возникало все больше и больше монашеских орденов. И один из них, орден Русулина, основала француженка Мари Геяр, которая прибыла в Квебек в 1639 году и прожила там более 30 лет, она там же похоронена. Она уроженка города Тура во Франции и поначалу она хотела посвятить себя Богу, но родители были против, в 17 лет выдали ее замуж, брак оказался счастливым, у супругов родился сын, но когда умер ее муж, она в возрасте 40 лет перебралась в Квебек, основала монастырь Урсулина и приняла имя матери Мари де Линкарнасьон и основала первую школу для девочек в Квебеке. Заметим, что первая школа для мальчиков в Квебеке была основана отцами-изуитами всего на 4 года раньше. Мари де Линкарнасьон оказалась и литературно одаренным человеком. Она вошла в историю Квебека как первая женщина-писательница. До нас дошли ее письма к сыну Клоду во Францию и реляции. Это драматические рассказы о непростой жизни в Квебеке той эпохи. Отметим, что в Квебеке до сих пор для Квебека до сих пор характерен образ такой активной монахини. Например, в 20 веке в небольшом городе Римуске там около 50 тысяч жителей 6 лет руководила консерваторией с 1979 по 1985 год монахиня Стелла Плант. Ее директорство в консерватории запомнилось тем, что у учебного заведения появился свой симфонический оркестр. А если вернуться к прошедшим эпохам, даже в 19 веке женщинам Квебека было очень трудно проявить себя где-нибудь кроме семьи. Но Эмили Гомлен судьба отказала и в этом. Эмили Гомлен была биотифицирована папой Иоанном Павлом II в 2001 году и она была своеобразной матерью Терезой для Квебека. К сожалению, о ней у нас малоизвестно. Поначалу все для этой девушки, которая носила имя до замужества Эмили Тавернье, складывалось все хорошо. В 23 года девушка из зажиточной семьи вышла замуж за тоже обеспеченного человека Жанна Батиста Гомлена, который производил фрукты, выращивал фрукты на продажу. Что объединяло супругов, это не только любовь, но и стремление помогать бедным. Но пять лет спустя Эмили Гомлен потеряла всю семью. Умер ее муж, умерло трое детей. Это ее не ожесточило, и уже через два года она сумела собрать силы и организовать на свои средства приют для бедных. Она была женщиной передовых взглядов, и во время восстания патриотов 1837-1838 года она принадлежала к партии патриотов, и когда восстание потерпело поражение, она навещала в тюрьме приговоренных к смертной казни, носила им передачи, что тоже было само по себе необыкновенно, не священник, а женщина. И, кроме того, была связующей нитью последних часов между теми, кто приговорен к смертной казни, и их родными. Она организовала первое в Квебеке бюро по трудоустройству для тех людей, которые потеряли работу, первую психиатрическую лечебницу, все на свои средства. И когда в 1844 году она решила принять обед послушания, она уже практически все свои средства вложила в благотворительность. Будучи монахиней, она боролась против эпидемии. Сначала тифа, она тоже заболела и выздоровела, потом холеры. Холера унесла ее жизнь в 51 год. К тому времени, как я сказала, все ее средства уже были потрачены на благие дела, на социальную жизнь Квебека. Мария Эмили Гомлен стояла у основания ордена монахинь сестры проведения в Монреале. Этот орден существует и ныне и носит по праву ее имя. Он работает в девяти странах, занимается социальной работой. Кроме того, в честь Эмили Гомлен названа одна из площадей Монреаля. Вторая половина века была для Квебека удивительной тем, что простая девушка из предместия Монреаля, Эмма Лажонес, она вывела Квебек на мировую культурную арену. Будьте добры, покажите, пожалуйста. Эмма Лажонес, ее имя Альбани сценическое. Она родилась в семье органиста, училась естественно в монастырской школе и тоже хотела посвятить себя Богу. Но настоятельница монастыря, где она проходила обучение, обратила внимание на ее певческий талант и советовала продолжить заниматься вокалом. В Квебеке было заниматься вокалом совершенно негде. Отец перевез всю семью в Соединенные Штаты Америки в город Толбани и там она четыре года пела в хоре Католического Собора Святого Иосифа, потом было путешествие во Францию, там отец сыграл большую роль, тоже музыкант, органист, потом стажировка в Италии, скажем так, у профессора, и дебюты на Мальте, в Сицилии, потом контракт с Ковендгарден, дружеские отношения с королевой Викторией, и во всех музыкальных энциклопедиях мира, она называется крупнейшей певицей второй половины девятнадцатого века, правда указывается, что она француженка, в Квебеке к этому относятся совершенно нетерпимо, она канадка в седьмом поколении, ее предки переехали из Британии в Канаду еще в семнадцатом веке, Эмма Альбания оставила мемуары «40 лет пения», выступала до 911 года, и до сих пор в интернете можно найти записи ее, правда, весьма несовершенную. 20 век, конечно, принес изменение статуса женщины, но начался он тоже с женского образа для Квебека, правда, литературного. В 1913 году француз Луи Эмон написал роман, будьте добры, покажите следующий слайд, Мария Шабделен, это третья гранизация достаточно современная этого романа, о крестьянской девушке из глухого селения Перебонка на озере Сен-Жан. Роман впервые был опубликован уже после смерти Луи Эмона, он при невыясненных обстоятельствах погиб в Канаде, он был опубликован отдельной книгой в Квебеке в 16-м году и надолго стал образ Марии Шабделен центральной героини, которая покоряется своей судьбе и остается в родном Квебеке, хотя один из ее поклонников предлагает ей переехать в большой город Соединенные Штаты и жить цивилизованной жизнью, она остается жить на земле отцов, и вот образ Марии Шабделен на долгое время стал таким литературным образом женщины Квебека. Во второй половине 20-го века женщины становятся очень активными. Будьте добры, покажите следующий слайд. Это Мишель Лалонт. В 1968 году она пишет поэму-плакат, поэм-афиш, которую она называет декламативного характера, «Спик, Уайт!» «Говори, как белый». Дело в том, что в 60-е годы в Квебеке еще было распространено очень пренебрежительное отношение к франко-канадцам. И если франко-канадец обращался в своей родной провинции на французском языке к англичанину, к англо-канадцу, он мог бросить такой колониальный окрик. От него мог услышать «Спик, Уайт!» «Говори, как белый». То есть франко-канадцы считались людьми второго сорта. И вот она написала в 1968 году такую поэму. Впервые она была прочитана со сцены Мишель Лалонт в пользу политзаключенных после октябрьского кризиса в Квебеке. Он был связан с терроризмом квебекским связием «Войск в Квебек». Она прочла на концерте в 1970 году в пользу политзаключенных. Опубликована поэма была в 1974 году с большим опозданием. Мишель Лалонт 1937 года рождения. Она выпускница Монреальского университета и больше всего известна как сторонница независимости Квебека, а «Спик, Уайт!» это самое известное ее произведение. Оно, естественно, вот «Спик, Уайт!» повторяется как рефрен, написано оно на французском. «Спик, Уайт!» это такой универсальный язык, мы рождены, чтобы его понимать. «We are not alone!» мы знаем, что мы не одни. То есть «Вперемешку» это вызов прекрасному англосаксонскому миру от всех, угнетенных, не только от Квебека, и призыв к солидарности, к тому, чтобы в мире существовало какое-то разнообразие. И, наконец, 21 век принес Квебеку первую женщину премьер-министра. Будьте добры, покажите. 30-м премьер-министром стала Полин Маруа 1949 года рождения. Из рабочей семьи это первая женщина-премьер-министра в истории Квебека. Она происходила из рабочей семьи, окончила факультет социальных наук Монреальского университета в городе Квебеке и сразу же бросилась в политическую борьбу. Она вступила в суверенистскую квебекскую партию, отстаивала независимость Квебека, была рядом с Рене Левеком, самым известным квебекским суверенистом. И вот в 2012 году она стала премьер-министром. И хотя на этом посту она пробыла совсем недолго, до 2014 года, что она успела за это время? Во-первых, закрыть единственный в Квебеке ядерный реактор. Во-вторых, прекратить производство крайне вредного асбеста в Квебеке, крайне вредное производство. И при ней была обнародована хартия квебекских ценностей. Подводя итог, можно сказать, что когда-то во времена Новой Франции женщина с ребёнком за спиной и мушкетом в руках выходила за городские ворота, чтобы в поле жать, сеять урожай, собирать его. И женщина была готова защитить себя и своего ребёнка. В 21 веке сегодня появились такие женщины, как Полин Муруа, которые готовы защитить всю Квебекскую нацию от исчезновения. И вот это и есть вчерашние и сегодняшние женские лики Квебека. Всё, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте подведём итог вот этому нашему разделу, который мы обсудили сегодня. Значит, мы говорили о женщинах в дипломатии, мы говорили о женщинах как матери, и мы говорили о знаменитых женщинах Квебека, и плюс ко всему мы говорили о своеобразии женской речи. Значит, первый вопрос. Хотите ли вы высказаться вот по поводу вот этих тем, что-то добавить, что-то, о чём-то спросить? Вот первый вопрос. А можно вопрос, Людмила Георгиевна? Вот по поводу женского и мужского. Пожалуйста, погромче, да. По поводу женского и мужского, если позволите. Да. В свете современных тенденций, особенно, которые развиты как раз в скандинавских странах, особенно ощутимо, как-то влияют вот такие изменения, но я имею в виду в первую очередь трансгендеров, которые, вот мужчина, ставший женщиной или женщина, ставшая мужчиной, это как-то меняет их вот речевое поведение или всё-таки они сохраняют те свойства, которые были даны им от природы и в том числе вот в этих ситуациях общения, там, выражения мыслей тем же тем, ну, той же, как вы сказали, мужской болтливости, там, женской и так далее. Вот что-то отразилось и были ли вообще такие исследования, вот, в свете современной. Татьяна Анатольевна, отвечайте. Да, да, но я должна сказать, что я как бы оставила в стороне эти вещи, потому что вот те представители, да, современной социолингвистики с результатами их исследований, я вас кратко познакомила, они, конечно, опирались на традиционные здесь ситуации в плане биологического пола. На самом деле, вот эти вопросы гендера в языке, уже давно и очень подробно и очень так, ну, разносторонне исследованы, конечно, в американской социолингвистике. Вот там много работ на эту тему, потому что все эти, как бы, количество трансгендеров в скандинавских странах сильно преувеличены в сравнении с США и с Германией на самом деле. Вот, но такие работы, вероятно, есть, может быть, они носят маргинальный несколько характер в плане такой, да, общей традиции университетской, да, вот образовательной. Но я их не брала и, честно говоря, не могу вам даже ничего сказать по этому поводу. Все, спасибо. Так. Ну, коль скоро, простите, вот Людмила, коль скоро, можно, конечно, предположить, что если мы рассматриваем, да, гендер как некую социальную роль, то, конечно, ведь здесь, ну, возьмем даже ситуацию там с речевой практикой, но вот в русском языке, да, как бы в шведском языке, например, нет такого понятия, даже как мат, но понятно, что мат – это некая дискриминационная картина женщины в языке, правильно? И, как бы, эти вещи присущи больше мужской речевой, да, устной коммуникации, скажем так, если женщина вдруг берет на себя эту роль, а, к сожалению, она берет на себя эту роль, об этом много тоже говорили и обсуждали, она выглядит как мужчина, то есть, конечно, вот эти вот роли, которые, да, и социокультурные вот эти вот позиции, статус, когда ломаются традиционные эти стереотипы, что и как может говорить женщина или шутить, как может женщина в мужском обществе или мужчина, здесь очень много всяких аспектов, здесь трудно как бы вот ответить односложно. вы ответили, да? Спасибо. У меня вопрос к Анастасии Федоровне. Алло, вы меня слышите? Алло. Анастасия Федоровне. поначалу очень, со стороны мужчин, поначалу очень, я вот не знаю, какому, вольному, чересчур предосудительному и так далее. Мой вопрос, почему это? Как это объяснить? Это что? Они воспринимают женщину как незащищенную, как без мужа или вот как? Какое у вас есть на это объяснение? Ну, мне кажется, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что это какие-то скорее гендерные предрассудки, что женщина возможно не в состоянии справиться с определенными задачами. То есть она занимается не тем, с кем должна, что ли? Да, да, совершенно верно. То есть, что для женщины есть определенные отведенные сферы, а дипломатия это все-таки мир мужчин. И раньше это рассматривалось так. И действительно, по крайней мере, если мы берем Министерство иностранных дел Российской Федерации, то это так и было. Женщин принимали крайне неохотно на работу. Ну, потому что вот какое-то было недоверие и, возможно, сомнение в наличии нужных компетенций у женщин. Хотя это совершенно не так, потому что образование, оно, в общем-то, одинаково для всех. И точно так же, как мужчины, женщины могут в равной степени усваивать тот материал, который им дают, и потом применять это на деле, возможно, даже где-то лучше. Потому что женщины обладают какой-то гибкостью, где-то интуицией, ну, чем-то таким свойственным больше женщин. Понятно. Скажите, есть ли еще какие-то вопросы, высказывания? Пожалуйста. Я хотела к Елене Феликсовне обратиться. Спасибо за очень интересный доклад, просто очень интересно. Я хотела уточнить, вот я не очень поняла, вот это speak white, то есть говорить по-английски, это speak white. Почему? Как вы это обсудили? Вероятно, я далека от этой тематики, но очень интересно узнать. Нет, вы знаете, я говорила о том, что в Квебеке это звучало как колониальный окрик, и переводилось не дословно говори по-английски, а говори как белый, то, что наблюдалось во всех колониях. А французы ведь тоже белые, я из-за чего вот удивлена? Да, тем не менее, франко-канадцы исторически считались нацией второго сорта, еще со времен возникновения английской колонии Квебек, это середина 18 века. Многие губернаторы англичане так считали, и это передавалось, вот дошло до 60-х годов 20 века, к сожалению. Как интересно speak white. Администрация была вся британская, понимаете, а франко-канадцы не занимали никаких ключевых постов, они даже были социально людьми второго сорта. Да, вот поэтому, да, именно так переводилось. Хотя они все беленькие, но тем не менее, даже здесь... Да, 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 вот к сожалению, да. Спасибо. У нас есть возможность, у нас очень напряженное послеобеденное время, но сейчас у нас до 14 часов есть возможность выслушать еще одно выступление. Я предлагаю пригласить кого-то из следующего раздела. Я могу. А это Алла Евгеньевна, да? Да, да, я вот... Мы вас будем слушать, пожалуйста, даем вам слово. У меня спасибо, здравствуйте всех, люблю, приветствую. Пожалуйста, да. У меня совсем компактный доклад, и, к сожалению, по техническим причинам опять из презентации. Я буду говорить... Хорошо меня слышно, да? Я буду говорить о женщине в культурной и общественной жизни Индии. И начну я со слов Махатмы Ганди, который как эпиграф у меня. Я твердо убежден, что спасение Индии в руках женщины. Оно зависит от таких ее качеств, как жертвенность и просвещенность. В этих словах величайшего исторического деятеля не только Индии, но и всего мира выражена суть и итог женской истории в Индии. Можно говорить о двояком отношении к женщине с древних времен. С одной стороны, женщина занимает теневое второстепенное место по отношению к мужчинам. Еще древний индийский свод закона Ману II век до нашей эры, II век нашей эры смотрел на женщину как на подчиненное существо. Сначала девочка жила под покровительством отца, затем мужа, затем сына. Женщина не могла принимать самостоятельные решения. Одинокие женщины или падшие женщины передавались под защиту священнослужителей брахманов. Считалось, что женщина существо слабое от природы и нуждается в постоянном руководстве и домашней жизни. Все знают о жестоком обряде сати, когда вдова обязана была взойти на погребальный костер мужа. В противном случае она становилась обреченным на бесчестие и сгоем, и все равно жизнь ее заканчивалась. Несколько примеров есть в истории Индии, таких женщин, которые уходили в леса и не хотели следовать этому обычаю, но тем не менее конец был плачевный. К слову сказать, название свое этот обычай получил от имени одной из героинь Махабхараты принцессы Савитри или Сати. Главное качество Сати абсолютная любовь к мужу, вслед за которым она отправилась в загробленное царство. Там Савитри проявив недюжинный ум и хитрость, победила властителя и спасла мужа и себя. С другой стороны, в Индии всегда процветал культ богини-матери. Видите, это парадокс такой. И сама Индия имеет женскую аллегорию. В некоторых штатах, в основном на территории Южной Индии, вовсе царил матриархат. Дети получали имя матери. Муж мог быть избом в любой момент, как только супруга теряла к нему интерес. А в штате Керролла и вовсе молодой муж через три дня после бракосочетания должен был покинуть дом жены, а молодая женщина получала право вступать в отношения с любым понравившимся ей мужчиной и приводить их в дом без всяких обрядов. Это был прогрессивный взгляд. И все же эти случайностью, чем закономерностью. Традиционно индийская семья строилась по модели, жена принадлежит не только своему мужу, но и всей его большой семье. Дочери в семье считались обузой. Если рождалось несколько девочек подряд, а сына не было, род считался испорченным. Жена не считалась полноценным человеком, подвергалась унижениям со стороны мужа и свекрови. С ней обращались как с вещью. Порой даже за убийство жены мужчина не должен был предстать перед судом. Убил жену, значит, она виновата. И это хороший урок для других. Еще в незапамятные времена в прессе можно было встречать сообщения о найденных в пустынях Раджастхана трупах новорожденных девочек. Женщины не имели права на образование, на участие в общественной жизни. Чудовищный обычай сати держал в ужасе поколение индианок. Возможно, именно эта жестокость явилась пусковым механизмом женского движения за свои права. Надо отметить, что никогда женское движение в Индии не было похоже на движение за эмансипацию в западном мире. Индийские женщины чтили и чтят А куда-то я пропала. Алло, слышите меня? Да-да. Почему-то какая-то презентация возникает. Вы запустили экран. Это не я. Я вообще ничего не трогала. Вы запустили экран. Я не трогала ничего вообще. Кто-то это не мое. Вот. Что делать? Это не я. Продолжать мне, да? Это кто? Нет, это не я. Это не мой, не моя презентация. Продолжайте экран, пожалуйста, свой. Алла Евгеньевна, может быть, вы продолжите? Я продолжаю. Я продолжаю. Спасибо. Да, индийские женщины чтили и чтят семейные устой и традиции с почтением относясь к старшему поколению семьи. Знаменитая Indian Joint Family успешно продолжает свое существование в современном обществе. Все самые существенные изменения в положении индийских женщин произошли, конечно, после получения страной независимости. В этот период выходит множество новых законов и постановлений, объединенные в Кодекс о частном праве, касающиеся брака, семьи и наследования. Согласно этим законам в стране была установлена строгая моногамия. Однако по сей день традиционно мыслящие индийцы считают, что гораздо лучше позволить мужчине официально иметь несколько жен при условии, если он может их одинаково хорошо содержать и обеспечивать, чем негласно узаконить институт любовниц. Очень много о роли женщины в общественной жизни говорил Махатма Ганди, непререкаемый авторитет для индийцев. Ахимса означает бесконечную любовь и в то же время бесконечную способность переносить страдания. Кто, как не женщина, мать, мужчина, может проявить эти качества во всей полноте. На протяжении девяти месяцев она вынашивает ребенка, питает его и находит радость страдания, которая приносит беременность. Есть ли что-нибудь больнее родов мукок, но в радосте творения она забывает о них. Разве кто-нибудь, кроме женщины, терпит ежедневное лишение, только бы чадо развивалось. Позвольте ей объять все человечество этой любовью и забыть, что она была объектом вожделения в прошлом и может стать им в будущем. Тогда женщина гордо займет место рядом с мужчиной, как мать, созидательницей и безмолвный вождь. Ей свыше дано учить искусству мира воинов, жаждущих этого нектара. Ну и вот, собственно, с этого времени с 47-го года, прошлого века, женщины вносят огромный вклад в профессиональную научно-общественную деятельность вплоть до, вот вы знаете, всей Индии Руганди, премьер-министра Индии. Но хочется мне как немножко вернуться назад, откуда, собственно, вот в историю, откуда идет этот образ женщины. И как обычно это бывает в Индии, все начинается с великого индийского эпоса. Когда мы говорим о великих индианках, это, конечно, всем приходит в голову индийские актрисы, Индир Ганди. Однако первые истории великих дочерей Индии описаны именно в Рамайне и Махабхарате. Образ индийской женщины, переданной в этих эпопеях, идет из поколения в поколение и до сих пор является примером для подражания. Безусловно, главной женщиной Индии является супруга легендарного царевича Рама из Рамайна. Сита происходит из высокого царского рода, она благородна, наделена всеми прекрасными качествами. На ее долю выпадает немало испытаний. Раму ее мужа изгоняют в лес в результате дворцовых интриг, и Сита отвергает предложение Рамы остаться во дворце, следуя за ним. Разговор супругов до сих пор является таким образцом для вдохновения и подражания в сложных ситуациях. Она говорит, жена во всем разделяет судьбу мужа, поэтому не сомневайся, я последую за тобой, без тебя мне не нужно райское царство, Рама это единственный, кого я люблю. Ну и далее события развиваются трагическим образом, Рама похищает, Ситу похищает Рама на злой демон, уносит ее на остров Ланку, Рама опускается на поиски жены, и надо отметить, что Сита, будучи абсолютно традиционной индийской женщиной, покорна мужу, на протяжении повествования проявляет невиданно сильный характер и способность принимать самостоятельные решения. Однако по индийской традиции женщина, проведшая в доме мужа, в доме чужого мужчины некоторое время должна, она уже не считается целомудренной, должна свое целомудрие подтвердить. И поэтому вот такое грустное там завершение, у Рамайны на самом деле есть несколько концовок, Рама вынужден сослать Ситу, беременную, двумя сыновьями в лес, но она все безропотно принимает и с достоинством выходит из этого испытания. Вот именно Сита, это эпическая героиня, которая собрала в себе черты всех реальных, на самом деле, женщин, которых в истории Индии было немало. Ну вот, если брать 18 век, еще 18 век, это Кутуру Чиннама, правительница княжества Китуру на юго-западе Индии в 1824 году она возглавила восстание против британской Ост-Индской кампании. Восстание подавили, а княгиню бросили в тюрьму, где она и скончалась. Или знаменитая Рани Лакшнубай, и другая тоже национальная героиня Индии, это вторая половина 19 века, которая возглавляла наряду с многими другими индейцами великими Сипайское восстание, одно из основных выступлений против английского управления. И также погибла в борьбе за свободу своего княжества. Лакшми Саггал, врач по профессии, которая воевала в Бирме во время Второй мировой войны, буквально недавно она умерла, и она была активной участницей индийского движения за независимость. Легендарная поэтесса и первая женщина-президент Индийского национального конгресса Сароджи Найду, это вот как раз годы борьбы за независимость, была первой женщиной-губернатором Соединенных Провинций. Редкость для женщин в те времена Сароджи получила прекрасное образование в Королевском колледже Лондона и в Гиртон колледже в Кембридже. По призыву Махатмы Ганди она приняла участие в кампании гражданского виновения в борьбе за независимость. Виджая Лакшми Панди первая женщина-председатель Генассамбле ООН. Виджая была послом Индии в США, СССР, Мексике, Ирландии, Испании. В 1953 году возглавила Генассамбле ООН. И это только буквально несколько имен, потому что я всегда вам говорю, что Индия это просто необъятный такой резервуар всего. В наши дни вот что я еще хочу заметить, что в наши дни до сих пор ведутся жаркие споры о месте женщины в сложном индейском обществе. Например, в 2012 году один из видных религиозных деятелей Осарамблапу высказался следующим образом относительно вот там была очень такая большая кампания против насилия над женщинами. И вдруг он сказал, что женщина виновата не менее насильников, она должна не противиться, а взывать к насильникам как к братьям и умолять их остановиться. Она не должна садиться с мужчиной в автобус, идти в кино с молодым человеком. Значит, вот политики, выступающие за сохранение традиционных ценностей, перекладывающие веном влияние Запада, это вот явная такая популистская позиция, закрывающая глаза на то, что основная масса женщин, подвергающихся насилию, живут в традиционных семьях и просто не имеют доступа к западной культуре. Такие женщины практически не обращаются ни в какие коррумпированные полицейские органы и это порождает безусловно вот в этих семьях традиционных вседозволенность и безнаказанность. В Индии до сих пор нет толкового закона, запрещающего домашнее насилие. Однако есть вот и проблемы, вот позитивная сторона. Как и в прошлые времена, подобная ситуация служит триггером изменения к лучшему. В последние годы о насилии много стали говорить СМИ, видны и общественные деятели, которые призывают не забывать о духовном наследии Ганди и прочих великих индийцев и уважать женщин. Медийные издания много пишут о проблеме равноправия, борьбе с сексизмом против насилия. В первую очередь это касается традиционных семей, проживающих в глубинке. Это находит отражение, конечно, в индийском кинематографе. Так, в 16-м году в Болливуде вышел фильм «Розовый пинг» со знаменитым Амитабхам Бачаном главной роли. Фильм полностью посвящен проблеме насилия и призывает к равноправию и уважению женщин. Ну вот думается, что современная Индия уверенно стоит на пути борьбы с патриархальными традициями за равноправие женщин. Но даже если вот мы возьмем там любую, я не знаю, газету, журнал, передачу, очень много женщин, врачей, ученых, политических деятелей. Конечно, молодое поколение уже совершенно другое. И хотя еще вот есть инерция, сопротивление старшего поколения, однако, вот я думаю, что свободолюбивые индийские женщины принимают участие в этом поступательном движении. Конечно, вот не случайно я вначале сказала, что Индия имеет аллегорию женскую. И я думаю, что все на этом пути у них будет в порядке. Вот, и особенно если они справятся с этой кошмарной пандемией, которая их захватила. Там масса, конечно, проблем до нее было, поэтому. Но я думаю, что женщинам принадлежит огромная роль в истории будущего Индии. Все, что хотела вам сказать, на самом деле тема очень объемная. Спасибо большое. Спасибо. Есть что-нибудь добавить к рассказу об Индии? Или что-то спросить по поводу индийских обычаев? Можно я спрошу? А очень отличаются, ведь Индия очень разная. А отличаются женщины в разных кастах? Вот сохранилась до сих пор эта кастовость? Или это уже, скажем, в прошлом? Она официально, если Дели взять, города какие-то, то это не так видно, но, конечно, все равно кастовость остается, это кастовое общество. И вот как раз, когда я говорила о традиционных индийских семьях, это как раз эти низшие касты. Всячески же ведется борьба, чтобы не было этой низкой касты неприкасаемых, но, тем не менее, это есть. Это мы говорим с вами, Калькутта, Дели, большие города, где все по-английски говорят, где совсем ситуация другая. Но если поехать, вот сейчас даже фотографии, я не знаю, видели, вы нет, в связи с этой эпидемией, которая началась с праздника Кумбамела весной, даже ужас какой-то, что там делается в глубинке, конечно, там вся эта инерция преодолевается тяжело, хотя вот она очень разная Индии, по штатам разная, и она вообще разная в том, что там есть и наука, и производство сильное, и в то же время совсем какой-то средневековье вот это все преодолеть. Штаты все разные. Каждый раз, когда я доклады делаю, я же вам рассказываю, что у них все разное, языки разные, обычаи разные, внешний вид разный. Конечно, если делать вот такой срез по штатам, будет тоже все разное. Крупные города это одно, провинции другое. Алла Евгеньевна, я вас благодарю за такой интересный доклад, я хотела бы добавить несколько слов. Вот я знаю, что у Кхаси единственное движение в мире за патриархат, и в некоторых сообществах Индии действительно борются против насилия домашнего, но насилия со стороны женщины. И там действительно некоторые мужчины очень страдают от рук женщины, и есть такие движения. Есть такие движения, более того, когда мы смотрим популярные такие фильмы болливудские, мы же тоже даже видим, что женщина такая вот у них, такая бой женщина, которая может себя проявить там и командует, и вот справедливо, да, мужчина голова, женщина шея, все женщины переворачивают по своему. Вот это оттуда идет. Это было традиционно на юге Индии, там был матриархат, и я более того уверена, что он там и есть в каких-то проявлениях, да, когда женщины очень независимо себя вели, мужчина вообще был второсортным существом, используемый только вот для размножения, и все. Это тоже есть, вот она такая вся разная страна, но, конечно, вот официальная Индия, она стремится быть цивилизованной, да, не иметь многоженства, не иметь насилия, и, ну, тяжело, вот видите, возьмите семью Ганди, самую видную, да, Индиру убили, такая женщина потрясающая, просто была в ужасе, когда ее убили, и потом Раджив, сын, и все, вот они, конечно, такие люди будущие, да, Индии, но, видите, сопротивление, огромное дело тут не только в политике, ведь многие не хотели, да, женщины, как-то так женщины возглавляет Индийский национальный конгресс, неслыханно, конечно, она была приверженцем европейских ценностей, да, и женщина. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. А можно еще один вопрос? Вот сейчас вы упомянули насчет многоженства, я не совсем поняла, это речь идет о мусульманах Индии, или это вообще было и в традициях других религиозных общин? Было в традиции других религиозных общин, но в мусульманстве это более, так сказать, ярко проявляется, но в Индии же тоже ислам тоже есть, поэтому это было, да, было женщины, ну вообще, как вот понятие такого вот дом, хозяйство, как гарем, да, целый, там, пожалуйста, это большая индийская семья, она включала, и всякие разные вещи там, конечно, происходили, именно вот против закрытой вот этой вот семьи, где все можно, да, где нет, там коррупция же страшная, вообще, кроме там Японии, вот в Индии очень, поэтому ничего не сделать, все это кипит, кишит, сиди, рожай детей, там же, ну, обычаи страшные, там, например, индуистские обычаи, если в определенные дни месяца женщина считается грязной, плохой, она даже не имеет права выйти в традиционной индийской семье на половину мужа, да, она должна есть отдельно, где-то там за шторкой, и все это, конечно, вот так вот было. Заканчиваем. И есть. Заканчиваем. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. Вот, мы делаем перерыв до 15 часов ровно, и, так сказать, продолжим наше обсуждение. Всем большое спасибо. Отдыхаем. Так, мы продолжаем обсуждение проблем женских образов. Женские образы у нас представлены материалами Востока, да, и мы обсудили вопрос индейских женщин. Сейчас у нас на повестке дня женщины, персии женщины, пространство Ирана, докладывает Анна Владимировна Березина. Семин Бахбахани, правильное, Бехбахани, творческая личность в культурном пространстве Ирана. Пожалуйста. Благодарю вас, Людмила Георгиевна. И я сегодня хочу рассказать о Семин Бахбахани по двум причинам. Во-первых, ее вклад в развитие современной поэзии Ирана очень сложно переоценить. Во-вторых, хочу на ее примере продемонстрировать, как женщина-автор, творческая личность могла функционировать в 20 веке в культурном пространстве Ирана, с какими реалиями она сталкивалась. Я подобрала несколько фотографий Семин и несколько переводов, отрывков ее произведений с персидского языка на русский. Я буду переключать слайды, чтобы было нагляднее. Итак, Семин Бахбахани родилась 20 июля 1927 году в Тегеране. Она выросла в высокообразованной интеллигентной семье, каких в начале 20 века в Иране насчитывалось совсем немного. Ее отец был журналистом, поэтом, владельцем издательства. Мать свободно владела французскими и арабскими языками. И, собственно, ее мать привила девочке любовь к поэзии и к западной литературе. Когда Семин было три года, брак родителей распался. Семья была настолько современной, что отец не стал отбирать у своей бывшей супруги свою единственную дочь, хотя даже в наши дни такое поведение иранского мужчины нельзя назвать типичным, потому что дети остаются согласно общепринятой практике и закону с отцом после развода, потому что считается, что именно отец может их материально обеспечить. Можно предположить, что сожаление и неустроенность личной жизни матери отразились на мировосприятии маленькой девочки, которая с юного возраста столкнулась с реалиями нелегкой доли иранских женщин. В 1946 году она вышла замуж за Хасана Бехбахани, земля взяла фамилию мужа, в семье родилось двое сыновей и дочь, но несмотря на домашние заботы, материнство, Семин не осталась за бортом яркой и динамичной литературной жизни. В 1951 году из-под ее пера вышла первая книга «Сломанный сетар», в которую помимо первых стихотворений вошли два коротких рассказа, хотя впоследствии Семин больше не обращалась к прозе. Хотелось бы рассказать о ее фигуре в истории литературы. Семин является представительницей стиля «Литературное возрождение» или «Литературное возвращение». Если мы будем говорить о современной поэзии Ирана, а это поэзия XX-XXI века, то очень грубо можно разделить все поэтические произведения на два основных стиля. Это литературное возрождение, то есть это повышенное внимание к поэтической традиции и возвращение к истокам и выверенным столетиям столетиями классическим формам. То есть поэты пишут в жанре газели, маснови, косыды, в жанрах квантативного оруза. И второе направление называется «Новая поэзия». Это направление появилось в 30-х годах XX века. его основоположником является Нимайо Шидж, это поэт, который прекрасно владел французским языком и был знаком с западной литературой. И он предложил совсем другую новую организацию стиха. Он предложил можно сказать белый стих. Сейчас современные поэты в Иране пишут либо в традиции квантативного оруза, в основном пишут газели, но, конечно, вкладывают в какие-то новые современные смыслы в свои произведения, либо они находятся в традиции новой поэзии, то есть пишут так называемые белые стихи. В первой половине 20 века в Иране совсем немного женщин профессионально занималось литературой. Это обусловлено и недоступностью получения специального образования, отсутствием практики их трудоустройства и недостатком времени ввиду семейно-бытовых обязанностей. Женщины, интересовавшиеся литературой и испытывавшие потребность саморазвития, раз в одну или две недели организовывали творческие встречи. Такие поэтические вечера не носили официального характера. Женщинам были необходимы советы и поддержка, которые они могли найти в кругу единомышленниц. Семин часто посещала такие мероприятия и как-то сама пыталась развиваться в своем профессиональном поле. В 1969 году Семин пережила тяжелый развод с мужем. Здесь нужно сказать, что статус разведенной женщины в Иране и по сей день считается статусом не очень престижным, если бы так очень мягко выражаясь. После развода она с головой окунулась в творческое сотрудничество с музыкально-поэтическим объединением Иран. Именно благодаря такому созидательному союзу, а также знакомству со структурными особенностями традиционных песен и характером мелодики различных композиторских школ, поэтесса впоследствии разработала авторские стихотворные метры классической «Газели», став новатором современной лирики Ирана. Через год Семин вышла замуж за Ману Чехра Кушьяра, но при этом она оставила фамилию первого мужа и прославила ее на весь мир. Открытие новой страницы в жизни Семин озаменовалось выходом в 73-м году сборника «Газели» «Воскрешение», который некоторые критики признали лучшей книгой Семин Бахбагани. Жанровое разнообразие сборника невелико. Основной художественной формой стала «Газель». Концепт «Газель» в иранской языковой картине мира репрезентирует мораль и общественные устои патриархального общества. Оно означает повествование мужчины о романтических чувствах к женщине, а в самом названии заключается назначение этого стихотворения, то есть воспроизведение субъективных эмоций, настроений и переживаний автора. Избрав «Газель» основной жанровой доминантой, Семин вкладывает в эту каноническую форму совершенно иной смысл. Пишет на остросоциальные бытовые темы, поднимает вопрос о месте женщины в семье и обществе, широко использует разговорный язык. Тем не менее, Семин обращается и к тематически смысловому аспекту литературного канона. Она сочиняет и тонкие лирические «Газели», хотя их количество значительно уступает социально-политическим. Семин сама выделяет этот поэтический сборник из числа прочих. Она дала многочисленные интервью, и вот я предлагаю вам выдержку из одного из них. Я сочиняла классические «Газели», многие из которых на социальную тематику. Могу сказать, что до книги «Воскрешение» это были старые «Газели», пусть и написанные по-новому. Я понимала, что что бы я ни делала, для того, чтобы эти «Газели» не были похожи на стихи классиков, ничего не получается. Я не могу свободно использовать разговорный слог, он неуместен. Я обязана использовать лишь слова и фразы, выражения, присущие этой стихотворной форме. Например, если я хочу рассказать о мужчине без ноги или говорить, допустим, о куске картона, я не могу этого сделать в жанре «Газели». Во многих местах я соединяла литературную лексику с каким-то разговорным словом, чтобы вставить его в «Газель». Однако меня посетила мысль, почему я не могу использовать все современные слова. Я осознала, что выбранная мною форма и существующие размеры за тысячу лет привыкли к такой лексике. Большинство ритмов, их внутренняя мелодика не позволяли мне использовать любую лексику. И я подумала, а почему бы мне не изменить размер? Это было сложно, ведь мы привыкли к устоявшимся тысячелетиями ритмам. Когда мне это удалось, я решила больше не думать о размере, а поразмышлять о подходящих словах, которые приходят мне на ум для передачи замысла и их сочетаниях. Я решила, если получится мелодично, я продолжу получилась у меня очень легко. Так Семин начала писать в новом неповторимом стиле. Некоторые газели из сборника Воскрешения были настолько не похожи на классические, что многие называли их новой поэзией. Постулаты Бехбахани о месте женщины в семье и социуме оказали влияние на общественную мораль. Все последующие иранские поэтессы и обычные женщины подхватили волну повышения осознанности и стремления к самореализации. Газели Семин до сих пор остаются художественным ориентиром для современных поэтесс, работающих в стиле литературного возрождения, а именно в классических жанрах. И я бы хотела сказать несколько слов в завершении в отношении к властям. В целом Семин Бехбахани постоянно находилась под пристальным вниманием властей. Ее стихотворения подвергали острой критике, запрещали публиковать, даже пытались лишить поэтессу жизни, она об этом говорит в одном из своих интервью, два раза ее пытались лишить жизни, с счастью не увенчались успехом эти попытки, предпринимались усилия привлечь Семин к политическим играм, например, ее просили выступить на различных общественных мероприятиях, собраниях. Однако поэтесса всегда отвечала отказом, она всеми силами старалась сохранять нейтралитет и независимость, быть подальше от правительственных структур, будь то шахских или исламских. Поэтесса не поддержала исламскую революцию 79-го года, хотя в отличие от многих своих соотечественников, представителей интеллигентных кругов, она не покинула страну. До последних дней жизни Семин гордилась Ираном, своим происхождением, она была против, хотя она была против политического курса. Отношения с правительством Убехбагни всегда складывались очень непросто. Широко известен факт, что в 2010 году полуслепая 82-летняя Семин была задержана при посадке на рейс в Париж из-за запрета властей. Поэтессу всю ночь допрашивали в полицейском участке, это вызвало возмущение общественности. Семин дважды стала номинантом Нобелевской премии в области литературы. Она принимала активное участие в работе женских организаций и социальных институтов в Иране. И практически все данные учреждения находились под идейным влиянием творчества поэтессы. Семин Байбагни ушла из жизни 19 августа 2014 года в Тегеране за непреклонность ее убеждений, твердость социальной позиции. Семин Байбагни нарекали иранской львицей, народным поэтом Ирана, иранской поэтессой. И сейчас в Иране большими тиражами издаются ее сборники стихов, публикуются воспоминания о ней, критические статьи, переводы. В основном ее стихотворения переведены на европейские языки, это еще при жизни. Поэтесса внесла, конечно, неоценимый вклад в развитие современной поэзии Ирана, обогатила ее и свежим смысловым наполнением, и авторскими ритмическими рисунками. Я вас благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо, очень удачно показали нам стихи уместно, и как раз они нам очень-очень помогли понять, так сказать, характер творчества ваших героев. Спасибо большое. Да, спасибо, да. Максим Алексеевич Сюннерберг, правильно произношу, рассказывает нам о вьетнамских женщинах, женщины как объект вьетнамской общественной мысли. Пожалуйста. Так, что-то не слышно вас. Так, вот, добрый день. Еще раз я тебе раздаю экран. Слышно. Так, вот, появилось. Экран виден мой, да? Да, все слышно, спасибо. Так, вот, ну, соответственно, тема, да, женщина как концепт вьетнамской общественной мысли и исторической науки. Ну, сразу, почему такое как бы название? Так, сейчас. Собственно, вопросом социально-правового женщин во Вьетнаме, их роли в истории Вьетнама, я занимаюсь уже, ну, достаточно много лет, несколько проектов у меня было по этому поводу. И вот при, собственно говоря, обращении к этому вопросу становится заметно тем, что данное исследование, оно затрудняется тем фактом, что чаще всего, в принципе, исследователь сталкивается скорее с некоторыми образами, своего рода конструктами женщины, специально беру в кавычки это слово, чем с какими-то реальными персонажами, с какими-то реалиями повседневной жизни. Представляете, мы имеем некий собирательный образ, который зачастую сильно отличается. вот здесь на фотографии я это частично и представил. Традиционная женщина, современная, здесь вот конфуцианский обед послушания мужу, женщина, как во Вьетнаме особенно популярен образ женщина-воительница, ну, это одна из недавних победителей конкурса красоты во Вьетнаме. И, собственно говоря, вот первый из образов женщины, о котором имеет смысл сказать, это сконструированный во Вьетнаме образ женщины как, по сути дела, сути национальной идентичности. Что здесь имеется в виду? Что при ретрансляции социально-правового статуса женщины, особенно в доколоняльное время имеется в виду, этот вопрос стал действительно вопросом национальной идентичности. В зависимости от того, как вьетнамцы сами позиционировали женскую сущность того периода, положение женщины, ее роль в обществе, те атрибуты, которые были характерны ей, то в зависимости от этого вьетнамские общественные мыслители позиционировали и суть всей своей культуры. И тут было в основном два основных варианта, иногда выделяют третий. Собственно, первое, это преимущественно, то есть вьетнамская культура как преимущественно воспроизводившая китайскую, с приниженным положением женщины, с ее послушанием мужа и всеми теми шаблонами, которые мы обычно с вами знаем, когда говорим о женщине в дальневосточных культурах. Второй момент, это исключительно самобытное, то есть что-то исключительно вьетнамское. Ну и третье, скорее, тяготеющее к региону Юго-Восточной Азии. При всем при этом, надо сказать, что вьетнамцы опять же здесь оперируют не какими-то реалиями, а скорее образами. Тем образом, который у них сложился в голове как о китайской женщине, как о тех женщинах, которые живут в других странах Юго-Восточной Азии. При этом, понятное дело, что, собственно говоря, индонезийка, малайка и тайка, это совершенно будут, ну не совершенно, но это достаточно разные будут социальные реалии, а тем не менее, образы некий как бы единик. И вот этот момент очень интересный, значит, через женщину подается как бы вьетнамская идентичность и суть вьетнамской культуры. Следующий важный момент в вопросе женщин именно как в неком образе, это вьетнамская общественная мысль первой половины 20 века в колониальный период, ну квинтэссенция это 1920-е и 1930-е годы. Значит, в тот момент женский вопрос по сути дела стал центральной темой вьетнамской публицистики и вокруг именно вопроса женщин перекликались чуть ли не все остальные вопросы, волнующие вьетнамское общество. Значит, связано это было в первую очередь конечно с колониальным статусом Вьетнама, наиболее насущная, ну две было наиболее насущных проблемы для вьетнамцев, это национальная независимость и общая слабо развитая страны, в том числе цивилизационная. При французском колониальном режиме открыто обсуждать независимость разумеется было невозможно, но второй момент было обсуждать проще по поводу цивилизаторской осталости Вьетнама, но тем не менее в силу первого фактора то вьетнамцы активно использовали идею о приниженном положении женщины в обществе и сквозь нее как бы опосредованно они тем самым показывали приниженное положение самих себя при французском колониальном режиме. Таким образом объект женщина как объект публицистических каких-то идей опосредованно на самом деле подразумевала сам по себе Вьетнам. И вот здесь я привел ну лишь четыре различных варианта. Вот Фан Хо это знаменитый вьетнамский публицист, вот эта вот книжечка синяя, она на самом деле на 600 страниц. Называется «Женский вопрос в нашей стране». Фан Бой Тяо это предтеча Хо Ши Мина, известнейший вьетнамский революционер, примерно такое же название «Женский вопрос в нашей стране». Третья книга это сама, собственно говоря, женщина. Название к пить не отличается разнообразием, все то же самое «Женский вопрос в нашей стране». И четвертый это одна из обложек самого известного представителя женской прессы того времени журнала «Женские ведомости». И, соответственно, огромное число писанины во Вьетнаме крутилось именно вокруг этой тематики. Если посмотреть, в принципе, самый известный журнал того времени, то, опять же, политической теме априори быть внимания уделено не могло в силу цензуры, то женская тема становится наиболее востребованной и через нее решаются различные культурные и цивилизационные проблемы Вьетнама. Дальше. Но, собственно говоря, вот это все идет образ. Опять же, некоторые вьетнамцы позиционировали восприятие женщины одним образом, другие – другим. Значит, это все усложнялось действительно двойственностью статуса женщины в традиционном Вьетнаме. Да, значит, с одной стороны он определялся неоконфоцианской этикой, определялся той моделью. Неоконфоцианской этикой в Вьетнаме стала и идеология, вышла как бы на государственный уровень с 15 века. Вот именно с того момента, 15-16-18 века, как бы государство особенно сильно увязывало социально-политический порядок с семейным порядком. В принципе, это характерно именно неоконфоцианство, для конфоцианства в меньшей степени. И, соответственно, женщины, как ключевой, собственно говоря, член семьи, становились как бы в центре этого порядка. Но этот порядок был для женщин, опять же, в соответствии с строгими неоконфоцианскими нормами, весьма полон многочисленных ограничений. Для Дальнего Востока это известно. Система трех послушаний или троякой покорности, четырех добродетелей. Три послушания – это что с детства девочка подчиняется отцу, в замужестве мужа, после смерти мужа сыну. Как раз в одной своей статье я показывал, что на самом деле как минимум третья часть то, что после смерти мужа женщина подчиняется сыну – это скорее такое теоретическое пожелание, которое в реальности на самом деле никакого применения не находило. С другой стороны, у нас идет экономическая роль женщины в тех социально-политических реалиях тех веков, которые реально были. Когда в результате войн огромное количество мужчин задействовано на полях сражений или просто убито. И, соответственно, женщины, невзирая на господствующую промужскую государственную модель, которая, собственно, запрещала им практически любые сферы общественной деятельности, в реальности могли оказывать, в первую очередь, экономическое влияние, в какой-то степени опосредованно социально-общественно и так далее. Ну, вот тут это и написано примерно то, что я и сказал. Вот, и вот эта двойственность порождала и двоякое восприятие статуса и прав женщин в интеллектуальной среде Вьетнама первой половины XX века, из-за чего трактовалось все это сильно по-разному. Здесь тоже нужно еще упомянуть такое понятие Эрика Хобсбаума как изобретенной традиции, потому что, когда мы говорим традиционный Вьетнам, история Вьетнама, мы зачастую находимся в плену вот этого так называемой изобретенной традиции. Ну, вьетнамисты знают, что древнейший период в истории страны это эпоха хунг-вунгов мифических, второе-первое тысячелетие до нашей эры, которая, по сути дела, была выдумана просто в XV веке автором ключевой вьетнамской летописи Туанхэйнго Шеллиином и является собой как раз пример разобретенной традицией. Но, вот здесь вот интересно, вот традиционный Вьетнам, все вьетнамцы, ну, любой вьетнамист сразу знает первых двух женщин, это сестры Чинг, легендарные воительницы, которые в первом веке нашей эры подняли восстание против китайского нашествия. Ну, вот так вот они репродуцируются во Вьетнаме, это в современных картинках, такой у них дается образ на слонах, это Лу-Бог, традиционная вьетнамская картина, так, это чуть позже, в 40-е, 50-е, 60-е годы во Вьетнаме, в Южном Вьетнаме, вот здесь обе фотографии, это Южный Вьетнам, Республика Вьетнам, которая якобы, ну, проамериканская, соперник условно-социалистической ДРВ с Хо Ши Мином. Значит, там праздник поминовения сестер Чинг стал национальным женским днем, прям государственным праздником. Вот, здесь проблема заключается в том, что, собственно говоря, сестры Чинг, они являются носителями традиций тех жителей современного северного Вьетнама, но которые, по сути дела, вьетнами еще не были. И вот то, что именно женщины возглавили восстание против китайского нашествия в первом веке нашей эры, это как раз было очень типично для местного населения тех времен, которые просто так получилось, что живет на территории современного северного Вьетнама, и которые, конечно же, современная вьетнамская историческая наука и общественная мысль считает непосредственно своей историей. Но на самом деле, насколько это было историей именно вьетов, это вопрос, мягко говоря, спорный, а скорее, конечно, к вьетам отношения имело очень мало. Тем не менее, сами вот сестры, они, по крайней мере, их имена, это считается вот первые представители, чьи личные имена нам вообще во Вьетнаме известны, настоящие. И вот в связи с чем уже упомянутый Фан Бой Тяо, лидер общественного санксбодительного движения начала 20 века, вообще считал именно их, а не мифического дракона и фею, настоящими первопредками вьетнамского народа. Но, опять же, тогда была характерна совершенно другая система наследования, имущественных прав, когда вот в древнем условно-вьетском обществе все это делалось через фигуру женщины, права передавались через женщину и так далее. Но затем уже, конечно, под влиянием пришедших китайцев все это постепенно менялось. И вот здесь следующая женщина, знаменитая, это уже третий век, тоже воительница против Китая, Чьио Тхичинь, Ба Чьио по-вьетнамским, госпожа Чьио. Собственно, вот здесь это лубочная картина, можно обратить внимание на ее пышные формы, об этом, собственно, пишут и летописи, и все всегда про это говорили, и то, что она воевала на слоне. Здесь тоже это любопытно, по сути дела, она вьеткой на самом деле не была, а происходила она из территории, скорее, центрального Вьетнама. На слоне вьеты, на самом деле, никогда в те времена не воевали. Вот. И таким образом, на самом деле, к вьетнамской истории реально она имеет отношение также достаточно опосредованно. Тем не менее, в официальной исторической традиции она является, конечно же, одним из ключевых персонажей. Так, ну, это я, наверное, не успею по поводу реально социально-политического положения в законодательстве. У вас еще пять минут. Ну, тут просто есть еще два других сюжета, это я, пожалуй, пропущу. Вот, то есть, первый, это был момент женщины как вот суть национальной идентичности. Второе, что бы я хотел проговорить, женщины как источник легитимации и исторической преемственности во Вьетнаме. Значит, этому положению есть конкретно исторические примеры. Вот на этой фотографии изображена посередине, это X век, императрица Зоэн Ванга. Императрица в том смысле, что не правящий монарх, а жена правящего императора. Так вот, что любопытно, правящих императоров у нее было сразу два. Вот слева один Диньбо Линь основатель одной династии, справа другой Ле Хуан. Собственно говоря, переход от одной династии к другой произошел исключительно благодаря как бы этой женщине, что в конфуцианском мировоззрении в принципе как бы совершенно запрещено и нелепо. Ну вот еще тут два примера я привел. Это реально историческая легитимация. Это понятно, настоящие исторические деятели. Но здесь можно повести речь о не столько о реальных исторических фигурах, хотя это действительно живые люди были, сколько об их образах, именно об их концептах. речь идет о принцессе Лен Го Пхан, это 18 век, и знаменитой для вьетнамистов, может быть, и не только, поэтессе Хосуан Хуэнг. Ну, сверху это Хосуан Хуэнг, причем не она, как бы тот образ, который в ее стихах воплощен. Снизу это вот эта принцесса Лен Го Пхан. Здесь просто интересный момент. Ну, опять же, скорее, конечно, вьетнамистам интересно и знакомо, поскольку тут важный момент в истории Вьетнама была такая замечательная династия Тайшонов. И, как это позиционируется, крестьянское восстание Тайшонов. И, собственно, Демократическая Республика Вьетнам во главе с Хо Ши Мином, она искала свою преемственность через вот это вот Тайшонское движение, через эту династию. А конкурирующая ДРВ Южный Вьетнам, Республика Вьетнам, она скорее искала свою историческую преемственность через последующую династию Нгуэн, последняя династия в истории Вьетнама. И вот вокруг вот этой вот принцессы Лен Гопхан и здесь получилась очень интересная вещь, как в истории одновременно, да, это вот 50-60 год 20 века, как две исторические школы совершенно по-разному описывали этот образ, потому что, ну, что она в реальности представляла, конечно, никто не знает. В Северном Вьетнаме ее описывали, вот эта правая фотография, как жену любимейшего вьетнамского полководца Тайшона Куан Чунга. На самом деле она была его второй или третьей женой при наличествующей одновременно первой, младшей его была лет там на 25-30, но это всегда у них в Северном Вьетнаме позиционировалось как искренняя любовь и замечательная история. В то время как Южный Вьетнам, наоборот, показывал, что хотя она была за ним замужем, на самом деле она его очень не любила и в итоге вообще отравила и перешла к династии Нгуэн. Вот у нас и получается, собственно говоря, казалось бы, реальный человек, позиционирование его совершенно отличная в зависимости от политической конъюнктуры в стране. По поводу Хос Ван Хуэнг, величайшая поэтесса, но про которую дословно вообще-то, доподлинно неизвестно. Вообще, была она, не была, кем она была и была ли она вообще женщиной, а не борющим мужчин, пишущим под видом женщины. Здесь в основном вопрос просто был, в какой период она творила, опять же, при Тайшонах или же при Ангуэнах. Ну и все, у меня время вышло, я последнее, что как раз скажу. Третье. Женщина как способ репрезентации страны. Вот здесь вот интересно, тоже 50-е, 60-е годы и 20-го века, опять же, у нас есть два Вьетнама, северный, коммунистический, южный, условно, капиталистический, проамериканский, и там, и там были журналы как бы на мировую арену рассчитанные. Ну и я думаю, можно не говорить, где, какой журнал, где здесь южный журнал, где северный коммунистический журнал. Значит, и те, и те очень активно использовали образ женщин, но давали это совершенно по-разному. В южном Вьетнаме это всегда были персонифицированные люди, как правило, известные актрисы, ну или общественные деятельницы, с именами, которые сзади на бошке подписывались. В северном Вьетнаме, естественно, это было без имен, но женщина, как, собственно говоря, символ статистического строительства. Вот. Ну, пожалуй, это, наверное, собственно, все, что я успеваю сказать. Так, несколько сумбурно и коротко. Ну, надеюсь, что-то стало. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересный и исторический экскурс. Глазунова Светлана Евгеньевна. Островумнейшая идея собрать эпитеты женщины и показать, что язык нам говорит о женщине. Это же будут пословицы или что это будет? Да, я хотела бы сказать, что да, здесь я беру эпитеты в таком широком понимании, безусловно, это не только прилагательное, хотя я старалась мучительно придерживаться правильности термина, но, конечно, это и фразеологизмы и метафоры. И вот сейчас я как раз попытаюсь после такого очень серьезного доклада, и я сегодня очень рада, что есть мои коллеги наконец-то, и начну, если можно. Я как раз, правда, без разрешения Максима Алексеевича, но я хочу как раз рекомендовать всем очень две его статьи, попробую эту технику владеть, которую я читала, причем наткнувшись случайно, Максим Алексеевич. С моей точки зрения безумно интересные статьи, в двух частях вернее, одна тема затронутая, всем очень рекомендую, как раз, где рассказано о конкурсе красоты, но вот название здесь указано, очень всем рекомендую. В Вьетнаме, как и в любой другой стране, в любой другой культуре понятия о внешности меняется в зависимости от эпохи, тоже вот отчасти сейчас сказал Максим Алексеевич. В Вьетнаме физическая красота, женщина в частности традиционно, женщина в первую очередь, вернее, традиционно не занимала столь важного места в общественной мысли и литературе, как в европейских странах. Как сейчас уже было сказано, что Вьетнам относится к культурному ареалу компоцианского влияния, и больше всего ценила всегда добродетельность, целомудренность девушки, ее послушание мужу и родителям. И даже, что интересно, даже вот буквально в марте этого года на одном из сайтов электронных, на одной из электронных сайтов Вьетнама в разделе «Семья» был предложен список, как это было сказано, накануне 8 марта всем прекрасным девушкам, а также их любящим мужьям, которые в поисках дополнительных эпитетов как бы еще похвалить свою любимую половинку. Так вот, список из ста прилагательных эпитетов, большая часть, в основном это эпитеты, описывающие именно духовную красоту, какую-то душевную составляющую, теплая, верная, преданная, открытая, с юмором, способная к самопожертвованию, милая, нежная, изящная. Хотя, конечно, попадаются эпитеты такие, как привлекательная, но все равно это намного меньший процент, нежели вот вежливая, романтичная, соблюдающая нормы, так сказать, и требования. Творческая и так далее. Если мы будем говорить все-таки вот о классических таких эпитетах, я попробую в хронологии немножечко пробежаться, то сами образы и сравнения в классической вьетнамской литературе в основном такого китайского или под китайским влиянием происхождения, поскольку вот как раз Максим Васильевич в своей этой статье упоминает, что, например, встречается сравнение со снегом, что, ну, очевидно, не слишком типично для Вьетнама, где снег, конечно, можно увидеть на горе Фансипан, но не так часто. И вообще вся общественная мысль Вьетнама, она восприняла, конечно, на тримологический лисикон китайской философии, литературы. И вьетнамские поэты, классическая поэзия, выработала в такой степени некоторый следующий идеал, что размер талии не должен бросаться в глаза, потому что, если она слишком велика или слишком мала, будет отсутствовать гармония. Волосы чем чернее, длиннее, тем красивее. Лицо должно быть овальным, иметь правильность черт. В этом плане китайцы как раз предпочитали вроде как круглое лицо. И вот можно посмотреть, надеюсь, не очень мелко видно, что, конечно, вот в классической литературе мы встречаем, как правило, именно эпитеты такие метафорические. Прекрасные глаза, они сравниваются с глазами голуба, потому что они кроткие, красивые глаза, именно только о женских глазах. Глаза как листья горца душистого, то есть медалевидные глаза, удлиненные. Замечательное выражение это глаза феникса и брови как усики, бабочки тут его шелкопряда. Я там дала в скобках пояснение, что то же самое выражение на мужчине, тут уже идет, говорится, о гусенице тут его шелкопряда, соответственно, совершенно другой образ возникает, как раз мужественный, с мощными бровями мужчина. Лицо как цветок, кожа как пудра, очаровательная женщина, так, ясная красавица, и так далее. Все эти образы, они приходят, если мы посмотрим, вот сколько я могла отследить, классическую поэзию или классический даже текст, они переходят из текста в текст, они очень повторяются, есть глаза возлюбленные, такие же блестящие, как глаза орла, изящные изгибы бровей, как усики, бабочки тут его шелкопряда. В преданиях, сказках также используются в большинстве случаев именно эти устойчивые эпитеты. В легенде о том, как пал древнее ветское государство Баулак, существовавшая с 3 века до нашей эры по 2007 год, дочь императора, главная гряня легенды, ну, сейчас не буду на сути останавливаться, но Митяу описывается тоже следующим образом юная девушка с лепительной красотой, с глазами феникса, ну, и с бровями, как усики, бабочки, тут его шелкопряда. Одно из самых известных произведений уже более позднего периода начала XIX века поэту Мгуэнзу сравнивают с Пушкиным, с нашим, это поэма Акеоли, известная у нас как «Сцена нестерзанной души». Там тоже дается очень живописное описание главных героинь, сестер, которые начинаются так. Стан у них был стройный и хрупкий, как абрикосовые ветви, а дух чистый, как свежий снег. Вот, опять же, да, скорее всего. Китайского происхождения, конечно, не петит. Ван, сестра, одна из сестер, смотрится по-особому статной, ее личико круглая, как полная луна, все линии тела округленные. Вот это достаточно редкий момент, когда называют именно линии тела. Ее улыбка свежа, как распустившийся цветок, а речь сломудрена и струится, как падающие жемчужины. Темные тучи уступают красоте ее волос, а снег близне ее кожи. Несмотря на все эти достоинства младшей сестры Кео, старшая сестра, главная героиня, чем именем названа поэма, кажется принять непривлекательной. Ее глаза, как прозрачное осеннее озеро, а черты лица изящные, как весенние цветы в горах. Цветы завидуют ее красоте, а им обидно, что уступают ей в свежести. Она так прекрасна, что взглянет один раз, крепость зашатается, взглянет другой раз, падет целое царство. В народном творчестве очень часто, как раз о чем описано очень подробно и очень интересно в статьях Максима Алексеевича, часто красота связана со страданием. Вот такая есть позиция, всех отсылаю к этим статьям. И в частности, не просто со страданием, а с такой неопределенностью, или наоборот, предопределенностью судьбы девушки, которая подневольно и будет отдана замуж, неизвестно ей, кому и так далее. Вот очень известная фраза о том, что тело мое словно розовый шелк. Розовый шелк – это один из самых дорогих видов шелка, тонкий, красивый. То есть это очень драгоценный материал, но при этом развивается посреди рынка и не знает, в чьи руки попадет. Очень известная такая строчка, которая как раз говорит о непростой судьбе девушки. В народном творчестве к описанию женщины всегда было более вольное отношение. И в народных песнях, иногда мы называем частушками, они где-то совпадают с нашим жанром, где-то все-таки отличаются от него, намного больше и откровеннее восхваляли красоту женщины внешнюю, помимо внутренней. Но в принципе тоже использовали такие уже эстетические стандарты, как вот тонкая талия, ямочки на щеках, в виде монетки, там уточняются, черные зубы, ну об этом тоже я как-то говорила про красоту по-вьетнамски, тоже помню, что раньше красили зубы, и зубы красивые считаются черные, белые – это вообще безобразие. Вот, черные – как агаты, брови – как лист, ивы, опять же, изогнутые, и так далее. Например, такие фразы есть, строчки из «Казау», так называемой народной песни, «Запястье белое, круглое, когда держишь его, словно ощущаешь прохладу снега». Дальше такие, ну, народное творчество, и у нас, мы знаем, частушки, они склонны к таким шуткам, немножечко иногда на грани, да, чего-то. Вот, ну, я здесь прилично буду говорить. Например, такая фраза была, да, моя мама… Вот здесь всегда трудно переводить, это моя мама или твоя мама, потому что в пятнавском местоимении они играют, да, во всех лицах. Ну, здесь, скорее всего, девушка себя расхваливает. Моя мама мастерится и рожать, и воспитывать. Кожа у меня белая, как очищенное яйцо. Вот там тоже была это, да, из один из эпитетов. И сама я словно вся, как на картинке. Опять же, очаровательные брови полумесяцем, волны тёмных, цвета туч и волос, прекрасны, как розовый шёлк. Часто народные частушки, вот, опять же говорю, ещё откровенно шутливые. Моё тело, как колючий клуб не водяного ореха, внутри белое, снаружи чёрное. Попробуй и узнаешь, что я сладкая. Здесь тут игра слов, потому что слово «сладкое», которое употреблено на английском языке, здесь и в прямом значении употребляется, и переводится как «счастье и радость», то есть познаешь о счастье и радости. Ну, это вот народное творчество. И очевидно, что с точки зрения народного эластического вкуса внешние данные девушки, да, это не что-то такое только духовное, метафизическое, а очень конкретное, очень эмоциональное, связанное с линиями, формами, оттенками человеческого тела. Очень такой настоящий жизненный вкус, вот как было написано в одной из вьетнамских статей. Щёки должны быть розовыми щеками, розовые щёчки с ямочками, как я уже сказала, как монетки, белая кожа и длинные волосы, но эти стандарты, они были как в народе, да, в народном понимании красивого вида девушки, так и в классической поэзии. Кроме того, очень большое внимание всегда придавалось и улыбке, и манере речи. Это тоже большой, такой важный фактор красоты, или, так сказать, не красоты. Скажи, сколько тебе лет, сколько лет тому, у кого улыбка, словно распускающийся цветок. Смотрю на твою улыбку, словно раскрывается бутон лотоса, будто восходит солнце. Как я уже сказала, заместят эпохи, менялись и представления, менялись эпитеты. Первая половина XX века стало время глубинного изменения, опять же, сегодня про это уже говорили, к 30-м годам в Северном Вьетнаме уже окончательно сложился скомониальный образ жизни. Тогда влияние очень сильно было французской культурой, литературой. Стали появляться в литературе новые направления, романтическое направление, также реалистическое и критико-реалистическое. Один из наиболее популярных авторов того периода – Намкаун, очень известный писатель, и один из его известнейших рассказов «Ти Фэй», он переведен на русский язык, его можно почитать, и там он тоже дает описание, вот в переводе Быстрова, Игорь Сергеевич я нашла, как один из вариантов, описание героини, но героини отрицательной. И она тоже розовощокая, но она пышная, и это дается как отрицательная же, то есть это не тонкий, гибкий, изящный стон, она пышная, розовощокая, крепкая, цветущая. При этом дается перевод, вот как у автора Быстрова, что жена по-прежнему, это муж ее пожилой, про нее рассуждает, жена по-прежнему молода, красивая и легкомысленная, будто ей 20. Он живо представил себе ее блестящие, слегка прищуренные глаза, свежие, чувственные губы, с которых не сходила лукавая улыбка и розовые щеки. Вот перевод дается свежие чувственные губы, по-вьетнамски там идет слово и это вообще-то похотливый. То есть очень такое отрицательное описание, конечно, вот это уже совсем другой стиль. Кроме того, дальше, если мы пойдем дальше по периодам, 45-й год, августовская революция, раздел страны, вплоть до 75-го года, даже можно говорить и дальше, вот начинается с северной части. Я про Южный Вьетнан, к сожалению, не успела много посмотреть, а что было бы интересно, поскольку, как Максим Алексеевич уже вам показал, последним кадром очень сильно разлучались восприятия на юге женщины и на севере. Что касается на севере, коммунистический север, то здесь руководство литературы искусством берет на себя коммунистическая партия и роль литературы вступает в качестве орудия идеологической борьбы. Женские персонажи, прозы с 45-го по 75-й год и даже после 75-го года, в основном, конечно, у них подчеркивается их скрытая жизненная сила и красота душевная. С одной стороны, здесь отражены были и традиционные устойчивые черты, но при этом в конкретной ситуации, в конкретном историческом периоде страны. Интересен следующий момент. Вот на Красном Знаме написаны слова Хо Ши Мина, те эпитеты, которыми Хо Ши Мин дохарактеризовал вьетнамских женщин во время войны сопротивления. Героическое, непреклонное, верное, способное выполнить любое дело. Что интересно, что за исключением, пожалуй, слова героическое, все остальные эпитеты присутствовали в этом списке 100 эпитетов, в которых я начала свое выступление, то есть вот в этом сегодняшнем, в нашем 2021 году. И также в стихах этого периода описывается и внешний вид, но, конечно, звучит уже по-другому. Остается тонкая талия, но волосы также остаются черные, но волосы собраны в тугой пучок. Типичная прическа для девушек того периода. Здесь один из кадров. Известнейший поэт, один из известных революционных поэтов То Хэу, написал стихотворение, которое называется «Вьетнамская девушка», к сожалению, не нашла в русском переводе, вот не уверена, есть ли оно. Но вот первое четверостище очень тоже описывает вьетнамскую девушку таким образом. Кто ты, девушка или фея? Есть ли у тебя возраст, или его нет? Это твои волосы или это облака и туман? Твои глаза на меня смотрят или это сверкает молния? Это твое тело или это железо и медь? Вот это уже описание девушки-бойца, девушки-воительниц, вот то, о чём говорил опять же, говорил Максим Алексеевич. Что касается современности, а вот, извините, вот ещё очень важный момент, тоже продолжает уже тему, очень известная фотография, может быть, даже вы увидели, маленькая вьетнамская партизанка ведёт огромного пленного американца, очень кадр известный. И вот, ну, я дала очень такой подсрочный перевод, извините, он некрасивый, но чтобы понять, о чём идёт речь. Вот эта строчка, если привести дословно, оказалась милость сильнее больших размеров, дословно по-вьетнамски большая печень сильнее, важнее, чем толстый живот. Вот если брать эту строчку по-вьетнамски. Если мы говорим дальше, и подчёркивается, конечно, простота и естественность красоты, вот это северное, северный Вьетнам, и сейчас до сих пор это тоже остаётся. Опять же, в этом списке ста местных эпитетов присутствовало слово простая и естественная. Это тоже до сих пор остаётся. Светлана Евгеньевна. Да, сейчас вот буквально последняя. Очень известный тоже такой, прям целый, я бы сказала, концепт. Девушки Гуэ, это город в центральном Вьетнаме, вот я выписала некоторые характеристики, эпитеты, которые относят именно к девушкам из Вьетнаме. Опять же, из статьи буквально вот прошлого или до прошлого года, которая называлась так «Обращение к юношам», что подумайте несколько раз, прежде чем ехать в Вьетнаме, потому что это очень опасно. Имеется в виду, что если вы приехали в Вьетнаме, и вы одиноки, вы обязательно найдёте себе там жену, потому что, ну как можно не влюбиться в такую девушку, которая… И действительно, до сих пор считается, что девушки из Вьетнаме, они самые воспитанные, они необыкновенно традиционные, они очень изящные. Не могу удержаться, не показать ещё один кадр, тоже про Вьетнаме. Есть такое понятие, фиолетовый цвет Вэй, которое связано именно с романтикой, с романтическими девушками из этого города. И буквально, вот если возможно, два слова, то есть всё про хорошее, говорила про плохое, про плохие качества, вот не смогла, практически ничего не смогла найти, как-то очень мало про это говорят. Но тем не менее, если мы говорим об отрицательных эпитетах в отношении женщин, то есть такие выражения, как страшна, как смертный грех, но дословно это звучит… Ну вот как же про них? Нет, фотографии даже нет у меня. Значит, страшная такая, что черти ругаются, а демоны обижаются, что она страшнее них, вот имеется в виду. Дальше замечательное совершенно… Есть тоже выражение, вот возвращаясь как раз к помянутому мною писателю Намкауу рассказа Ти Фео, страшная, как Тхино. Это главная героиня этого рассказика маленького. Она действительно страшная. Опять же, вот буквально, немножко зачитать, перевод уже готовый. Природа точно посмеялась над ней, голова не была приплюснута сверху, отчего лицо казалось непомерно широким, но щеки были впалыми. Будь они хоть полными, ее лицо смахивало бы на свиной рыло, а это, пожалуй, лучше, потому что подобные лица нередки. Толстый, шероховатый, как и плесинный вечно красный нос, Тхино нависал над самыми губами, тоже толстыми и мясистыми, словно они старались превзойти размерами нос и от этих стараний растрескались. Огромный рот выглядел еще больше, потому что был темно-красным от бетеля. Впрочем, нет худа без добра, это хотя бы скрывало природный серый цвет губ. Зубы выросли огромными, будто нарочно, чтобы не так бросались в глаза безобразные губы. Вот поэтому есть выражение, что страшное, как Тхино. И последнее, совершенно замечательное, это вот я попросила своих ближайших знакомых вьетнамок и вьетнамцев в Москве и тоже предложила на Вьетнам ко мне фразу симпатичная, как Джун Уянь. Я не знала, кто такая Джун Уянь, к сожалению, извиняюсь, если есть китаисты, и они это знают, но правда не все китаисты это знают. Полезно смотреть. Оказалось, что это одна из самых уродливых женщин в китайской истории, но одноком, который помог ей стать королевой и главным советчиком короля. Ну, то есть здесь такой ироничный эпитет, да, симпатичный, как Джун Уянь, то есть, ну, от противного действительно вот есть такое выражение тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Тему продолжает Елена Ивановна Тюменева. Репрезентация женского во вьетнамской празеологии. Уважаемые коллеги, я продолжаю вьетнамскую тему. Во вьетнамском языке, который относится к уголирующим и характеризуется неизменяемостью слова морфемы, отсутствует категория рода имени существительного. Каким же образом во вьетнамской празеологии реализуется вот эта вот женская тема? Прежде всего, на принадлежность к женскому роду указывают ли всем из гендерной семантики. Это термины родства, о которых уже упоминала Светлана Евгеньевна. Бабушка, мать, дочь, старшая сестра, невестка и прочее. Сюда же относятся слова, называющие лицо женского пола. Данба – женщина, фун и женщина, ны и женщина, гай – девушка. Например, зяк дэн ня дан ба кун дань пришел враг, воюют и женщины. Еще несколько примеров такого рода. Но не буду уже по-вьетнамски читать. Значит, дословно переводится «вор встретил старушку». Что это значит? Вору не повезло. Наш аналог это «нашла коса на камень». Иногда употребление терминов родства подчеркивает, что именно женские качества помогают справиться с разными проблемами. Или, например, вот такая «растеряться как родившая монашка». То есть наш аналог это «гром тревьястого неба». И это такая парадоксальная ситуация. И она подчеркивается гендерной маркировкой понятия «монах». Значит, будет сказано «ба-ши», значит, бабушка-монашка дословно. В пословицах также встречаются такие слова, как «жена» и «мать». В принципе, вьетнамские пословицы и поговорки отражают ведущую роль мужчины и причиненную роль женщины в семейных отношениях. Ну, например, «лодка следует за веслом, девушка следует за мужем». Или «муж и жена как пара кукушек». Муж идет впереди, жена кивает и идет за ним сзади. Эквивалентом этих пословиц может быть «русская куда иголка, куда нитка». В парене их также закреплено представление о жене как хранительнице домашнего очага. Девушкам предписывалось найти свою половину и создать семью. Ну, как мы слышали еще вот про турецкие пословицы и поговорки, тут есть что-то общее. Например, «девушка без мужа как дом без конька на крыше» или «лодка без весла». Интересен компромиссивный оборот супруги как пара палочек для еды. Здесь хочу подчеркнуть отличия от турецкого восприятия женских образов. Здесь подчеркивается равная роль мужа и жены в семейных отношениях. Автор наиболее полного сноваря фразеологических единиц Веттюн разъясняет, что палочки должны быть одинаковыми по длине, равными. Только тогда они красиво смотрятся и ими удобно есть. То есть в семейных отношениях муж и жена должны быть равны. Если супруги не ладят, то в их жизни нет счастья. Супруги как луна и солнце. Солнце светит днем, луна ночью. Это противоположности как и и и и и и и согласие между супругами основы семейного благополучия. Если между мужем и женой согласие, может быть чемпать Южно-Китайское море. Не нужен клад, коли у мужа с женой лад. Интересно, что материальное благополучие также является заслугой обоих супругов. Котем, комбо, буквально, имущество мужа, труд жены. Мужчина является главным добытчиком, а жена экономила и сохраняла то, что было нажито. У мужа полкина и у жены половина. В пословицах и поговорках содержатся советы по правильному гендерному поведению в семье. Например, рис кипит, убавь огонь, муж сердится, попридержи язык. Жена должна уступать мужу, чтобы всегда был мир в семье. Послушная девушка работает чиновником вместо мужа, то есть хорошая жена всегда должна помогать мужу делать кондиру. Народная мудрость предупреждает, богатые из-за друзей, благополучные из-за жены и осуждают тех, кто об этом забывает. Буквально разбогател и поменял друзей, стал жить в роскоши и поменял жену, нажил богатство, забыл и братство. Рождение и воспитание детей еще одна сфера отражения женского во вьетнамских паренеях. Например, отец и мать рожают ребенка, небо бог рождает характер. Сын мой, а он у него свой. Но это не значит, что процесс воспитания может быть пуще до томатек. вот есть такое выражение кон за кай мать ребенок глупый мать в ответе за глупого сына мать в ответе здесь употреблено слово кай женское женский род самка. В прошлом это слово употребляло значение мать. В современном языке в этом значении не употребляется, но сохранилось во фразеологии. О важной роли женщины в воспитании детей говорит пословица буквально отец родил не равно тому, что мать воспитала. То есть роль матери вроде бы даже важнее, чем роль отца. Еще говорят буквально добродетель детей от матери от матки и детки. Иногда прослеживается негативный подтекст, некая критика в отношении матери. Ну, например, ребенок заплакал, только тогда мать дала грудь. Дитя не плачет, мать не разумеет. Мать поет, ребенок хвалит. Ну, это то, что мы говорим, кукушка хвалит петуха. Слово зау невестка в паре миф фиксирует роль невестки в семье и обществе следующим образом. Невестка дочь, зять гость. Так, согласно традиции, невестка живет в доме мужа и заботится о родителе, а зять редко навещает детей и туши. Но не всегда в семье мужа невестку ждет хорошее отношение. Буквально быть невесткой в ста семьях означает терпеть, стиснув зубы. Часто с помощью гендерно маркированных маркетов пориметь подчеркивать какие-либо качества характера. Ну, например, глупость и бесстаремонность отражена в пословице «гайгуа маркетов лови» Буквально «вдова беспокоится о делах во дворце», то есть «лезь не в свое дело». Слово «гва» означает «обдовевший» и может относиться как к мужчине, так и к женщине. Но к нему добавлено слово, которое показывает, что это именно женщина. Вдова «гай». В более широком смысле здесь речь идет о некомпетентных людях, дающих советы профессионалам. Эксплицитно выражают идею женского слова, обозначающие определенные профессии и рост занятий. Ну, например, слово «коучительница», «целительница», «комкей», «комко», «рисучителя», «рисучительница» значит «работать у чужих людей и полностью от них зависеть». Чужой хлеб горит. Если, да, ну вот тоже вспоминаю уже сказанное, когда в фразеологических единицах мы видим слово «дии», то это значит идет речь о женщинах с низкой социальной ответственностью, как теперь принято говорить. Ну, а по-простому «потаскушка». Это всегда о женщине и, например, если кто-то работает себе в убыток, можно сказать «лам-ди-и», «ком-ду-ти-эн», «фан-шак», буквально «работать проституткой и иметь достаточно денег на худроу». Когда в вашу жизнь вторгаются непрошенными советами, можно употребить такое выражение «зай-ли-и-вэн-пай», буквально «учить проститутку забирать юбку». Это очень грубо так, но иногда можно употребить, то есть учить ученого. есть такая группа фразеологических единиц, в которых указания на гендер присутствуют имплицитно. Не упоминают слова о значении мужчины или женщины, но употребляются предметы или действия, присущие тому или иному представителю. Например, слово «дэ», «рожа», это понятно, что это будет женская такая составляющая. Ну, очень известное и часто употребляемое выражение «еще не мера дела, а уже именем нарекла». Или, например, вот такая менее известная пословица «дау де куан че шан че», буквально «больно рожать, а ждут, когда засветит луна». То есть время не ждет. Женщины часто рожали ночью, а тропическая ночь очень темная и необходимо было идти за повивальной бабкой. Ну, не хотелось в такой темноте ходить, трудно было. Вот вроде бы ждали, как луна появится, и чтобы потом уже, когда уже свет будет. Еще три минутки, Елена Война. Хорошо. Ну, еще о чем могу сказать, что идея вот жертвого, она импрититно выражается с помощью когнитивных метафор. Ну, назовем некоторые из них. Муж котелок, жена крышка. Женщина луна. Ну, например, ход чанку и дэн. Есть луна, забыл лампу. Святая Евгеньевна Глазунова указывает на тот факт, что гендерно маркированными примит могут быть названия блюдки тамской кухни. Ну, например, рис это жена, а суп это любовница. Ну, и на этом я закончу и более подробно это все будет отражено, я надеюсь, в статье. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Значит, вьетнамский десант сменяет десант арабистов. Кухарева Елена Владимировна, место и роль женщины в арабском обществе и культуре грандиозно сформулировано. Пошли, послушаем. Не слышим вас совсем. Уберите там крестик. Не слышно. Убрать заставку. Я прошу прощения, там техническая возникла ситуация. В дальнейших времен Пожалуйста, громче, пожалуйста, ближе к аппарату. Плохо слышно. Алло, сейчас слышно? Ну, конечно, сейчас уже лучше. С самых давних времен женщина занимала важное место и в культуре, и в обществе всех народов. Будь она олицетворением матери природы, великой продолжательницей рода, хранительницей домашнего очага или послушной служанкой мужа-господина или даже рабыни. Однако среди женщин всегда были и мудрые правительницы, и смелые воительницы, и хитрые интриганки, которые вертели своими мужьями, как хотели, ибо муж голова, жена шея, как уже сегодня говорилось. Женская красота, чистота, нежность привлекали поэтов, художников, писателей. Женщин любили, ненавидели, восхищались их прекрасными формами и боялись злых язычков, боготворили, прохвенали, возводили на пьедестал и сжигали на кострах. Во всех культурах женщина была в центре внимания. Не является исключением и арабское общество. Доисламский период в арабском пантеоне среди племенных божеств существовало как минимум четыре главных, почитаемых всеми племенами Аравии. И среди них было три богини. Это Лат, богиня дождя и неба. Это у некоторых племен она считалась или была равна богине Венере. Другая богиня, Манат, богиня судьбы и возмездия. Кроме того, была еще и Аль-Узза, которой поклонялись арабы пятого, шестого веков. И эти все три богини занимали центральное место в арабском пантеоне. Но все они входили в триаду богинь, дочерей Аллаха. Но правда, в некоторых арабских племенах они занимали разные позиции, но я не буду углубляться в эти тонкости. Ну и, естественно, четвертым был сам Аллах. Если мы спустимся с небес на землю, то среди легендарных личностей, женщин, которые жили на территории нынешнего Аравийского полуострова, это была царица Савская Белькис, слова которой достигла самого царя Соломона, а их встреча и последующие события нашли отражение в библейских сказаниях и обросли множеством лиденд и мифов. Если же обратиться к реальному доисламскому и ранее исламскому обществу, то, конечно, жизнь простой бедуинки или жительницы города была трудна и не слишком разнообразна. Тем не менее, эта эпоха также дала немало замечательных женщин, прославившихся, например, в поэтической области. Первой среди них считается Альханса. Я не буду зачитывать ее имя, оно слишком длинное, но она прославилась тем, что она была сочинительницей стихов плачей, элегии, которые она посвятила погибшим своим двумбратьям Сахару и Муавио, а потом и четырех сыновей. И в разных битвах против персов она принимала даже сама участие. Здесь приводятся ее стихи. Я также, чтобы сэкономить время, не буду слишком часто им долго зачитывать. Может быть, вам будет видно, что здесь написано. Но она прославилась не только как поэтесса, ее очень уважали в мусульманской умме, потому что она в свое время приняла ислам, встретившись с Мухаммедом и стала очень правоверной мусульманкой. И в одном из исследований было сказано, что все знатоки литературы единогласно утверждают, что Ханса лучший поэтесса среди арабов. Никто в истории не писал таких стихов, как Ханса, будет доволен ей Аллах. Но кроме того, она именно тем, что это мать своего времени, она призывала своих сыновей броситься в пламя сражения. Когда же все ее сыновья погибли, она восхваляла Аллаха за это. И больше мусульмане ее ценят именно за такую преданность вере. В доислам доислам период женщины были источником вдохновения. Среди поэтов доисламского периода можно назвать им руль кейса. Он говорил о своей возлюбленной. Вот там написано, что прохладу устью жемчужин светлый ряд, овеял диких трав и меда аромат. Когда в других стихотворениях он называет свою любимую прекрасной всех красавиц, которая затмила и ласково нравом, она, так сказать, поэт ценил женскую красоту физическую. Я любил полногрудых и ласковых женщин, но тем не менее знал их непостоянство и коварство. Но я знаю, что друга не жалко им бросить, если друг обнищал и в кудрях его просить. Другой поэт 6 века так описывал Тарафа, так описывал свою прекрасную возлюбленную. Краса черноокая в стойбище дальнем живет, на шее высокий горят жемчуга ожерелей, косится испуганно дева, как поле газель, и шея изогнута трепетно, как у газели. Ну и так далее. У другого поэта Аль-Лекамы его любимая сальма «Мышки мускусной пахнет, и коса ее мускусом напоена, и она прекрасна, полногругдая, опять же таки, девушка тонкая в поясе, которая соразмерно была словно лань сложена». Среди поэтов джихилии и раннего ислама, воспевавших своих многочисленных возлюбий, выделяется Антара Ибн Шаддад и Кейс Ибн Аль-Мулауах, который больше известен как Аль-Маджнун. Идеалом предметов для Антары была красавица Абла, дочь богатого соплеменника. Но проблема заключалась в том, что сам жизнь Антары была довольно сложной, потому что он был хоть и сыном богатого племенного вождя, но мать его была рабыней из Эфиопии. Поэтому Антара был смуглом, больше негроидного типа, и более того, он сам был рабом, так было принято, несмотря на то, что отец его богатый и знатный. Но тем не менее Антара сумел заслужить уважение соплеменников, заслужить свободу, но его любовь была очень долгие годы неразделенной. И Абла над ним смеялась. Он писал, смешон для Аблы удалец, чья жизнь полна невзгод, чье тело твердо, словно меч, упруго, словно дрот. И он был в разлуке с ней, когда он рыдал на лугу, только слезы иссякли и глаза исходили кровавым потоком. И наверное манифестом любви Антары Кабли можно считать его стихотворение, которое называется «Отравленный стрелой проник мне в сердце яд». Красавица прошла, покачивая станом, как ведь качается, лишь ветры налетят. Красавица прошла, скосив глаза пугливой, как робкая газель, порой глядит назад. Ну и так далее. Следующий известный, так сказать, поэт это Аль-Маджнун и это трагическая его любовь к красавице Лели. Эти Ромео Джульетта Арабского Востока вдохновляли многих поэтов на создание поэтических сборников и музыкальных произведений разных времен. По этой теме, об этой паре были созданы поэмы Лели и Меджнун Низамигенжеви, еще написанные в XII веке. Лели и Меджнун был балет 1964 года, была опера создана Лели и Меджнун и так далее. Но если возвращаться к стихам Мулауха, то надо сказать, что он любил свою Лейлу, такой, какая она была, хотя его все время за это ругали и говорили, что похожа она на ребенка, словно не женщина, Леля твоя, а девчонка, рот как у птицы, глаза зеленее травы. Но именно эту волшебную бесценную птицу любит Меджнун. И ее зеленые глаза и большой рот не были, как следует из стихотворения, идеалом красоты в то время. Хотя в настоящее время, наверное, Лейла была бы вполне в нынешнем тренде, потому что девушки увеличивают губы, так сказать, специально, и носят разноцветные линзы. Если мы подведем небольшой итог, это, конечно, мизер того, что я вам привела, так как это неиссякаемая тема, но можно сделать небольшой итог, что из этих отрывков видно, что в арабской поэзии женщина-возлюбленная – это обладательница прекрасных, как у газели, глаз и шеи, пахнущих мускусом длинных шелковистых волос, стройных станом и волнующим движением бедер, которые напоминают полыхание веток и трав под воздействием ветерка, дыхание ее свежо и наполнено ароматом. Эта женщина чаще всего является неким идеалом, воспоминанием о минувших быстротечных свиданиях и утраченных мгновениях счастья и блаженства. Конечно, арабская любовная релика, я уже сказала, это океан, поэтому мы даже не затронули и самых-самых поверхностей и не говорили о средних веках и так далее. Если мы перейдем к современным поэтам, арабским, которые также воспевают своих женщин, то среди них, наверное, можно обратить внимание на сирийского писателя, поэта Низара Каббани. В свою книгу, «Книгу любви» он называет «Песнь песней». Его, надо сказать, что стихи – это скорее проза, рифмованная проза, и он рисует такую картину женщины, что она настолько прекрасна, что заставляет забывать о красоте неба. Его «Зеленая птица», если мы вспомним Маджнуна, там тоже насчет зеленых глаз было говорилось, напоминает, что это божественное творение, само совершенство. Поэты влекут задорные глаза, похожие на черные жемчужины. Как и поэты прошлого, Каббани ассоциируют любовь с определенными запахами, но у него это уже не запах мускуса и степных трав, а запах персиковых рощ. Надо сказать, что у Каббани есть и отличительные характеристики. Он смотрит уже на женщину, которая прошла большой путь, и надо сказать, что ее положение меняется за это время. И если в прошедших веках женщина вправе было любить кого она хочет, выбирать кого она хочет, то сейчас уже на фоне многих и многих веков измененных традиций эти традиции часто лишают женщины свободы выбора, и она рискует быть забросана пятьюдесятью камнями. И это не страшит поэта, наоборот. Он считает, что когда он полюбил такую женщину, то он чувствует себя царем времени, безраздельно владельщиком. Безраздельно. Да, сейчас. Так, ну, дальше просто могу сказать, что другой образ у поэта Дервиша, там уже женщина-боец, женщина-палестинская женщина, которая будет отстаивать свои, тут можно сравнить с Северным Вьетнамом в каком-то смысле, вот, женщина, которая отстаивает не только свое право, но и право своей земли и так далее. Ну, что мы можем еще сказать? Пословицы поговорки, тут тоже, да, надо сказать вот о чем, что проходили века, и женщины менялись, и роль их менялась также. Ну, здесь несколько фотографий современных женщин, писательниц и художников, это представительницы, ну, в данном случае, Кувейта и Сирии, да, Сиро-Ливанские, это Лейла Осман, Гада Саман, господи, как ее, боксами, вот, это современные женщины, которые заняли свое место. Я еще хотела сказать, конечно, и о пословицах, и поговорках, что-то почему-то у других получается. Это невозможно, да. Ну, я не знаю, неужели уже 15 минут прошло? Нет, больше 15, 20 прошло. Ну, как это 20, 7 минут, я только... Леночка, ну, не торгуйтесь. 10 минут. Ну, у меня почему-то всегда получается, как бы я ни говорила, всегда быстрее, чем у других. Мы теряем время, говорите свои пословицы быстро. Ну, вы меня сбили, хорошо, значит, я еще виновата. Если говорить о пословицах, то тут, естественно, не могло не отразиться народным творчеством. Здесь мы видим такие выражения, что женское качество есть и отрицательное, начну с отрицательное. Женщине нет ни ума, ни набожности. Женские козни велики, козни женщин неостребимы. Где одна хозяйка хоромы, а где две дом в разори. И так далее. Вместе с тем, можно сказать, что женщина-мать, как во многих культурах восточных, занимает очень важное место. И здесь перекличка, наверное, с тем, что говорил предыдущий выступающий, в частности, роль матери в воспитании детей. Сын таков, каким его воспитала мать, а муж таков, каким его приручила жена. Значит, очень важно, что женщина-мать для арабов это идеал. Рай под ногами матерей, говорят они. Дом красив с занавесками, а женщина детьми. Слово матери, что мед во рту. Если мы скажем еще два слова, тут, наверное, я не могу не сказать о роли женщины в исламе. Здесь, так сказать, условное обозначение. Первая жена Хадиджи сыграла огромную роль в становлении, если хотите, самого Мухаммеда. Ну, наверное, в статье мне придется больше говорить, потому что здесь следует очень много рассказывать. Но в исламе мы можем назвать помимо Хадиджи еще его вторую жену или одну из жен Аишу, самую маленькую, самую практически девочку, на которой он женился, когда ей было там 10 лет. Но она была очень важна в истории ислама, так как является одним из главных передатчиков хадисов о жизни Мухаммеда. Ну, еще одна важная женщина в исламе это Фатма, его младшая дочь, с которой также связано большой, так сказать, значительный период жизни Мухаммеда, которая его поддерживала в тяжелые годы гонений и так далее. Вот, и вообще она сама считается образцом и у нее даже прозвище есть Фатма Азахра освящающая, поскольку она была образцом добра-нравия, благочестия, веры и преданностью пророку и исламу. Кроме того, наверное, все знают рука Фатмы, у нее очень много всяких, так сказать, связей с разными культурами, в частности, но рука Фатмы наиболее известная, наверное, и связана она с такой легендой, что якобы ее муж Али собрался было жениться и уже привел, почти что привел жену вторую домой, но Фатима настолько была поражена, шокирована, что не увидела, как упала у нее крышка или ложка в суп и стала мешать этот суп рукой, даже не замечая боли, которые могла ощутить. Еще одна важная деталь, может, вам будет интересно, что тут говорили об основательницах в Квебике, по-моему, какие-то монастыря или церкви, что-то, так вот, хотелось бы сказать, что есть такая Фатима Альфихри, которая является основательницей в городе Фесси самого первого мечети и первой медресе учебного заведения, которое превратилось за последние 1300 лет в университет, действующий на протяжении всего этого времени. Хотя эта женщина не была никакой не правительницей, а дочерью просто одного из купцов обосновавшихся в Фесси, но тем не менее она внесла огромный вклад в развитие культуры и науки и утверждения религии в Марокко. Ну и немножко так, чуть-чуть... Нет, мы заканчиваем. Хотите, да? Ну ладно, современных женщин не получится. Мы заканчиваем. Спасибо большое. Вы говорили 32 минуты. Хорошо. Это самое. И тема женщин, арабских женщин не исчерпана. Мы ее продолжаем. Еще у нас три выступающих. Успенская Нина Алексеевна. Женские образы в современной арабской литературе. Спасибо. Пожалуйста, будьте корректны с точки зрения времени. 25 минут, я уложусь 15. Женские образы в современной арабской литературе. В современной арабской литературе много произведений, которые посвящены бесправию женщин. Многие героини страдают в результате браков, заключенных против их воли. Ряд произведений рисует варварские обычаи, когда согрешившую до свадьбы девушку убивает собственный отец или брат. Несомненно, все это имело и имеет место, но если судьба всех женщин так печальна, то каким образом общество могло вообще выжить? Ведь должны были существовать положительные примеры даже в те времена, когда женщина считалась вообще бесправной. В современной египетской литературе начало и середина прошлого века много произведений рисуют семейный уклад, где женщине отводится центральное место. В Египте власть семьи сильнее закона, и именно она диктует нормы поведения. По мнению Васильева, известного востоковеда, для египтянина в семье сосредоточено начало всех начал и конец всех концов. И если затронута честь семьи или сделана попытка вторгнуться в ее дела, то он готов бунтовать и даже жертвовать своей жизнью. Честь для египтянина его жена. В современной аврабской литературе множество примеров, которые иллюстрируют положение женщины в семье. В них проступает тот идеал, те черты, которые арабский читатель хочет видеть в женщине, как хранительница очага семьи, которая составляет основу общества. В качестве примера можно привести героиню из рассказа «Возвращение» египетского писателя Махмуда Таймура. Это Умзаян. Когда-то давно у Умзаян был собственный дом, много детей и славный добрый муж, тогда она была сама себе хозяйка и прислуживала только себе и мужу. Но судьба жестоко обошлась с этой женщиной, сначала она потеряла мужа, впоследствии всех своих детей. На ее попечении остается маленький внук, в котором бабушка души не чает и ради него только и живет. Несмотря на все несчастья, выпавши на ее долю, написано в произведении, Умзаян обладала редкостным терпением и кротостью, которые разве что чудом могут сохраняться в человеческой душе. На лице ее никто не видел и следа безысходного отчаяния или внезапного гнева. От нее никогда не слышали сетывания или жалоб на судьбу. Труд, простые повседневные обязанности это то, что составляет основу ее существования. То она печет хлеб, то работает в птичнике, рассказывает сказки соседским детям и разные занимательные истории. Нередко героинями произведений являются вдовы, которые одни поднимают детей без посторонней помощи и самоотверженно служат им. Такова героиня произведения Яхи-Хакки «Медная кровать». Госпожа Аделя после смерти супруга не захотела выйти замуж снова, так как боялась, что новый муж будет плохо относиться к ее единственной дочери. Жила она в маленьком городе Думенхури и тайком распродавала свое имущество, чтобы прокормить дочь. Женщины всего квартала боготворят ее, а мужчины встают и кланяются, когда она проходит мимо. Лицо у нее всегда скрыто покрывалом, которое хранит от чужих взоров ее тайные думы. Простота, скромность во всем – вот главные черты женщины, которые считаются наиболее ценными в обществе. Подобно героиням из предыдущих произведений, госпожа Девлет из рассказа «Купальник для дочери мастера Махмуда» Ихсана Абдалькудуса ухаживает за мужем, воспитывает дочерей, улаживает отношения их с отцом. В спорах она всегда пытается уговорить мужа уступить дочкам, но она знает меру, не нажимает слишком сильно. Главное – это сохранить мир и спокойствие. Вот, например, сцена, которая отражает отношения в семье. Мастер Махмуд приехал из Каира в Александрию, и они расположились на пляже. Подставив лицо морскому ветерку, он глубоко вздохнул и распустил пояс на брюках. Улыбаясь, он сказал жене «Надо было мне голубею надеть, в ней посвободнее». Девлету краткой бросила быстрый взгляд на дочь, потом ответила Махмуду «Клянусь пророкам, тебе следовало купить купальные трусы, как у всех людей». Мастер Махмуд поднял глаза на жену и переспросил сурово «Трусы? Да ты что, Девлет? Разве нам это пристало?» Девлет смокла, испугавшись его строгого взгляда. Но тут отважно вмешалась дочь. «Почему папа? Чем мы хуже других? Ведь все…» Мастер Махмуд прервал ее с той же суровостью. «Замолчи себе уже минуту». И дочка замолчала, тяжко вздохнув. Дело в том, что дочь очень хочет, чтобы ей купили купальник, так как многие подруги уже носили купальники на пляже. Но строгий отец даже слушать об этом не желает. И в результате, благодаря тактичному, осторожному вмешательству жены, он все-таки соглашается и покупает купальник, правда, сперва не для старшей, а для младшей дочери. По мнению египетского писателя Аббаса Махмуда Алякады египтянин может забыть все, за исключением чувства милосердия и норм поведения в семье. Египетское общественное мнение освещает семью и самым важным делом жизни считает женитьбу. Прочный семейный союз – это залог стабильности, которая так важна для египтян. Этому событию посвящены многие произведения, например, рассказ «Сватовство» Бахи Тагера. Молодой человек идет просить в руки девушки, с которой он вместе работает, к ее отцу. Отец невесты придерживается консервативных взглядов и считает, что девушка не должна сама решать свою судьбу, а должна во всем подчиняться воле отца, который сам найдет ей подходящего жениха. Он не хочет давать согласие через свои связи, разузнает всю правду и неправду о женихе. «Я навел справки и знаю про тебя немало», говорит отец. О справке он навел не только о женихе, но об его отце, дяде, братьях, отца, дяде по материнской линии, жене, дяде и других. Происходит та же ситуация, что в известной комедии «Знакомство с факерами». Он говорит о своей дочери. Разумеется, Лила не такая, как другие девицы. Она не смеет меня ослушаться. Я воспитал ее, знаю, чего от нее ждать. Когда она вздумала работать, я ее спросил. «Разве тебе ничего-нибудь не хватает?» Она сказала, что у нее все есть. «Так зачем тебе работать?» Я учил тебя не для того, чтобы ты на всякий случай имел аттестат. Мало ли что может произойти. А она говорит, «Папа, все мои подруги работают. Пожалуйста, папа, очень тебя прошу». И в конце концов я согласился. Уж, очень уж она просила. Отец Лилы сетует на современные нравы, что в прежние времена все решал отец, а дочери оставалось лишь выйти, за кого велено. Судя по происходящему, нравы стремительно менялись. Девушки пробивали себе дорогу к образованию, они хотели работать и сами определять, как им быть в жизни. С этой точки зрения интересен рассказ Ихсана Кемаль, Ихсан Кемаль, это женщина, наизнанку. Героиня по имени Саусан после помолвки по существующей в семье традиции вяжет жениху свитер. Она не любит вязать и пока трудится, как и предполагает традиция, она думает о женихе. Но вместо любви и симпатии возникают совершенно иные чувства, раздражение, разочарование. Она обвиняет его в лицемерии, жадности, алчности, так как он считает будущую жену своей собственностью наподобие автомобиля. Жених рад, что у него невеста образована и работает, но это лишь потому, что она будет отдавать ему всю зарплату. Саусан сетует на то, что эмансипации в их обществе еще недостаточно. Наша эмансипация одна только видимость и ничего больше. Что до наших мыслей, то они по-прежнему скрыты под чадрой. Девушка восхищается подвигом Валентины Терешковой, она сама хотела бы совершить что-нибудь такое же. При этом она не очень высокого мнения о мужчинах и считает, что большинство из них не лучше сорной травы. Но традиционно в Египте власть мужа составляет основу семьи. Он глава семейства, его даже называют господином семьи. Вероятно, стремление женщин к равноправию наносит удары по этой традиции. Героиня романа «Любовь в изгнании» Бахи Тахера по имени Монар работает в редакции одной из центральных газет вместе со своим мужем. Она уверена, что все самые важные вопросы в семье должны решаться прежде всего по ее воле. Когда положение ее мужа в газете пошатнулось в связи с политическими изменениями в стране, она настаивает на разводе. Она запрещает сыну участвовать в чемпионате по шахматам, по возникшим у нее неизвестно откуда новым религиозным взглядом. По прошествии нескольких лет после развода Монар вдруг решает воссоединиться с мужем опять по тем же религиозным убеждениям. При этом она не интересовалась, как он жил все эти годы без нее и что он думает по поводу возвращения в семью. Видимо, его мнение имеет постепенное значение. Здесь явно нарушен принцип, когда отец господин семьи и приходит и прихоти амбициозной жены приводит к тому, что в этой семье возникает настоящая чехарда и череда нечастий. Результатом эмансипации можно считать поведение представительниц прекрасного пола из так называемой золотой молодежи. Образы таких женщин нередко встречаются в произведениях. Возьмем роман Ихсана Абделькудуса «Черные очки». Он был написан под влиянием фильма «Завтрак у Тиффани», поставленного по одноименному произведению Трумана Капате. Героиня романа арабская автора представительница богатой семьи, которая ведет легкомысленную жизнь, проводя свое время в сомнительных компаниях. Для нее не существует никаких ограничений морального характера. Она ни о чем не мечтает. Ей нравится посещать светские рауты только за тем, чтобы поглощать как можно больше еды и спиртного, которыми там угощают. А после окончания вечеринки уехать все равно с кем для других у тех. Но вдруг она встречает молодого мужчину-инженера, под влиянием которого она становится совершенно другой. Он водит ее в библиотеки, музеи, они вместе читают Тамара Хаяма и другие серьезные книги. Он убеждает девушку, что жить надо, принося пользу и служа другим. В этом произведении говорится о том, что эмансипация и эмансипация рознь. Настоящая эмансипация состоит не в том, чтобы открыть женщине свободный доступ во все сферы, и позволить участвовать во всех увеселениях, а чтобы дать ей ориентир, чтобы она прожила жизнь подобающим образом, раскрыв все свои творческие и душевные возможности. А пока этого не произошло, автор сравнивает ее всего лишь с животным. У меня пять минут еще. Я слежу. Так, та же самая тема раскрывается в рассказе Нагиба Махфуза «Раздражающий звук». Героине рассказа по имени Надира 17 лет. Но что мы о ней читаем? Она настолько эмансипирована, что может заинтересовать любого мужчину, особенно если у него есть холостяцкая квартирка. Девочка начитанная обожает Франсуазу Саган. Она сразу заинтересовала журналиста, когда они познакомились на вечеринке. Значит, она курит, водит машину, ее веки, ресницы и ногти густо покрыты косметикой. Она мечтает познакомиться с одним артистом, известным тем, что всех девиц, которыми его знакомят, тут же везет свой загородный особняк. Но вот на этом тему эмансипации, так сказать, уже крайней эмансипации я хочу закрыть. И последнее, чем я хочу завершить последним образом, это героиня из рассказа «Юбилей». Это юбилей Михаила Нуаймы, ливанского писателя. Сам рассказ, скорее всего, был навеян рассказом Чехова «Юбилей». В нем даже завязка сюжета очень похожа. В редакцию газеты в самый неподходящий напряженный рабочий момент приходит странная посетительница, ее зовут Фитна, что на русский язык может быть переведено как искушение, соблазн, даже безумие. Ей 95 лет, она беззубая, поэтому ее речь очень непонятна. Фитна говорит о какой-то алмазной свадьбе, 75 лет совместной жизни, которая намечается у нее с мужем Якубом, а ему исполняется 105 лет. Читатель ожидает комической или эксцентрической истории, но действие разворачивается иначе. Женщина пришла в редакцию, чтобы напомнить ее работникам, что ее муж стоял у истоков этой газеты, прослужил мне 50 лет. Она просит опубликовать ей заметку с поздравлением и его честь в день рождения. Она утверждает, что он заслужил, чтобы его увековечили. На вопрос редактора, какие такие великие дела сделал ее муж, она отвечает, прожил 105 лет, разве это недостаточно? Это не часто случается с людьми. Он верой и правдой работал в твоей газете 50 лет. Три четверти века он был хорошим мужем. Якуб – человек, который ни разу никого не обидел и никому не пожелал зла. Разве этого мало? В описании Фитме есть несколько интересных деталей. Сразу заметно ее низкое материальное положение. Она пришла в редакцию своими ногами, опираясь на клюку. Вытирала глаза не носовым платком, а какой-то тряпочкой. Но редактор отметил про себя, что тряпочка была чистой, а старушка – опрятной. Она очень логична, не вдаваясь в ненужные детали, даже иногда с юмором излагала свои мысли и убедила главного редактора выполнить ее просьбу. Он даже посвятил этому алмазному юбилею передовую статью. Все перечисленные мной примеры героинь произведений без всякого сомнения являются не выдуманными, а взятыми писателями из жизни. Поэтому они весьма убедительны и гармоничны. А состояние литературы, как считал Достоевский, оценивается именно присутствием в ней положительных женских образов, которых в современной арабской литературе прошлого века предостаточно, и все они привлекают читателя своим своеобразием. Спасибо. Я уложилась. Спасибо, да. Спасибо. Мы продолжаем. Опять образ женщины, но теперь уже в прозе 21 века. Хотя, в общем, проблемы современности уже затрагивались. Ну, послушаем. У меня был 20 век. Я прошу прощения. 21 век нам даст. Пожалуйста, Шульская Наталья Михайловна. Итак, я буду говорить о глиерее женских образах. Ничего не слышим. Я буду говорить о глиерее женских образах в трех произведениях в силу лимита времени второго десятилетия 21 века. Это роман иракского писателя Синана Антуна 2012. Он называется «Омария». Роман «Франкенштейн» в Багдаде 2013. Тоже иракского автора Ахмедса Адауи. И роман «Черное тебе идет» 2012 год. Видно-алжирский писатель Захля Мустаганми. Во всех трех произведениях женские персонажи одни из главнейших. В романе «Омария» это три главных женщины в жизни его центрального персонажа 77-летнего христианина Юсуфа. Это его старшая сестра Хина, которую к моменту начал событий в романе. Это октябрь 2010 года он находит умерший. Поэтому на протяжении произведения она присутствует на его страницах в воспоминаниях брата. Это его 25-летняя племянница Мага, проживающая с мужем в доме дяди Юсуфа. И третья девушка мусульманка, которую Юсуф когда-то любил, но на которую не смог жениться. Любовь к этой девушке была в его жизни с счастливым эпизодом с грустным финалом, но не потому, что она мусульманка, а он христианин. Они встретились в финиковой компании «Рокслайд» со своим фиником, где трудился Юсуф и куда пришла на работу эта молодая сотрудница с европейским образованием за плечами Эдинбургский университет, по-европейски одета, сама протянувшая руку ему при первом знакомстве. Ему было 20, ему 40, ей было 20, ему 40, она позволяла ему подвезти ее с работы на его машине, по дороге они останавливались, разговаривали, не доезжая до дома, чтобы не видели, девушка выходила. Ее отец был профессором Багдадского университета и он отказал Юсуф, он не отдал дождь за человека без степеней и званий. При этом иная вера и разница в возрасте препятствий им не были. Впоследствии Юсуф узнал, что девушка вышла замуж, сам же настался классиком. Таким образом, автор показал молодую ираксскую мусульманку 70-х годов прошлого века, отправленную родителями на учебу за границу в Эдинбург, получившую образование, приобщившуюся к западным нормам жизни, расширившую по возвращению на родину, где она сама приходит и устраивается на работу границей личной свободы, позволяющей ей тайно общаться с мужчиной, допускать некоторую степень близости и согласную выйти замуж по любви, несмотря на его иноверие. Христианка, мусульманка и христианин. Неожиданным союзником воспроизвавшегося этому браку гордого своей ученой карьеры отца девушки явилась сестра Юсуфа, которая не желала его женить бы на мусульманке. Судьба самой этой героини Ная. В юности она собиралась уйти в монастырь, но с 15 лет ей пришлось заменить сестрам и брату рано умершую мать. Поэтому ее жизнь состояла в разнообразных заботах о близких, посещении церкви, молитвенном труде и изредка паломнических поездках к святым местам христианства. С наступлением лихих времен две сестры эмигрировали, одна в Канаду, другая в Швецию и стали звать оставшихся в Багдаде родственников к себе. Хинна такую возможность даже не рассматривала, а брат говорил, что не желает менять одно неравенство религиозное его как христианин в мусульманском окружении в Ираке, но другое этническое как арабы среди европейцев. Такая же участь ждала бы и Хинну. Верующая и воцерковленная Хинна старалась брата приобщить к регулярному участию в богослужениях, но не получалось. Зато немало сторонниц Романа заняты диалогами брата и сестры, переходившими от житейских, бытовых тем на богословские, в частности от трактования тех или иных мест из Евангелия. Брат был ироничен, а сестра приходила в волнении в виде его недостаточного благовения к священному писанию и селись вразумить его. Брат потом упрекал себя, что был недостаточно уважительен к ее набожности и напрасно тревожил ее отсутствием в нем религиозного рвения. Один пример религиозности иракских христиан. Юсеф и Хинда вынуждены были несколько дней провести в бомбоубежище из-за американских авиаракетных обстрелов в Багдаде. Когда они смогли выйти и вернуться домой, получилось, что наступило время поста, а у них в холодильнике оставалось мясо. Пришлось бы его выбросить, но брат сказал, что в стране голод и негоже выбрасывать продукты. Хинда была тверда, хотя разумность довода и понимала. На их счастье мимо проходил священник, и они обратились к нему со своим вопросом. Он объяснил, что церковь издала постановление, снимающее запреты на скоромное в силу военной обстановки в стране. Так что и Хинда не впала в искушение, но и церковь, понимая положение своей паспы, сделала снисхождение. «Блажен, кто умер на своей постели среди привычных сердцу мелочей», сказал поэт. Хинда, всю жизнь отдавшая служению Господу своим близким, мирно почила во сне в родном доме. Третий женский персонаж романа «Христианка-мага», студент медицинского факультета Багдадского университета. При всей любви и благодарности к приютившему их с мужем дяде Юсфу, она постоянно и предумышленно вступает в разговорах с ним в извечный конфликт поколений отцов и детей. А надо упомянуть, что еще со школьных времен чувства собственного достоинства маги ранили полкости и открытые выпады в ее адресках христианки со стороны мусульманского окружения. И позже, проживая с дядей под одной крышей, становясь зрителем выпусков новостей или политических телепрограмм, она, отвечая на комментарии по их поводу Юсфа, выступает оппонентом его точки зрения на историческую судьбу Ирака, общественно-политическую ситуацию в стороне перспективы, регулярное положение и тому подобное. Это иракская христианка, образованная девушка, думающая отнюдь не аполитичная и не апатичная, не из тех, кто проживет в тени мужа, переживающая за то, есть ли у ее единоверцев будущее на их родине, в Ираке, территории исторические отнюдь не принадлежащие одним лишь арабам. Она ассирийка и знает, что ассирийцы жили на этой земле еще тысячи лет назад. Это смелая, находчивая девушка, привыкшая давать достойный ответ на извительные замечания по отношению к себе. Например, в аэропорту чиновник читает в паспорте ее полное имя Мага Жорж Хаддад и замечает, Жорж, это не арабское имя, как Джорж Буш, она парирует арабское, как Жорж Васух и Жорж Хаддахи, называя популярных арабских телеведущего и певца. Она не уезжает в эмиграцию из военного Багдада, сожившей консенсациональной враждой только потому, что хочет закончить учебу в университете, но после сразу в эмиграцию. Ее не страшит жизнь на чужбине, потому что на родине она не видит будущего для себя. Ей уже пришлось пережить непереносимое. Под окном их прежней квартиры взорвалась заминированная автомашина, беременная в ту пору Мага так сильно испугалась, что потеряла не успевшего родиться ребенка. Съехавшиеся родственники сочувствуют и утешают, а она, как потом назвала это ее отчаявшийся долготерпеливый муж, так и осталась в своей страстной пятнице со своими муками, не смогла пережить, забыть и стать такой, как и прежде. Утешение ей приносят только песни Фейруза, религиозного содержания. Фейруза – это ливанская общая арабская певица, католичка-маронитка, перешедшая веру мужа православия в репертуаре, в которой были религиозные гимны. Она иногда пела в храмах Байрута во время богослужения и в такие моменты вокруг церкви собирались толпы людей разных веросповеданий, чтобы послушать «Это жемчужина Востока». Вот такой реальный пример современной арабской женщины, кстати, кавалера ордена почетного легиона, полученного ею от президента Макрона в 1920 году за свое искусство. В финале романа церковь, где в тот момент находились Маха и Юссов, стал объектом атаки террористов. Юссов погиб, Маха уцелела, Мах не побоялась выступить по телевидению с фотографией Юссова в руках, рассказав, как очевидится, что случилось. А такое событие реально произошло 31 октября 2010 года в церкви святого семейства в Багдаде. Она возложила ответственность не только на исполнителей теракта, но и на тех, кто допустил это злодеяние с опозданием развернувших антитеррористическую операцию, а эта оттяжка привела к еще большим жертвам среди молившихся. Она облегчила правительство, которое желает исхода своих граждан христиан из Ирака, допуская не только устрашение, но и их физическое уничтожение. Автор с горечью показывает, каких граждан лишается Ирак, молодых, деятельных, образованных, перспективных, думающих, и показывает именно на примере этого женского образа. В романе Франкиш-Тюйн-Багдад несмотря на название, одним из главных персонажей является тоже Осирейка, но пожилая женщина Илишева. В этом произведении события разворачиваются в 2005-2006 годах. У Илишева своя страстная пятница. 20 лет назад в Иракской войне погиб ее юный сын Даниэль. Она не поверила горестному известию и продолжала надеяться, тем более, что случаи возвращения иракцев из иранского плена происходили. Две ее старшие дочери, Хильда и Матильда, эмигрировали семьями в Австралию, настойчиво звали мать к себе, но она упорно отказывалась, не желая покидать родной дом с фотографией на стенах, где некогда жила оболчая дружная семья, умность своей героини на родную почву, отказ бросить родину даже в годину лихолетия. Илишева весьма набышно регулярно посещает службы. Религиозное чувство имманент на ее природе. Она и дома у иконы Георгия Победоносца продолжает молитвенное общение со своим заступником, вымаливая у него утешение в ее скорби. Она весьма дружна с мусульманками-соседками, особенно со своей ближайшей соседкой Умсалим. Причем именно эта мусульманка говорила всем, что их район благополучен только потому, что среди них живет Илишева, имеющая благословение от Всевышнего. Кстати, когда в финале Илишева все-таки сдается уговором родных и едет к ним, покидая свой дом, именно под окнами ее дом останавливается и взрывается заминированная автомашина, рушится ее дом и некоторые соседние. На примере этих двух женских персонажей автор показывает, как мирно живут мусульмане и христиане. Когда Илишева покидает свой дом, все соседи выходят ее проводить, подругу-мусульманку Умсалим едва удается оторвать от уходящей Илиши. Мусульманка падает на колени, безутешно рыдает и все окружающие девятся ее неподдельному искреннему горе. Никто не думал, что она так привязана к своей соседке-христианке. Умсалим тоже не дождалась войны сына, но у нее есть муж, дом полон другими детьми и их домочадцами. Хлопты заботы о них оттеснили боль потери, а Илишу оставалась одна в пустом всеми покинутом доме наедине с своими воспоминаниями неизбывной горечи утраты. С ней оставался только преданный старый кот Набу. Когда она покидает дом, она зовет его, чтобы увезти с собой, но он выразительно посмотрел на нее и убежал, как бы осуждая за то, что она бросает дом, по сути предает его, а значит и родину. Однако, кроме этого зооморфного персонажа, ни у кого из читателей не хватит духу упрекнуть старую Илишу, наоборот, за нее становится спокойно. Однако образы этих женских персонажей, так сказать, уходящая натура, тем более, что одна уезжает, я имею в виду вот этих пожилых. А вот из тех, кто живет здесь, это молодая деятельная кинорежиссер Набаля Луазер, мечтающая снять фильм по экономической книге английского автора. Она одевается по-европейски в костюм двойку, платок едва закрывает полголовы, часто меняет бижутерию, яркий макияж. В одном эпизоде появляется молодая МСП в джинсах, приходит в кабинет главному редактору журнала, где находится еще сотрудник журнала «Здороваясь», целуется в обе щеки и с главным редактором, и не комплексуясь, но с неизвестным сотрудником. Выведен и образ девушки по вызову Зейны. О ней говорится в контексте ее древнейшей профессии. Но вот штрих. Клиент называет ее именем, вышеупомянутой Наваль, которая для нее недоступна. Но Зейне не нравится, что ее лишают ее личного имени. Если один раз она протестует, потому что имя Наваль, дескать, старомодное, то второй раз она злится. Возможно, так в ней говорит чувство собственного достоинства. Она соглашается продавать тело, но ими не уступает. Главная героиня романа Ахлямустаганами Гала, 27-летняя алжирка по профессии, школьная учительница, но оставившая эту работу и ставшая певицей. В ее репертуаре песни лирического национально-патриотического характера. Она вполне успешна. Ее приглашают на телевидение. Она участвует в благотворительных мероприятиях. Гала влюбляется в мужчину-ливанца, как потом оказывается владельца сети элитных отелей и ресторанов. Однако ее чувство не зависит от его социального статуса материального благополучия. Ей чушь меркантилизма, желание по отечественному присловию поиметь хотя бы плох шерсти с этого богача, поскольку он женат, имеет дочерей и брак Гала предложить не сможет. Когда она работала в школе, ей сделал предложение ее коллега, тоже учитель, но она воспринимала его как друга. При словутой африканской страсти к нему эта североафриканская девушка не испытывала, поэтому ответила отказом, правда, потом жалела. И вот ее настигло искомые чувства. Она очень по-женски стремится показать себя с наилучшей стороны, покупает себе наряды, хотя и не располагает особыми средствами. На спортивную прогулку в Булонском лесу ей приходится приобрести специальную экипировку, причем известных фирм, что весьма затратно для нее. Он неожиданно является к ней в гостиницу, где она остановилась в Париже. Девушка чуть не сгорела от стыда, поскольку гостиница была совсем не высокого класса. Здесь говорил не только женственность, но и нежелание испытывать унижение, а эта черта была в ней самой сильной. Как сказал о ней этот мужчина, в своей жизни на чужбине. Возвращено это чувство в ней было дедом, участником освободительной войны за независимость 54-62 годов. Он партизанил в горах Ауреса, и потом, после этой войны, он часто брал ее с собой в горы, и у нее сложилась привычка смотреть на мир свысока, с высоты. Ей передалось его чувство национальной гордости народа, победившего в борьбе за независимость. А события алжирского черного десятилетия, последнего десятилетия XX века, выявили в ней и укрепили такую черту, как мужество. Эти же события отняли у семьи сначала сына, брата Гала, врача, которого исламисты уговорили и увели с собой в их логовище, чтобы там он исполнял свой гуманный долг врача. Потом долго не отпускали, боясь, что он их выдаст властям, а затем пришли и застрелили их отца, чтобы запугать семью. После всеобщей амнистии он все-таки вернулся домой. Гибель отца из-за сына, брата, рассказы брата о зверствах исламистов в отношении пленных, их же соотечников, свидетелем, чему брат был, пока находился у них в плену, навсегда травмировали и Галу. В романе этот персонаж не хрупкая молодая женщина, а человек и наследник героической несгибаемости своего народа, периода борьбы за независимость и страждущая душа у извленной морком гражданской войны, осиротившей ее собственную семью. Она, и собуревавшая ее страстью к мужчине в своей бесперспективной любви к женатому человеку, вероятно, могла бы совладать, справиться одна. Но, на счастье, избранник оказался неторопливым и ожидал ее собственной полной готовности и решимости. Но случилось, что прямая и остра на язык, она непредумышленно уязвила его самолюбие, он обиделся. Гордая дочь горни стала объясняться и уехала, погрустив, решила последовать совету своего бывшего возлюбленного всерьез заняться своим музыкальным образованием. Из этих немногочисленных из-за времени примеров видно, что современная молодая арабская женщина способна решительно перейти границы своего основного удела мусульманки, дома и семьи, не говоря уже о христианках, и полноправно к самоплескам перфектных времен. Она социально самостоятельна. В целом, следует отметить, что женские персонажи вобрали в себя не только образ своей эпохи, историю, этнографию и страны, психологию своего общества, но и уплатили боль ран. Все это последняя фраза. Боль ран этого мира, по-прежнему причиняющего им страдания и, как и всегда, требующего от них терпения и жертв. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья Михайловна. Уложилась в свой срок. Так. И Наталья Борисовна здесь? Нет. Нет, нет ее. Нет, она отсутствует. Как жалко, что ее нет. Может быть, она онлайн? Очень жалко, что ее нет. Может быть, она онлайн? Я не знаю. Я спрашиваю, может быть, онлайн, а может быть, так? Не видно, не видно ее. Жалко очень. Хорошо. Мы заканчиваем Восток и, так сказать, посмотреть на развитие восточных женщин и переходим к Европе, которая у нас представлена малочисленно, необычайно. Но, тем не менее, даст нам основания для сопоставления. Русской вообще у нас нет, русских женщин. Так что будем сопоставлять восточные, услышанные нами сообщения с тем, что нам доложат наши коллеги-европейцы. А европейцы нам доложат состояние дел в трех культурах. Это Италия, это Австрия и это Германия. Вот Центральная Европа. Только таким образом мы сможем, так сказать, как-то ввести наши записывания. Да. Выступает Татьяна Романовна Титова, «Женщины на престоле», на примере Италии. Вот что она нам здесь расскажет. Это несколько загадочно. Пожалуйста. Да. Я надеюсь, по ходу дела будет понятно, какой слайд показывать. Как уже известно постоянным участникам нашего семинара, Италия как единое государство существует только последние 160 лет. До этого на территории современной Италии в течение полутора тысяч лет после распада Западной Римской империи было несколько государств. И каждая имела свою историю. В каждом были знаменитые женщины, сыгравшие огромную роль в судьбе этого государства. Например, женщины с семьи Десты в Мантуе. Но мы выбрали две истории. Одна про женщину малоизвестную, а вторая про женщин широкоизвестных. Было трудно найти название моего выступления, поскольку я хочу рассказать об англичанке, которая поднялась на папский престол в Риме, а с другой стороны я хочу рассказать об итальянках на французском престоле. Поэтому у меня тут такое название. Начну с истории, которая кажется совершенно невероятной, которая считается легендой и в принципе отрицается официальным святым престолом. Но правда это или легенда это одна из самых удивительных, но наименее известных женщин в европейской истории. Итак, легенда. Ее звали Иоанна или Агнеса. Она была англичанкой, дочерью христианского проповедника-миссионера, который ходил по Европе и миссионерству. Поэтому она родилась не в Англии, а в Германии, в городе Майнс. Она с детства проявила недюжинный ум и желание учиться, что было практически невозможно, для девочки того времени, к тому же из бедной семьи. А вот в мужском обличии она могла строить свою судьбу. Она сбежала от семьи вместе с молодым монахом из монастыря в городе Фульде, выдавая себя тоже за монаха. Они странствовали по Германии, Франции, Греции. Они заезжали даже на Афон. Представляете, женщина на Афон. И затем ее спутник умер, и она, а уже одна, отправилась в Рим. Там она под именем Иоанна Англикуса, что подтверждает ее английское происхождение, прославил своей учебностью. Папа Лев IV сделал ее своим секретарем и личным лекарем. Но после смерти папы Иоанн Англикус, популярный в народе, был избран папой. Но плоть слаба Иоанна полюбила. И вот во время ежегодной пасхальной процессии от Колизея к латеранской базилике, можно следующий слайд, около церкви Святого Климента у папы римского вдруг начались роды. По другой версии, ее конь споткнулся, она упала на землю, что и вызвала роды. По одной легенде, ее и ребенка немедленно растерзала разгневанная толпа, оскорбленная в своих религиозных чувствах. По другой, она не была убита, но, естественно, свергнута с престола, чтобы потом закончить свои дни в монастыре, замаливая грехи, и была похоронена в соборе города Остия, это в 40 километрах от Рима на берегу моря, недалеко, и якобы ее сын тоже выжил, и даже потом стал епископом в этом самом городе. Еще вплоть до 17 века папство этой женщины считалось исторически достоверным фактом. Джованни Букаччо, я проверила эту информацию, это 14 век, упомянула Уанну в книге «Де Мулери Бускларис», то есть в списке 106 наиболее известных женщин в истории. В кафедральном соборе города Сие на следующий слайд, если можно, среди бюстов римских пап было ее изображение. Бюст Иоанна простоял там вплоть до начала 17 века, но папа Климент VIII, взошедший на престол, на святой престол в 1592 году, приказал переделать женскую фигуру в мужскую, а на памятнике появилась надпись, что это папа Захария. Еще можно слайд показать. Это, кстати, в Риме. Один английский епископ в своих записках упоминал, что видел статую Иоанны на одной из площадей Балонной. Очень интересно, что Ян Гус, чешский проповедник, обвиненный в ереси, был вызван на собор в городе Констанция в 1413 году. Во время своего выступления он, опровергая утверждение, что конклав кардиналов является непогревшей имейстанцией, сказал своим обвинителям, как церковь может быть незапятнанной, и безупречной, если папа Иоанн VIII оказался женщиной, публично родившей ребенка. Существует также список, старинный список Либерпантификалис, где упомянуты все видео римских пап. На одном из них есть и упоминание, в одном только списке есть упоминание о Патессе. Правда, оно вставлено в первоначальный текст, но может быть, потому что переписчик, зная историю Иоанны, таким образом хотел восстановить справедливость. В книге Донны Вулфа Кросс, которую я еще упомяну, этот факт обыгрывается. Якобы этим переписчиком была тоже женщина, которая была монахом и хранителем Ватиканской библиотеки, и тоже скрывала свою гендерную принадлежность. И причем там так намеком высказывается мнение, что вполне вероятно таких примеров было немало. Готфрид Бульонский, 1060-1100 год, один из организаторов первого крестового покота, не сомневался в реальности Папессы, правда считал, что она жила лет на сто раньше, и в записи Миланской хроники он писал, был папой Иоанн женщиной, и он был тевтонцем, и вследствие этого было установлено, что более никто из тевтонцев не сможет быть папой. И действительно, вплоть до избрания Йозефа Рассенгера в 2005 году римские папы не были немцами. Эзотерические карты Таро, следующие, пожалуйста, я нашла эти карты, вот, Таро широко использовавшийся и до сих пор использующийся для гаданий, предсказаний будущего, имеет карту Папесса, она же жрица, которая входит в старший аркан. В некоторых работах я нашла цитату якобы из летописи временных лет, что якобы князь Владимира под годом 991 предупреждает не иметь дела с Римом, поскольку там была баба на престоле и родила позорно. Но я вот проверила этот текст, но не нашла подтверждения, может быть, я пока прочитаю и к статье я уже буду достоверно знать, было такое или нет, пока нет. Но затем, под возрастающим давлением протестантизма, католическая церковь стала избавляться от нежелательных и компомментирующих ее фактов и начала уничтожать все записи о женщине на папском престоле. А в хронологии римских пап время правления ее предшественника, папы Льва IV, увеличили на два года, потому что она была папой всего два года, чтобы покрыть вот это время между двумя папами, то есть ее просто уничтожили. Какие свидетельства вот лично нам кажутся наиболее убедительными? Мы уже упоминали, что запоручные роды произошли во время пасхальной процессии от колизеи к латеранской базилики. Так вот, после IX века эта процессия стала сворачивать на соседнюю улицу, делать крюк, а потом возвращаться на прежний маршрут. И якобы именно в этом месте и родился ребенок, и чтобы не ходить по этому позорному месту, вот процессия делает крюк. И несомненно, веским доказательством существования папесы женщины является то, что с тех пор был введен обычай, по которому вновь избранного папу, прежде чем представить его на роду, усаживали на специальные кресла. Следующий слайд пошел. А вот рода еще несколько слайдов покажите. Вот она рожает, еще слайд, бедная женщина рожает прям на это. А вот это кресло, вот, значит, его сажали на специальное кресло с отверстием сидений, которое называли селла стрекурария, то есть навозное кресло. С зеркалом, да. Да, с тем, чтобы проверить его на наличие мужских вторичных половых признаков. Если таковые обнаруживались, то следовала формула виргам это стикулас хабет, то есть у него все есть, это бенепендентес, и даже мощные. А все присутствия отвечали деу гратиас, слава Богу, и дружно и проложительно хлопали, то есть устраивали овацию от латинского слова ово, яйцо, то есть овация, это радость привести о яйце. И эта традиция сохранялась вплоть до 1513 года. Вот сейчас это кресло находится в Ватиканском музее, вот на него можно полюбоваться. Эта легенда или были существуют до сих пор. Написаны книги и научные, и художественные романы, например, я вам рекомендую вот этот роман Донны Волфа Кросс, «Женщина на папском престоле», снятый фильм в 1972 году и очень хороший фильм в 2009 году, сейчас каникулы, очень рекомендую посмотреть хороший фильм. В общем, история продолжает. И следующая история, которую я хочу рассказать, если у меня есть время, я так быстро говорю, это про про женщины семьи Медичи на французском престоле. Немного о семье Медичи. Эта семья правила Флоренции с 1434 по 1737 годы с небольшими перерывами. Напомню, Флоренция была республикой, ей правил избранный гонфланьер. Фамилия Медичи означает врачи и считается, что семья начинала свое восхождение с аптечной торговли, зачем занялась банковской деятельностью, заработав огромное богатство. Это было одно из самых богатых семейств в Европе. В их роду было четыре папы римских, две французские королевы. Они были меценатами, поддерживающими лучших мастеров эпохи Возрождения. Например, Микеланджел, вот имя усыновлен. Коллеги, я вам очень советую посмотреть чудный фильм Андрея Кончаловского «Грех». Он есть на русском языке в Ютубе. Получите удовольствие. Замечательный фильм. Они снабжали деньгами королевские дворы Европы. Так, экспедиция Христофора Колумба, которая, конечно, поехала из Испании, была снаряжена на их деньги. А когда Колумб вернулся, рассказал о своем путешествии, что он якобы нашел новый путь в Индию, представитель банкирского Дова Медичи, Америго Веспуччи, усомнился в его рассказе, продал свою должность, купил корабль и повторил путешествие Колумба, доказав, что тот открыл не Индию, а новый континент, новый свет. И по имени Аберигуа Веспуччи этот континент и стал называться Америкой. Вот что дала миру эта семья. Катерина Медичи родилась в 1519 году. В 14 лет она вышла замуж за второго сына французского короля, принеся в преданную огромную сумму дукатов, а также города Пизу, Ливорные, Падуя. Неожиданно умирает старший сын французского короля и муж Катерины становится наследником престола. Катерину подозревали в том, что это она способствовала сферси Девере. О ней пошла молва как о Катерине отравительнице. Способствовало этому и то, что среди ее ближайших советников был небезызвестный Мишель Настрадамус. Она родила мужа десятилетий детей, трое из них стали королями Франции, и ее дочь Маргарита Влуа тоже прославилась. Сейчас я еще про нее скажу. Ей все годы брака пришлось терпеть связь мужа с Дианой Депуатье, который в ее муж влюбился, когда ему было 19, а ей 39. И эта связь продлилась много лет. Вероятно, Катерина любила своего мужа, поскольку после его трагической смерти на рыцарском поединке она всю жизнь носила траур, а девизом ее стало «От этого все мои слезы и боль». Но этот траур только усилен неприязнь двора и народа к ней, ее прозвали Черная Королева. Ее старший сын стал королем в 14 лет, а она регентом при нем. Когда спустя два года в отрасте 16 лет он умер, она продолжила регентство при втором сыне, которому на тот момент было 10 лет. Второй этот, ее сын, умер, когда ему было 24 года, а у третьего сына, короля Генриха III, не было детей. Младший ее сын Франца тоже умер, и поэтому после бездетного Генриха престол перешел к недовидимому ей протестанту Генриху Бурбону, королю Генриху IV, за которым была замужем ее дочка Маргарита. Будучи регентшей при малолетних сыновьях и советницей сыновей королей, она оказывала гигантское влияние на политику Франции. Ее репутация отравительницы еще более ухудшилась после Варфамейской ночи, которую, по общему мнению, инициировала именно она. Ей не удалось содержать на престоле династию Вула, и она вошла в историю как черная королева. Она умерла в 1589 году. Мария Медичи родилась в 1575 году. Она получила неплохой образование, рисовала, занималась музыкой и считалась самой богатой невестой Европы. До возраста 24 лет она вышла замуж за короля Генриха IV, того самого Генриха Бурбона, когда он развелся с Маргаритой бездетной Вула, и вот Мария Медичи стала его второй женой. Она принесла огромные преданы в 600 тысяч дукатов, и у них родилось шестеро детей, из которых только один умер в детстве. Она была королевой-консортом, то есть просто супругой короля, но ей хотелось быть настоящей королевой, поэтому она уговорила мужа короновать ее, поскольку он собирался в длительный военный поход. В Германию он согласился, но на следующий за коронацией день Генрих был убит фанатиком-гугенотом. Поползли слухи, что его наняла сама Мария. Так она стала регентом при малолетнем девятилетнем сыне и возглавила Королевский совет. Поскольку аристократии народ негативно относились к ней и к ее окружению, она искала, на кого опереться, ее советником и опорой стал духовник Ришелье, которого она назначила премьер-министром и даже помогла стать кардиналом. Но именно он, когда его влияние при дворе значительно взросло, отстранил ее отдел. Она вынуждена была уехать из страны и умерла в изглании в Кельне. И эти женщины, жизнь этих женщин уже готова роман. Они прославились в романах, а сейчас потом эти романы были многократно экранизированы. Поэтому нам, эти королевы Марго, эти Геннехи IV и все гигуноты и Барфоломейские ночи уже как родные. Мы знаем их биографию лучше, чем свою. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. И, значит, Ольга Васильевна Гудина здесь. Ольга Васильевна Гудина с Австрии. Нету. Не видим, не видим ее, Людмила Георгиевна. Есть. Нет, нет, не видим ее. Так. И Мухаммедзинова Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна Гудина здесь. Мухаммедзинова здесь. И сейчас откроют презентацию. Если меня слышно, то я хотела бы продолжить, видимо, бесконечный список эпитетов, который так или иначе звучит в докладах кулек. Следующими. Это раскованные, рискованные, наглые и дерзкие. Но если говорить по порядку, речь идет о культурной практике или жанре кабаре. Кабаре в странах немецкого языка представляет собой критический жанр эстрадного искусства в форме скетча и шансона. Тексты критикуют положение вещей в общественной жизни, в политике, в юмористических, гротескных формах. А лингво-страновический подход к языковой культуре позволяет пристальнее рассмотреть не только эту национально-специфическую практику, но и стороны коммуникации, в данном случае отправителей, которыми являются женщины-исполнительницы и одновременно, как правило, авторы своих текстов. Причем, если они авторами не являются, то эти тексты идентифицируются с их образом, оточисляются с их личностью. В Германии на настоящий момент в 40 случаях из 100 кабартистками выступают именно женщины, и в них есть сходные и различные черты. В истории немецкого языка самой известной такой кабартисткой была Лиза Карлштадт, спутница и партнерша знаменитого комика в немецкой культуре по имени Карл Валентин. Этому дуэту, этой паре посвящены не только многочисленные диссертации как на немецком языке, так и на русском, фильмы, передачи и монографии, но музей в самом центре Мюнхена. Лиза Карлштадт была не только спутницей и партнером на сцене, но также генератором идей соавтором, суфлером и безотказным партнером на сцене для Карла Валентина. Если его образ эмблематичен в культуре Германии и известен всем, то она отценяла своего партнера более понятной речью, выступая своего рода пьеро, если говорить метафорически, пьеро в их дуэтах. А стилистическими доминантами их текстов, этой пары, была ли игра слов, конечно, южный баварский диалект, параллелизм, повторы, градации, абсурдизмы и парадокс. Здесь короткий пример, приведен на экране, вы видите, заткни, заткнись рот, когда со мной говорите. Примерно так это бы звучало в переводе на русский язык. Их скетчи оставались аполитичны, и так или иначе, их пик популярности пришелся на годы Веймарской республики. С приходом национал-социализма комики, правда, не эмигрировали, не ушли в оппозицию, но их карьера переживала спад. Представителем другого поколения и характера кабаретисток является Эрика Манн, дочь Томаса Мана. Она была создательницей политического кабаре «Перечная мельница» перед 1933 года, непосредственно перед приходом власти национал-социалистов. Эта девушка была представительницей танцующего поколения 20-х годов. Автогонщица, журналистка, театралка и всерьез неиспровергательница многих традиционных ценностей. Что касается ее текстов, то они сложные по своей форме. Вот, например, в центре вы видите пример на немецком языке ее текста, а справа вверху в переводе на русский язык. Этот усложненный стиль, так же как идеализм политический и в общественной жизни, унаследовали впоследствии представители так называемого поколения 1968 года. Узнаваемо. Партнерша Эрики по кабаре в личных отношениях актриса Тереза Гиза подметила тенденцию, которая проявляется ныне в текстах современных кабаретисток. Женщины обладают не только более дерзким глазом, но и то есть обладают как раз более дерзким глазом, а не только дерзким языком. Этими словами характеризует стиль современных авторов и исполнителей на комической сцене некоторые портреты, из которых я хотела бы вам представить. Вот эта красивая молодая женщина, ее имя Каролина Кебекюс. Она и певица, и актриса, дубляжи, и телеведущая, и продюсер, и выступает в жанрах как комеди, то есть юмористическом жанре типа стендап, где критикуют консюмеризм, сексизм, и утверждают, что равноправие женщин с Германией в Европе мнимое, критикуют расизм политиков и церковников. Юмористические монологи Кебекюс дополнены обычно фактической информацией, цитатами, статистикой, что принято больше в политическом кабаре, а не в стендап-кабеде. Ее характерной чертой, как и других кабаретисток, видимо, является провокация. Сегодня уже упоминалась католическая церковь в другом контексте, а Кебекюс, например, позволила себе в передаче, в телевизионной передаче стилизацию, пример приведен на экране, стилизацию под рэп, за честь полностью перевода, который я зачитывать полностью не буду, чтобы не оскорблять чувства верующих разных христианских конфессий, но начинается этот текст так, перед Богом тащится и панк, только в нем есть фанк, а вот дальше слух не буду произносить, на экране видно. Например, достаточно безобидный, но безобидный фрагмент текста таков, католическая церковь, пожалуй, самый старинный мужской клуб по интересам это возможность карьеры для мужчин, которые любят пышные наряды. Провокативной является стилистической доминанты другой современной кабаретистки, имя которой Лиза Экхарт, и ее образ напоминает зрителю роковую блондинку 20-30-40-х, пожалуй, Марлен Дитрих, соответственно, своему амплуа полунистой принцессы. Это стильная женщина вамп, подчеркивает эстетику 20-х годов и говорит с искусственным таким нездешним акцентом. Монологи Экхарт отталкиваются от актуальной повестки дня и строятся на интердискурсивном столкновении известных фактов и прецедентных явлений из разных сфер. Она пользуется игрой слов и словотворчеством, включая межязыковую языковую игру. Она владеет немного, то есть в какой-то мере она владеет русским языком, поскольку, учащаясь в университете, она изучала также русский язык. Приведу, на экране есть некоторые фрагменты, приведу один пример, расхожее, цитата, расхожее утверждение, что кабаре представляют собой зеркало жизни. Оно утратило актуальность в обществе, помешанном на селфи. А за следующее высказывание Экхарт отказали в участии в одном культурном мероприятии, а именно в литературных чтениях. Следующее ее высказывание сочли не слишком предосудительным. Что поделаешь, если неприкасаемые трогают других? Особенно разочаровывают евреи, которые обычно, которые вечно боролись с глупыми обвинениями, что, мол, их интересуют только деньги. И вдруг выясняется, что их интересуют не деньги, а бабы. И для этого им нужны деньги. Речь, то есть, прецедентным фактом, послужившим основой для данного высказывания, кабаратистки, было движение МИТУ, и люди, которых обвиняли, вот эти вот участницы, это движение МИТУ. Провокация другого рода служит фирменным приемом и еще вот этой молодой кабаратистки Хелена Бокхорст, ее зовут. Амплуа автора и исполнительницы стендап-камеди, исходя из ее станического образа и текстов, можно описать, как девушка-очкарик не в себе. В своих комических монологах она как будто бы описывает психологические интимные проблемы, такие сугубо девичьи-женские, и смешивает при этом стилистику студенческого квази-научного стиля, реферата, термины, лексика высокого регистра, замедленный темп речи с избыточной откровенностью, как будто бы рассказывает подружки при закрытых дверях, то есть нарушение всех и всяческих табу. на экране вы видите оттуда одну цитату из ее монолога или, например, другая цитата. Я выяснила, что в интересах общества целесообразно, поэтому в массовых объемах покупаю алкоголь. Это оживляет экономику и обеспечивает рабочие места. Но это самое безобидное. Дело в том, что действительно их по-настоящему провокативные цитаты я просто не могу привести в публичном пространстве. Еще один типаж воплощает Эллисон Хезельбругер, швейцарско-немецкая стендап-исполнительница, аборетистка, телеведущая, блогер, литератор и слэм-поэтесса. Видимо, ее образование, как у многих других, университетское, а также происхождение из семьи швейцарского нейрофизиолога и образование, полученное в том числе за рубежом, ну и, конечно, личностные ее психофизические особенности, сформировали стиль бескомпромиссный и ироничный, лишенный всякой комплементарности и даже почтения к авторитетам репортерши плитейнмент-программы Хойтэшоу. Она не признает авторитетов и строит свою провокативность на этом. Например, цитата из ее некоторых репортажей. Вывоз мусора одна из немногих отраслей с растущей женской квотой. Как этому помочь больше мусора во имя феминизма? Это безобидно. Ну, например, в диалоге с министром, федеральным министром экономики Петером Альтмайером, так зовут министра, она в заключении говорит следующую заготовку. Если бы в моей фамилии сочетали слова альт, то есть старый, и айр, его зовут Альтмайер, то есть яйца. Тогда я могла бы давать такие дешевые советы, как дали вы мне, говорит она такому приятному и милому министру. Оскорбительный игрослов в лицо доброжелательного беседующего с ней министра представляет собой апелляцию к прецедентному высказыванию, которое в европейских языках очень принято. Последние десятилетия было «Миром правят старые белые мужчины», то есть строится на этом игрослов. Это приятная, нежная внешняя девушка Сара Базетти, тоже кабаритистка, превратила ответы на враждебные послания зрителей и читателей в такой своеобразный поджанр своих критических текстов. В ее адрес и в адрес передачи приходят послания и она регулярно поэтически создает такие тексты критические и рифмованные которые отвечают на так называемые по-немецки хас-комментары то есть ненавистнические комментарии в интернете как правило. Вот эти монологи посвящены правому радикализму хейтерам Греты Тумберг поперечным мыслящим то есть противникам ограничений связанных с пандемией сторонникам теории заговора в связи с пандемией в целом в связи с вакцинацией положению женщин в обществе миграции и другим актуальным общественно-политическим темам. 10% мигрантов в Германии то есть 10% со-граждан с бэкграунда мигрантов представляют на подмостках Кабаре выходцы из разных стран включая из России уже несколько есть таких из Франции из арабоязычных стран и из Турции вот из Турции ее гражданское имя Идил Байдар на сцене жилет Айше 75-го года рождения то есть молодая женщина она строит свое амплуа на клише связанных с представлениями о неинтегрировавшейся части цурецкой диаспоры в Германии важным компонентом этого образа выступает соц.алект малообразованных гастарбайтеров из Турции первой волны в реальной жизни подавляющее большинство граждан фрг турецкого происхождения второго и последующих поколений говорят уже на совершенно нормативном немецком языке однако языком мигрантского гетто с его произношением интонациями приоритивным синтаксисом нарушением грамматических норм и смешанной лексикой пользуются представители молодежной музыкальной среды и субкультуры и вот этим языком уже во многом искусственным пользуется Айше ее тексты вот фрагмент в моем переводе естественно перевода какого-то нет еще опубликованного она разъясняет как бы публике ценности мигрантов с юга в юмористическом ключе то что мы слышали сегодня о роли женщины в Турции по многому перекликается с ее монологами я просто узнала узнавала эти реалии как например говорит Айше в образе этой турецкой женщины не интегрировавшейся у нас мужское кафе убежище для мужчин турецкий мужчина приходит домой с работы раньше времени жена вот тебе 10 евро до 8 вечера не возвращайся иди игровые автоматы мужской кафе и чтобы ты не действовал на нервы женщина в платке контролирует свою семью еще несколько семей по ватсапу и обращается Айше к зрителю в первом или втором ряду что характерно для кабарет такая идеологичность прямая идеологичность отсутствия рампы вот ты например женат у нас принуждение к браку направлено на обе стороны говорит Айше зрителю я завершаю тексты тексты в кабаре комедии и политеидменте персонифицированы они адресованы публике от первого лица и прочно ассоциированы с образом исполнителя женщины отправители критических текстов облеченных юмористическую и сатирическую форму нередко выступают в определенных амплуа диапазон этих амплуа разнообразен создавая сценический образ кабаретистка подчеркивает гендерную самоидентификацию как при помощи собственных психофизических данных внешность темперамент пластика голос музыкальность возраст так и через выбор тематики тематической рамки текстов служит женская как ни странно в уже абсолютно эмансипированной западной Европе женская проблематика в ее разнообразных вариантах доля традиционных для сатиры общественно значимых политических вопросов зависит от поджанра политическая сатира или это политейнмент или это юмористическая форма стендап комеди доминирующими средствами речевого воздействия служит провокация наряду с другими характерами для жанра иронии каламбуром интердискурсивностью парадоксом контоминацией прецедентных текстов стилизацией диалектами и социалектом большое спасибо за возможность участвовать ваше внимание спасибо спасибо большое ну вот мы завершаем завершаем тему женщины которую нам довелось посмотреть и я бы хотела чтобы мы подвели какой-то может быть скромный но все-таки итог вот скажите пожалуйста очень жалко что нет русской тематики Маринель Олеговна очень жалко вот ну что есть то есть и будем судить сказать то что мы имеем скажите пожалуйста мой первый вопрос ко всем значит ну давайте какой мы возьмем период вот мы так сказать посмотрели с вами женщин мы начали приблизительно со средних веков да так я поняла да вот значит мой вопрос такой ко всем как вы считаете значит ну то что женщина прошла какой образ женщины прошел какую-то эволюцию наверное против этого выступать никто не будет да произошла эволюция какая эволюция в какую сторону что можно сказать в целом об этом вот кто хочет об этом сказать так сказать обобщив все то что мы услышали эволюция образа женщины историческая эволюция мастерская эволюция мастерская эволюция конечно здесь быть не может поскольку повторю да я один небольшой вьетнам 300 тысяч километров площадь меньше германии годами изучаю на этот вопрос да и как раз основная идея что собственно говоря даже применить к вьетнаму и даже применить на каком конкретном периоду слово образ вьетнамской женщины оно неправильно потому что да женщины в зависимости от социального слоя в зависимости от конкретных социально-политических реалий были совершенно разными поэтому конечно ангро так взять по всему миру сложно понятное дело что какие-то общие тренды есть к эмансипации но эмансипация в разных странах опять же проявляет себя по-разному да и в том или ином регионе под ней может подразумеваться довольно разные характеристики вот между прочим все-таки изменения везде констатировать о простите я говорю что изменения произошли везде ну да 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 но а в чем конкретная суть это конечно тут не для здесь идут различные конкретности вот например на востоке как мы сформулируем на востоке есть какие-то общие черты в эволюции молчание мне кажется на востоке роль женщины выходит все более и более на первый план вот это вот по индии да может быть потому что раньше все было значительно сложнее для женщин на востоке да вот сейчас все-таки идет активизируется актуализация социальная роль а на западе в европе в европе женщины давят мужчин нет женщины все больше и больше стараются занять ипостаси мужчин то есть области которые были присущи только мужчинам они туда проникают очень очень стремительно проникают да проникают и отнимают я бы сказала очень многие их ниши да вот мне подсказывают очень хорошо а русская женщина возьмите да то же самое и русская женщина но она иногда вынуждена занимать эти ниши потому что в силу того что война там тяжелые какие-то условия да но с другой стороны вот то что женщина отвоевывает вот эти вот площади у мужчин это приводит к тому что мужчина становится бездейственным это очень даже плохо иногда сказывается и второе еще что женщина оставляет свои главные предназначения частенько жертвует ими а именно воспитанием детей так потом семейным своей ролью в семье то есть тут есть и плюсы и минусы мне кажется что минусов очень много то есть активизация роли женщины при каком-то ну ослаблении роли мужчины так я поняла да 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 и ослабление роли мужчины и второе ослабление роли женщины в ее главных попри кто-то хочет сказать что-то более конкретное или не согласится Людмила Георгиевна как некий гость скандинав который после двух часов имел счастье выслушать доклады я могу сказать следующее у меня лично сложилось следующее впечатление что все-таки восточные культуры и культуры юго-восточной Азии и культуры ближнего востока они все-таки направлены сейчас так или иначе на описание каких-то характеристик женщин в то время как запад ну его как бы такой ну скажем так авангард в части вот развития правенства мужчин и женщин если мы смотрим на скандинавские страны как раз нацелен на то чтобы эти характеристики не давать и всячески соответственно ну как бы расширить присутствие женщин но при этом никак их не определяет что в какой-то степени может привести ну наверное к утрате может быть пониманием женщин там свое место своего места или разница которую она имеет в обществе там по сравнению мы слово равенство вообще не употребляем мы его избегаем потому что это смешно говорить о равенстве да это слово которое особенно в социальном плане оно не годится к нам оно не применимо Европа теряет себя не описывая себя отказываясь от этого специально Людмила Георгиевна если позволить тоже у меня появилась мысль не знаю она появилась просто она родилась сейчас мне кажется что вот усиление роли женщины или перераспределение роли социальных ролей в обществе между мужчинами и женщинами происходит в эпохе слома когда общество неблагополучно и тогда ну все переосмысливается если мы возьмем например эпоху революции нашей да 1917 год как раз это эпоха слома и тогда происходило усиление роли женщины в этот период ну участие так сказать социальной партийной борьбе в общественной жизни и так далее и мы знаем да о женщинах там героях революции гражданской войны и так далее это с одной стороны но с другой стороны в ту же эпоху был сильный крен в эпоху феминизации и в эпоху скажем свобод ну не в эпоху а в теорию свободной любви да мы можем вспомнить ту же Инессу Армант и другие концепции того времени и вот на мой взгляд если мы говорим ну я не делала конечно доклад так получилось просто я хотела сделать но не получилось но это не важно для нашего общества для русского все-таки характерно то что женщина должна быть замужем это традиция России это семья да так устроен мир и если мы говорим о том что такое троица троица это мы знаем да имеет религиозную значение религиозную семантику но если мы говорим о семье в семье всегда в русской православной семье мужчина он ну отец кормилец отсюда у нас отчество именование по отцу да в нашей культуре это очень важно а женщина она хранительница очага и во многом воспитательница да кормительница воспитательница ее роль в воспитании детей и дом оберег так сказать она дома своего рода а когда эпохи меняются когда происходит исторический слом то и перераспределяется роли женщинам приходится например в эпоху войны быть более сильной и брать на себя не только дом воспитательницы кормильницы но и спасение детей защита отечества и так далее вот может быть сейчас вот послушав доклады можно сделать вывод что на западе вот я на другой секции чуть-чуть поприсутствовала там идут сильные процессы феминизации не знаю хорошо это или плохо потому что к этим процессам надо относиться очень осторожно свидетельствует ли это о благополучии скажем западной европы на мой взгляд не совсем потому что ну вот движение фемин оно явно радикально оно явно провокационное хороша ли там роль женщины совсем нет а процессы там неоднозначные поэтому здесь на мой взгляд вот то что вы затроллили эту тему это очень важно но проблема требует такой глубокой детальной проработки вот так мне кажется спасибо спасибо Зинаида Евгеньевна наверное хотела что-нибудь сказать но мы хотим ее послушать у нас сейчас тоже вот Марина немножко в добавлении к тебе традиционная русская семья вот она так же как в Индии вот это вот Индиан Джоэн Фэмили она традиционная она есть и она вот есть но в то же время так же как в Индии у нас в России молодое поколение они например не очень-то замуж хотят выходить молодые женщины сейчас все изменилось тоже все меняется это с одной стороны конечно диктуется вот сложности да устроиться на работу встать на ноги не до этого все вот вот это да с другой стороны они уже привыкают вот я просто знаю по своим детям вот у меня дочь замуж вышла в нормальное по российским стандартам время у него подруги все не замужем и более того они не хотят уже сейчас вот это интересно просто не хотят никаких жить свободно зарабатывать делать карьеру под собакой вот так Зинаида Евгеньевна не слышим вас микрофон 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 не слышим вас совсем не слышим микрофон включила слышно теперь слышно да хорошо сейчас другое дело да ну прекрасно таким образом я повторюсь я может быть произнесу сейчас тривиальную фразу но на мой взгляд ничто не ново под луной потому что если говорить об образе женщины в целом я имею ввиду то как некий такой как некий такой целостной структуре то даже независимо от культуры в любую эпоху в любое время всегда находятся такие мадам бездарь о которой я говорила активная целеустремленная смелая мощная напористая и конечно она заняла очень в политике как общественной мощной женщины мне кажется о том что происходит эволюция женщина в какой-то степени становится другой в целом если смотреть глобально вряд ли в любую эпоху в любом временном пространстве такие женщины есть но другое дело безусловно я согласна что предположим в арабской культуре или в азиатской культуре несомненно наблюдаются другие тенденции и собственно говоря тенденции такие которые во многом повторяют европейский мир то что было свойственно европейским женщинам но просто в арабском мире предположим в целом восточном мире этот процесс несколько замедлился и опять же возвращаясь к Европе да безусловно с одной стороны тенденции феминизма они были очень сильны и начались еще в 50-60-е годы но в 21 веке совершенно стало очевидным что феминизм привел в тупик потому что феминизм способствовал формированию маскулинного типа женщины произошла маскулинизация женщина уже больше не женщина она только имеет облик женщины на самом деле ее мировоззрение ее отношение к миру ее характер общество которое ее сформировало и философия жизни она безусловно привела к созданию этого маскулинного типа а что в итоге я абсолютно знаю по многим документальным источникам в Австрии в Германии в Швейцарии наблюдается психологическая катастрофа женщины очень страдают от одиночества женщины очень страдают что они с одной стороны да они феминистки никто не нужен рядом никакой опоры у них другие цели задачи и в то же время каждый из них осознает глубину потрясающую глубину одиночества вплоть до того что я немножко была удивлена на рождественских открытках теперь женщины пишут женщины пишут друг другу я очень желаю тебе чтобы к тебе в гости пришел Дед Мороз Санта-Класс чтобы он принес тебе подарки то есть настолько это отчуждение произошло такая огромная дистанция между внешним и внутренним миром женщина что конечно же это принесло свои негативные плоды и по Германии я наблюдаю если раньше женщина даже в одежде в облике она хотела всячески показать что она сильная мощная поэтому у нее брючный костюм и она носит пиджаки и такие же короткие стрижки и так далее то теперь какой макияж это было исключено они всегда смотрели на женщин которые приезжали из России несколько свысока дескать вот какие это еще примитивные создания которые подкрашиваются прихорашиваются это же совершенно не укладывается в образ современной женщины так думали немецкие женщины что наблюдаем сегодня сегодня мы расстаемся с костюмами мужскими пиджаками мы надеваем платья у нас появляются вдруг кружева оборки появляется женственность и когда вы увидите сегодня немецкую женщину даже я бы сказала даже на конгрессе на форуме вы будете несколько удивлены что это уже совершенно не тот тип женщины который был например даже в девяностые даже в девяностые годы и то есть наблюдается обратная тенденция и последнее что я хотела сказать вот заключительное что вот эти тенденции эти страхи женские переживания что они совершили какую-то ошибку у многих даже собственно говоря и жизнь прошла так как они считают что а что же я видела в жизни я не почувствовала ухаживания я не видела цветов я не видела нежности я так и оказалась одна нелюбима мое существование прошло мимо этого общества и эта проблема поднимается она очень хорошо сейчас глубоко освещается в швейцарской литературе в австрийской в немецкой и так далее поэтому это огромная проблема проблема женщины в современном мире а с другой стороны можно я тоже добавлю я тоже немножко изнутри знаю у меня вот много лет уже дети в Швейцарии живут и работают и вот у моей дочери у нее офис небольшая организация и там просто целые вот выводы к женщин которые не могут семьей заниматься в частности ее начальница которая ее просто изводит у нее двое маленьких детей муж муж занимается детьми и хозяйством а вот эта женщина она замечательная женщина я ее тоже знаю она не может даже вот в выходные дни заняться домом детьми она совершенно для этого уже не приспособлена то есть много-много-много лет работы в офисе ну поздно дети родились она умирает там муж улетел на неделю куда-то она не справляется вот с этими простыми вещами с которыми мы с вами все справлялись да легко вот уже такие женщины Владимир Ильич Ханович вы где счастлива ли она она счастлива когда она на работе моя дочь так ругается потому что не знаю что она там живет там сам русская женщина она хочет домой она хочет что-то а это вот она вот хочет все время на работу и там всем утра в воскресенье пишет и звонит моей дочери выходи в зум нам надо обсудить тут еще нюанс потому что она замужем если бы было по-другому было бы совершенно другое ощущение можно да наверное да Владимир Ильич слушаю Георгиевна вы где? я дома я выступил вы уже приехали я уже приехал я уже выступил на своей сердце прекрасно хотите сказать несколько слов мы завершаем наш семинар говорили об образе женщины об эволюции женщины да с большим интересом слушаю хотите что-нибудь сказать дискуссию сейчас которая развернулась и с большим интересом и я хочу подчеркнуть просто актуальность вот этой проблематики женщина все время в социуме и сказать что собственно ну это интересно то что вы говорите как-то я специально как-то особенно специально или профессионально я этим не занимался но те мнения которые я здесь слышу у меня да интересно и хотелось бы более более подробно и остается мне сожалеть что я поздно подключился к вашей секции большое спасибо понятно мы можем развивать на следующий год в нашем семинаре будем развивать ну что завершаем наш семинар спасибо что он состоялся он был так сказать очень часто несколько раз на грани того что мы сомневались о том что будет он иметь место или нет слава богу он прошел у нас у нас нет долгов в этом плане вот ну что сказать я хочу сказать что у нас было хорошее пленарное заседание очень интересное пленарное заседание ну во первых вопрос языковой политики это вопрос который необычайно интересен и очень важен и актуален в наше время что касается был очень интересный выступление из ленинградского я говорю ленинградский потому что он областной так и называется ленинградский университет когда еще услышат столько стихов и столько умных слов вообще так говоря вот это было хорошо был круглый стол на который я благодарю всех за то что выступали благодарю всех за то что выступали с вопросами на пленарном чтобы было ощущение активности интереса и это очень важно потому что обстановка для говорящего должна быть всегда очень живой и его стимулирующей к дальнейшим рождением дальнейших идей вот что я хочу еще сказать что спасибо электронной службе нашей потому что слышали видели и вот если бы несколько вот такой вот нехороший слив у нас с Воронежем вообще было бы все безупречно вот очень большое и спасибо нашему оргкомитету который это все организовал все это связал воедино да и в общем сделал это скажите нам пожалуйста сколько человек приняло участие есть какие-то данные приняло участие в нашем семинаре оргкомитет ну можно мне за первую секцию ничего не говорят вот у нас меня слышно Людмила Георгиевна плохо слышу а сейчас слышите сейчас лучше так вот в первой секции приняло участие 12 выступающих так и очень оживленное у нас было обсуждение поэтому вот мы только что закончили только-только практически одновременно с вами были и а педагогические так педагогические но я Николай Иванович уже отошел да Людмила Георгиевна я вам передам вот эту запись того кто выступал через Анну наверное правильно как всегда традиционно то есть я там отметила плюсиками минусами кто в зуме я думаю что человек выступление 60 было наверное я лично прослушала 30 вот значит я думаю да штук 60 наверное ну что же это прилично это прилично это достойно это хорошо и я хочу сказать спасибо всем участникам да потому что особенно людям которые приехали вот Владимир это просто просто раритет да и просто так сказать особая личность значит не только потому что он сегодня приехал а потому что он сколько лет вы у нас участвуете лет 17 да вот так вот вот так так что низкий проколон всем большое так сказать хорошее пожелание всем вот и ну и и слава богу что все хорошо что хорошо кончается да есть какие-то слова которые вы хотите еще произнести Людмила Георгиевна вам огромное спасибо спасибо вам благодарность вам и такая спасибо огромное спасибо да слава богу что это что это состоял да вот так вот ладно всего доброго до встречи